Часть третья «Не может быть, чтобы они так одевались, даже если кожа у них и черная», — говорила Нэнси, посмеиваясь. «Просто вы меня дурачите». Сидя на кухонном столе, она плутовски посмотрела на Мэтта, склонив голову на бок, и, чтобы подкрепить свое замечание, поболтала перед его глазами своими красивыми ножками. «А между тем это самая настоящая правда», — оживленно возразил Мэтт. Он стоял, прислонясь спиной к шкафу, и заигрывал с Нэнси, стараясь пленить ее и взглядами, и позой, и всей своей элегантной наружностью. «Туземные дамы, как вам угодно их называть, одеваются именно так». «Да ну вас!» — кокетливо отмахнулась Нэнси. «Вы слишком уж много знаете. Вы скоро захотите меня уверить, что в Индии обезьяны носят штаны». Оба громко захохотали над этой шуткой, очень довольной друг другом и столь веселой и занимательной беседой. Нэнси, потому что эта беседа, прервала скучное однообразие праздного утра и развлекала ее утомленную обществом. Вечно угрюмого и злого отца Мэтта, Мэтт потому что имел возможность блеснуть перед Нэнси своими светскими талантами, почти так же, как если бы она восседала за сверкающей стойкой какого-нибудь бара. «Вы ужасные пустомели», — объявила в заключении Нэнси укоризненным и вместе поощрительным тоном. «Теперь вы рассказываете, будто негры жуют красное, как кровь, орешки, и потом чистят зубы палочками, а там еще, пожалуй, вздумаете уверять, будто они расчесывают волосы ножкой стула, как Дэн. «Знаете, этот забавный карлик Дэн?» Они снова дружно засмеялись, потом Нэнси сделала серьезное лицо и сказала с напускной скромностью. «Впрочем, такие басни вы, пожалуй, рассказываете себе сколько хотите, а вот когда вы принимаетесь за свои скользкие шуточки, то заставляете меня здорово краснеете. Конечно, вам не трудно одурачить такую бедную и наивную девушку, как я, которая никогда не была в чужих краях, ведь вы много видели любопытного. «Вы расскажите мне еще чего-нибудь?» «Ну, вы, кажется, не хотели меня слушать больше», — поддразнил ее Мэтт. Нэнси надула сочные алые губы. «Вы отлично знаете, чего я хочу, Мэтт. Я люблю слушать про все те диковинные вещи, которые вы видели в чужих странах, а о женщинах вы лучше помалкивайте». «Была бы я там с вами, я бы вам не позволила и глядеть на них. Расскажите-ка лучше о цветах, о красивых перстых птицах, о зверях, о попугаях, о леопардах и тиграх. Мне хочется, чтобы вы рассказали о базарах и храмах, о статуях богов из золота и слоновой кости. Об этом мне никогда не надоест слушать». «Такой девушке, как вы, и рассказывать приятно», — отвечал Мэтт. «Вы такая ненасытная. Все хотите знать». «Так о чем я говорил, когда вы спросили меня насчет того, о чем мне запрещено упоминать?» — он ухмыльнулся. «Ах, да-да, вспомнил, о священных коровах». «О, вы, пожалуй, не поверите, Нэнси, миллионы людей в Индии считают корову священным животным». «Повсюду вы встречаете ее изображение, а на улицах туземных кварталов расхаживают большие коровы с цветами на рогах и венками златоцвета вокруг шеи. «Тычут морды повсюду, как будто весь город им принадлежит, и в дома, и в палатки. Это в Индии лавки такие. И никто их не гонит». «Я раз видел, как одна корова остановилась у палатки с фруктами и овощами, и не успел я ей глазом моргнуть, как она очистила всю палатку от одного конца до другого, а хозяин лавки должен был сидеть и смотреть, как она пожирает весело товар. Когда она кончила, ему оставалось только вознести к ней молитву или повязать ей вокруг шеи остатки своих цветов». «Да не может быть, Мэтт!» — ахнула Нэнси, от удивления, широко раскрывая глаза. «Ну и чудеса же вы рассказываете. Подумать только, чтобы люди поклонялись коровам». «Разные бывают коровы, Нэнси!» — лукаво подмигнул Мэтт, но тотчас добавил уже серьезнее. «Это еще ничего. Я и не такие вещи там видел». «О, всего не расскажешь, Нэнси. Вам бы следовало попутешествовать, как я. Вы бы насмотрелись на такие чудеса, какие вам и во сне не снились. А есть места еще прекраснее Индии, где и климат лучше, и москитов меньше, а живется так же свободно». Пока он говорил, увлеченный собственным красноречием, Нэнси осторожно поглядывала на него. Видела стройную фигуру в опрятном коричневом костюме, подкупающее изящество всей его внешности, бледное лицо, выражавшее слабодушие, в котором не было, однако, ничего отталкивающего, и удивлялась про себя, как она могла испугаться и бежать от него при первой их встрече. За те полтора месяца, что прошли с похорон миссис Броуди, после которых Нэнси официально была водворена в качестве экономки в дом Броуди, она мало-помалу начала благосклонно относиться к Мэтту. Защищать его перед отцом, предпочитать легкий разговор с ним, угрюмому молчанию и неохотным односложным репликам ее пожилого любовника. «Да вы меня не слушаете, ягозавая такая!» — воскликнул вдруг Мэтт. «Какой смысл мужчине тратить даром слова и силы, если хорошенькая девушка не уделяет ему никакого внимания? А еще требовали, чтобы я вам все описал». «Так вы находите меня хорошенькой, Мэтт?» — спросила она, продолжая мечтательно смотреть на него, но незаметно придав взгляду обольстительное выражение и принимая вызывающе-соблазнительную позу. «Ну, конечно, Нэнси!» — горячо воскликнул Мэтт, и лицо его просияло. «Да вы... вы просто картинка!» «Ужасно приятно, когда в доме имеется такая девушка, как вы. Я об этом всегда думал с того дня, как вас увидел в первый раз». «В тот день вы вели себя, как скверный мальчишка», — продолжала Нэнси задумчиво. «Но с тех пор вы очень исправились. Когда я пришла сюда, мне казалось, что вы как будто боитесь со мной разговаривать, но теперь я вижу, что все прошло, и ничуть об этом не жалею. А интересно, что бы сказал ваш отец, если бы знал об этой перемене?» Мэтт приподнялся было, собираясь подойти к ней, но при ее последних словах блеск в его глазах сразу померк, и снова, приваливаясь спиной к шкафу, он сердито отозвался. «Не понимаю, что такая молодая женщина, как вы, может находить в угрюмом, сварливом старике? Вам нужен мужчина помоложе». «Но в нем большая сила, Мэтт», — возразила она, словно размышляя и по-прежнему притягивая его взглядом. «И мне нравится, что эта сила мне покорна. Он теперь у меня шелковый. Однако прошу не забывать», — добавила она, тряхнув головой, и меняет он, — «что я здесь только экономка». «Да», — сказал Мэтт с горечью, — «вас большой пост». «Вы здесь прочно и хорошо устроились, Нэнси». «А вы», — отпарировала она дерзко. «Вы и сами устроились тут недурно, несмотря на все ваши разговоры о замечательных службах, которые вас ждут за границей». Мэтт восторженно рассмеялся. «Люблю ваш острый язвечок». «Вы, если захотите, можете так отделать человека, что он не обрадуется?» «О, я все могу», — ответила она многозначительно. «Как она разжигала в нем кровище!» «Эта бесстыдная кокетка, которая целиком принадлежала его отцу, и благодаря этому табу была совершенно недоступна для него». «Вы знаете не хуже меня, Нэнси?» «Что мое устройство — это только вопрос времени», — сказал он серьезно. «Я на очереди, по крайней мере, в шести местах. Первая освободившаяся вакансия будет предоставлена мне. Не могу же я всю жизнь сидеть в этой проклятой дыре. Здесь меня ничто не удерживает с тех пор, с тех пор, как умерла мама. Но скажу вам прямо, мне будет тяжело расстаться с вами. Я вам поверю тогда, когда вы получите место, Мэтт», — бросила она колка. «Вам не следовало бы позволять старику так запугивать вас. Умейте за себя постоять. Больше доверяйте своим силам. По-моему, вам бы нужно женщину с головой на плечах, которая бы вас подтягивала и учила быть напористым». «Ну, со стариком я еще поквитаюсь». «Поквитаюсь», — заверив ее Мэтт мрачно. «Будет и на моей улице праздник. Он мне заплатит за все обиды». Он помолчал и прибавил с добродетельным негодованием. «Да... Из-за все, что терпела от него моя бедная мать». «Впрочем, он скоро окончательно сопьется». Нэнси не отвечала. Закинув назад голову, она созерцала потолок, выставив на показ свою красивую белую шею и так изогнувшись всем телом, что юбка ее поднялась чуть не до колен. «Говорю вам, вы напрасно растрачиваете на него свою молодость». Продолжал, волнуясь Мэтт. «Он просто здоровенный, злющий бык. Смотрите, как он мучает Нэси этими уроками, не давая ей вздохнуть. А что он сделал с мамой? Не стоит, не стоит он вас. Неужели вы этого сами не видите?» Нэнси внутренне разбирал смех. «А я не из пугливых, Мэтт. Я сумею за себя постоять. И у меня есть кое-какие свои мыслишки на этот счет. Так, секрет, секрет, который знает только Нэнси, да я!» шепнула она игриво. «Какое?» жадно допытывался Мэтт, возбужденный ее кокетством. «А это я вам скажу когда-нибудь, если будете паренькой». «Нет, скажите, сейчас, сейчас!» настаивал Мэтт. Но она не соглашалась. Отрицательно покачав головой, посмотрела на часы и промолвила. «Ого!» Я так и думала, что пора ставить обед на плиту. «Я должна помнить о своих обязанностях и не забывать, для чего я взята в дом, иначе меня прогонят. Вы, вероятно, как всегда, будете завтракать в городе». Мэтт тоже взглянул на часы, чтобы определить, сколько времени он еще может безопасно оставаться здесь раньше, чем улизнутистому во избежание встречи с отцом. Со смерти мамы он придерживался такой тактики всеми способами уклоняться от встречи с отцом. «Да, я уйду. Вы знаете, когда я сижу с ним за столом, у меня просто кусок застывает в горле. Нет страха, нет, конечно. Потому что он так переменился, что и слова не скажет никогда. Но чем меньше мы с ним будем сталкиваться, тем спокойнее для всех. С моей стороны, это просто благоразумие». Когда он с весьма независимым и равнодушным видом отошел от шкафа, Нэнси заложила руки за голову, словно для того, чтобы удержаться в наклонном положении, и усмехнулась ему в лицо все той же легкой загадочной усмешкой. «Подойдите на минутку ко мне, Мэтт», шепнула она наконец. Он нерешительно, глядя на нее, подошел к столу, на котором она сидела, но двигался так медленно, что она прикрикнула на него. «Ближе, мой милый, ближе! Я вас не укушу!» Мэтт подумал, что охотно подвергся бы такому приятному наказанию. Уж очень хороши были ее белые ровные зубы, сверкавшие из-за красных улыбавшихся губ. Губ, которые тем ярче олили на бледном лице, чем ближе он наклонялся к ней. «Вот это другое дело!» сказала она наконец. «Побольше огня, Мэтт!» «Знаешь что? Твой отец поступает как дурак, оставляя такую молодую парочку, как мы с тобой одних, в этом скучном доме, где время тянется так медленно. Будь у него хоть капля здравого смысла, он бы никогда этого не допустил. Я уже столько дней не выходила никуда, только за покупками, а ему и в голову не придется везти куда-нибудь девушку повеселиться. «Послушай, что я тебе скажу, Мэтт! завтра в городской ратуши концерт!» зашептала она, пленительно взметнув темные ресницы. «Почему бы нам с тобой не отправиться туда, а? Он ничего не узнает. А деньги на билеты я из него как-нибудь да выложу». Мэтт смотрел на нее, как завороженный, не думая о ее словах, которые он едва ли слышал, не видя ничего, кроме ее крепких грудей, так красноречиво выступавших перед его глазами, благодаря ее позе, до мелких золотых веснушек, не им одним замеченных, сбегавших по прямому носику до мягкого округленного изгиба вздернутой верхней губы. В эту минуту он понял, что жаждет Несси, хоть и боится взять ее. И, заглядывая глубоко в ее темные глаза, ощутил какой-то бессознательный трепет, толкавший его на стремительные действия. Он невольно пробормотал. «Нэнси, Нэнси, ты дьявольски соблазнительная женщина». На секунду манящее выражение ее лица сменилось гордым удовлетворением. «Я это тоже начинаю замечать», сказала она в полголоса. «И следующему мужчине, который возьмет меня, я уже не достанусь так дешево. Нет, нет, нет». Затем сразу же изменила голос и шепнула умильно. «Так как же насчет концерта, мать, а? участвует семейство МакКэльви. Они такие замечательные артисты. Мне до смерти хочется немного развлечься. Мы с тобой отлично можем улизнуть на этот концерт. Нам всегда так весело вдвоем, а на концерте будет еще веселее. «Ну, сведи меня туда, Мэтт. Хорошо?» Чувствуя, как ее дыхание тепло и интимно обивает ему щеку, Мэтт пробормотал странным, не своим голосом. «Ладно, Нэнси, ладно, сведу. Сделаю все, что ты захочешь. Только слово скажи». Он был вознагражден улыбкой. Нэнси легко спрыгнула со стола и чуть-чуть коснулась его щеки кончиками пальцев. «Значит, решено!» крикнула она весело. «О, как мы чудесно повеселимся! Предоставь все мне, билеты и все остальное. Мы уснуемся встретиться в ратуши, но обратно ты меня проводишь. Идти так далеко и темно!» Добавила она лукаво. «Я боюсь одна возвращаться домой. Мне может понадобиться твоя защита!» Затем вдруг снова посмотрела на часы и воскликнула. «О, Боже, как поздно!» «Я едва успею поджавить колбасу!» «О, удирай, удирай скорее, Мэтт, если не хочешь налететь на своего папашу. Иди и возвращайся, когда путь будет свободен и здесь никого не будет. Тогда мы отлично закусим вдвоем, ты и я!» Она подогрела его последним взглядом, и Мэтт, не сказав ни слова, вышел из кухни. Кипевшая в нем борьба чувств мешала ему говорить, связывала движения и делала походку неуклюжей. Когда он ушел, Нэнси принялась готовить обед. Но, несмотря на то, что она запоздала без всякой спешки, с самым безмятежным, даже нарочито небрежным спокойствием, бросила на сковородку целый фунт колбасы, поставила ее жариться на плиту, потом разослала на столе грязную скатерть, с грохотом поставила несколько тарелок на обычные места и также небрежно швырнула ножи и вилки. Неряшливость ее домашней работы составляла поразительный контраст с опрятностью и щеголеватостью ее наряда. Об этой неряшливости свидетельствовал и общий вид кухни. Пыль, лежавшая густым слоем на полках, неподметенный пол, заржавевшая грязная решетка, невычищенный камин, общая атмосфера запущенности, царившая здесь, все становилось понятно, если понаблюдать в эти минуты за действиями Нэнси. Весь внутренний вид дома сильно изменился к худшему по сравнению с тем временем, когда маму несправедливо обвиняли в неопрятности, хотя ее никем не оцененными усилиями в доме поддерживалась безукоризненная чистота. А теперь колбаса, протестуя против невнимания к ней, плевалась жиром на стену у плиты и, казалось, приводила всю комнату в состояние печального упадка. Внезапно заглушая шипение жира в кухню, полную чада, донесся из передней стук отпертые, вновь захлопнутые двери, потом тяжелые, медленные шаги. Нэнси узнала шаги Броуди, но, несмотря на то, что обед не был готов, она ничуть не смутилась и продолжалась тем же безмятежным спокойствием, наблюдать за сковородкой. Она не побежала, сломя голову, подавать поскорее вкусный бульон или чашку горячего кофе, налитую обязательно до краев, или чайники с британского металла. Когда она услышала из посудной, что Броуди вошел в кухню и молча сел за стол, она с минуту подождала, потом весело окликнула его. — Вы сегодня слишком рано, Броуди? — У меня еще не совсем готово. Так как он ничего не ответил, она продолжала выкрикивать, обращаясь к нему, к нему, который никогда ни на секунду не нарушал раз навсегда установленного порядка. — Вы так неаккуратны последние дни, что я никогда не знаю, когда вас ожидать, или в этом доме все часы не верны. — Как бы то ни было, вы потерпите, я скоро кончу. Он терпел, безмолвно ожидая. За то короткое время, что прошло со дня его поступления на службу Клетта, в нем замечалась перемена еще более разительная и глубокая, чем в комнате вокруг него, и перемена иного характера. Он сидел, устремив глаза на тарелку, стоявшую перед ним, настолько похудевший, что платье висело на нем мешком, словно с чужого плеча. Его прямая, гордая и всегда воинственная осанка сменилась довольно заметной сутулостью. Лицо из сурового стало мрачным, в глазах прежде пронзительных было что-то неподвижное, рассеянное, и белки испещрены красными жилками. Такие же жилки тонкой сеткой покрывали щеки. Губы его были сухие, сжаты, виски и щеки впали, а морщина на лбу отпечаталась так резко, как глубоко выжженное клеймо. Казалось, четкие контуры его фигуры как-то расплылись. Каменные черты лица, да и весь крепкий массив этого человека подточены и разъедены какой-то неизвестной кислотой, растворенной в его крови. Когда вошла Нэнси, неся блюдо с колбасой, он быстро поднял глаза, притягиваемый как магнитом ее взглядом, но когда она поставила перед ним блюдо, посмотрел на него и спросил над треснутым голосом, похожим на звук испорченного инструмента. «Разве ты сегодня не варила для меня суп, Нэнси?» «Нет, — отрезала она, — не варила. «А сегодня хорошо бы съесть капельку горячего бульона, — сказал он с легким неудовольствием. Я порядком продрог. Ну, раз нет бульона, значит, нет. А где картофель? Некогда мне было сегодня возиться с картофелем. И так с ног сбилась. Вы не можете требовать, чтобы я каждый день все успевала и портила руки в холодной грязной воде чистить картошку? Я к этому не привыкла. Вы довольствовались обедом попроще этого, когда заходили ко мне в герб Винтонов, а с тех пор дела ваши не поправились. Ешьте, что подают, и будьте довольны». Зрачки его расширились, губы сложились уже для сердитого ответа, но он с трудом сдержался, положил себе на тарелку колбасы и, взяв кусок хлеба, принялся за еду. Нэнси постояла подле него, упершись руками в бедра, нагло рисуясь в полном сознании своей власти над ним. Когда вошла бабушка, она круто повернулась и вышла в посудную. Старуха подошла к столу и, сев, пробормотала себе под нос. «Опять то же самое». Но в ответ на это едва слышное замечание Броуди вдруг сразу окрысился на нее по-старому. «А чем плоха колбаса? Если тебе не нравится простое, хорошее мясо, можешь отправляться в богадельник, а если нравится, так заткни свою старую глотку». Эти слова, а еще больше взгляд, которым они сопровождались, сразу заставили старуху съежиться, и она трясущимися руками начала без особой жадности накладывать себе на тарелку колбасу, так неосторожно ею, а раскритикованную. Ее дряхлеющий, отуманенный мозг, не способный понять все значения совершившихся вокруг нее перемен, понимал только то, что теперь ей было нехорошо, что ей давали меньше еды, и еда была невкусная. С отвращением, жуя слабыми челюстями, она осмеливалась выражать свое недовольство только быстрыми взглядами на дверь, за которой скрывалась Нэнси. Некоторое время оба молча ели. Потом Броуди вдруг перестал равнодушно жевать, поднял голову при звуке чьих-то легких шагов и, устремив глаза на дверь в переднюю, настороженно ожидал входа Нэнси. Она вошла тотчас, и Броуди опять машинально принялся жевать, но глаза его повсюду следовали за ней. Нэнси, ухватив под подбородком узкую резинку, сняла свою простенькую соломенную шляпку, бросила ее на диван, потом сняла синюю жакетку, положила ее рядом со шляпой, поправила светлые, как лен косы и, наконец, села рядом с отцом. Она устала, откинулась на спинку стула и оглядела стол с детским капризным выражением, ничего не говоря, но чувствуя, что вид застывшего на тарелках жира отбил у нее и без того плохой аппетит. она бы с удовольствием съела кусочек жаркого или даже баранью котлетку, но сейчас ее уже тошнило при одной мысли о еде. Несси было пятнадцать лет. Возраст, когда тело формируется и требует особенного внимания к себе, нуждается в более изысканной диете. Не зная всего этого, Несси, однако, инстинктивно чувствовала, что теперь, когда у нее бывают головокружения и те серьезные недомогания, о которых не принято упоминать, несправедливо предлагать ей такую еду, какую она видела сейчас на столе. Она сидела, не дотрагиваясь ни до чего. И отец, наблюдавший за ней все время с тех пор, как она вошла, сказал, не меняя выражение лица, но стараясь придать голосу убедительность. «Да ешь же, дочка, ешь. Нечего сидеть и ждать, пока обед остынет. Такая большая девочка, как ты, должна иметь волчий аппетит и набрасываться на еду, как будто готова съесть целый дом». Его слова вывели Несси из задумчивости, и она сразу послушно принялась за еду, пробормотав в виде извинения. «У меня голова болит, папа. Вот тут, над самой бровью, как будто стянуто ремнем, и она равнодушно указала на лоб». «Полно, полно, Несси», отвечал он, понизив голос, чтобы не слышно было в соседней комнате. «Ну, постоянно ты жалуешься на головную боль. Помнишь, рассказ о мальчике, который всегда кричал «Волк, волк», так что, когда и в самом деле на него напал волк, никто ему не поверил. «Пока не увижу ремень, не поверю, что он у тебя на голове». «Нет, папа, правда, мне что-то так сильно давит лоб иногда». «Кротко», сказала Несси, «Знаешь, ну, как тугая-тугая повязка». «Ну, ну, ну, главное мозг, а лоб это пустяки, моя девочка. Пустяки, ты должна благодарить судьбу, что мозгом она тебя щедро наградила». Когда Несси лениво принялась за еду, он продолжал с преувеличенным одобрением. «Вот и отлично. Ты не сможешь работать, если не будешь есть. Надо есть все, что дают. Работать должна у такой молоденькой девчонки вызывать аппетит, а голод лучший повар». Он неожиданно метнул злобный взгляд на мать и добавил грубо. «Я рад, что ты не так привередничаешь, как некоторые другие». Несси, довольная тем, что угодила отцу, робко расцветая от его похвалы, удвоила свои вялые усилия есть. Но время от времени посматривала на него с каким-то стеснением, о Бруде удавился в воспоминания. «В твоем возрасте, Несси, я готов был съесть целого быка, когда прибегал с поля обедать. Я был крепкий парнишка и ел, что давали. И никогда не наедался досыта. «Нет, нет, мне жилось не так, как тебе живется, Несси. Я был не такой счастливец, как ты. скажи-ка». Перешел он на конфиденциальный тон. «Как твои дела сегодня?» «Очень хороши», сказала она механически. «Ты по-прежнему первая в классе?» настойчиво допытывался Броуди. «О, папа!» с укором воскликнула Несси. «Мне уже надоело подтвердить тебе, что у нас теперь другой порядок. Я тебе десять раз объясняла, что теперь все решается на экзаменах каждые три месяца». И с ноткой тщеславия в голосе она добавила «Ты ведь знаешь, что я уже в старшем классе». «А, да-да, конечно, конечно», согласился он поспешно. «Я все забываю, что к такой взрослой ученой девице не следует приставать более с детскими пустяками. Ну, разумеется, нас с тобой теперь интересует только результат экзаменов». Он сделал паузу, затем хитро спросил «А сколько времени осталось до самого главного экзамена?» «Месяца в шесть, я думаю», ответила неохотно Несси, продолжая через силу есть. «Ну, вот и хорошо». «И не так уж долго ждать и достаточно времени, чтобы подготовиться, ты не можешь пожаловаться, что тебя не предупредили?» Он понизил голос до шепота. «Я уж присмотрю за тем, чтобы мы с тобой, дочка, добились стипендии лета». к этому времени старая бабка, которая, не слушая разговора, сидела в ожидании следующего блюда и очень хотела, но боялась спросить «А еще что-нибудь будет? Или это все? Больше мы сегодня ничего не получим?» наконец, потеряла всякую надежду. С заглушенным вздохом покожности она отодвинула стул, подняла непослушное тело и уныло заковыляла из кухни. Она уходила к себе в комнату с безутешным сознанием, что и в этом убежище найдет мало отрадного, так как там ждут ее две пустые жестянки, как ограбленные и не наполненные вновь дарохранительницы безмолвно свидетельствующие о давнишнем отсутствии ее любимого печенья и конфет. Погруженный в созерцание дочери Броуди не заметил ухода старухи. Он говорил почти заискивающим тоном. «Ну разве у тебя нет совсем ничего нового, Несси? Ну уж, наверное, кто-нибудь тебе что-нибудь досказал. Разве никто не говорил тебе опять, что ты способная девочка? Я уверен, что ты за домашнюю работу получила самую лучшую отметку». Он как будто умолял ее сообщить о какой-нибудь похвале, каком-нибудь лестном отзыве о ней, дочери Джемса Броуди. И когда Несси отрицательно покачала головой, глаза его омрачило внезапное подозрение, и он яростно воскликнул. «Уж не наболтал ли тебе чего о твоем отце кто-нибудь из этих щенков? Они, наверное, слышат всякую клевету от старших. Если кто-нибудь из них тебе что-нибудь наплетет, ты только мне скажи. И не верим. Держи голову высоко, дочка. Помни, что ты Броуди и требуй к себе должного уважения. Покажи им, что значит быть Броуди. Да, это ты им докажешь, когда выхватишь стипендию Летто из-под самого носа у всех». Он помолчал, а затем судорожно дергавшийся щекой накинулся на нее. «Наверное, этот Грирсоновский щенок передавал тебе какие-нибудь гнусные сплетни?» Несси боязливо шарахнулась от него. «Да нет же, нет, папа, никто ничего не говорил. Все так добры ко мне. Миссис Пакстон встретила меня на улице и дала мне шоколадку. О, дала шоколадку». Он помолчал, обдумывая это сообщение. Видимо, оно ему пришлось не по вкусу, так как он проворчал. «В другой раз скажешь ей, чтобы она оставила при себе свои замечательные подарки. Скажи, что мы ни в чем не нуждаемся. Если ты такая лакомка, что тебе непременно нужны сласти, почему ты не попросила у меня? Разве ты не знаешь, что каждый сплетник в городе так и ждет случая нас унизить? Он слишком беден, чтобы купить своей дочери какое-нибудь лакомство. Вот что мы услышим завтра. А когда это дойдет до площади, уже будут говорить, что я тебя голодом морю». Его раздражение все росло, и он еще раз сжигал его в себе выкрикивая «Тебе следовало бы быть умнее, ведь все против нас, но ничего, ничего, пускай швыряют у нас грязью сколько им угодно, пускай все против меня я останусь победителем». Прокричав все это, он поднял глаза и вдруг увидел, что Нэнси, вошедшая в кухню, наблюдает за ним, подняв брови с критической и слегка насмешливой холодностью. Он сразу сжался и словно уличенный в каком-нибудь проступке опустил голову, когда она заговорила. «Из-за чего такой голдеж? Я думала, здесь с кем-нибудь припадок, когда услыхала, как вы орете». Так как он не отвечал, она обратилась к Нэсси. «О чем это вы тут шумите? Надеюсь, он не обижал тебя, курочка?» При появлении Нэнси в кухне Нэсси стала как-то не по себе. И сначала побледнев, она теперь густо покраснела и лицом, и шеей. Она ответила тихо и замешательством. «Нет-нет, ничего такого не было». «Рада это слышать, а то горла не так, что оглохнуть можно. У меня до сих пор еще ушах звенит». Она неодобрительно оглядела их и собиралась уже уйти, когда Броуди косяс на Нэнси заговорил с деланной беззаботностью. «Если ты кончила обедать, Нэсси, беги на улицу и подожди меня там. Я сию минуту выйду и мы пойдем вместе». Когда девочка встала, собрала свои вещи и молча с натянутым видом вышла, он повернулся, все еще не поднимая головы, и с подлобью посмотрел на Нэнси сосредоточенно страстным взглядом и заговорил «Посиди со мной минутку, Нэнси». «Я тебя совсем не видел сегодня за обедом. Не надо сердиться за то, что я пошумел. Тебе пора бы уже знать мои повадки. я просто на минуту забылся». Когда Нэнси неохотно села на стул, с которого только что встала Нэсси, он посмотрел на нее с удовлетворением собеседника, точно вбирая ее всю в себя взглядом, и взгляд этот яснее слов говорил, как она стала нужна ему. Так давно в его доме не было молодой цветущей женщины, его так сильно тяготила близость старого бесполезного тела жены, что теперь это крепкое молодое беленькое создание вошло в его кровь, как жестокая лихорадка, и, удовлетворяяя его бешеные, так долго сдерживаемые желания, почти поработило его. «Ты не приготовила мне сегодня пудинга, Нэнси». продолжал он, неуклюже беря ее руку в свою огромную лапу. «Так не дашь ли ты человеку что-нибудь взамен? Ну, хотя бы один поцелуй? Тебя от этого не убудет, а мне твой поцелуй. Сласть любого блюда, которое ты можешь сготовить». «О, Броуди, вечно у вас одно на уме», отвечала она, тряхнув головой. «Неужели вы не можете для разнообразия поговорить о чем-нибудь другом? Не забывайте, что вы здоровенный мужчина, а я только слабая девушка, которую это кому легко извести». Но в ее укоризненных словах был оттенок игривости, который побудил Броуди крепче сжать ее пальцы и сказать «Ты извини, если я с тобой груб, девочка. Я этого не хотел. Придвинься ко мне поближе. Сядь сюда». «Что?» взвызгнула она. «Среди бела дня?» «С ума ты сошел, Броуди? И это после такой ночи, как сегодня?» «Ах, ты большой обжора!» «Да ты меня в тень обратишь?» «Нет, нет, нет, тебе не удастся извести меня, как ты извел ту другую». Она мало походила на тень, толстощекая, крепко сбитая, еще располневшая за эти полгода праздной и сытой жизни. Прекрасно сознавая всю власть над ним, она чувствовала, что Броуди уже утратил для нее свое первоначальное обаяние, что та непонятная сила, которая привлекла ее к нему, истощена пьянством и ее ласками. К тому же у него не хватало денег на удовлетворение всех ее прихотей. Он был стар, угрюм и был ей не пара. С чувством, похожим на тайное презрение, она сказала медленно, словно взвешивая каждое слово. «Я могла бы, впрочем, тебя поцеловать, могла бы, понимаешь? Но что ты мне дашь за это? Разве я мало еще дал тебе женщина?» Отвечал он хмуро. «Я взял тебя в дом. Ты ешь то же, что и я. Я продал немало вещей, чтобы потакать твоим прихотям. Не требуй невозможного, Нэнси». «Послушать тебя, так можно подумать, что ты подарил мне целое состояние», воскликнула она легким тоном. «Что же я, не стою этого, по-твоему? Но я не прошу тебя продавать больше ни булавок, ни цепочек, ни картин. Мне нужно только несколько шиллингов на карманные расходы, чтобы я могла завтра сходить в гости к моей тетушке Энни Вовертон. Дай мне пять шиллингов, и я тебя поцелую». Он недовольно выпитил нижнюю губу. «Ты опять уходишь завтра?» «Вечно ты уходишь и оставляешь меня одного. Когда ты вернешься, вы, кажется, не прочь бы привязать меня к ножке стола. А я умнее рабыня, я только экономка здесь». «Вот тебе», подумала она, сделав этот дерзкий намек на то, что он до сих пор не выразил намерения жениться на ней. «Не на всю же ночь я уйду. Вернусь часов в десять. Дай мне две полукроны, и если ты будешь вести себя как следует, я, может быть, буду даже ласковее с тобой, чем ты того заслуживаешь». Понукаемый ее настойчивым взглядом, Броуди сунул руку в карман и нащупал не горсть саверенов, как бывало, а несколько мелких монет, из которых он выбрал столько, сколько требовала Нэнси. «Ну вот, получай», сказал он, отдавая ей деньги. «Ты знаешь, что, как нетрудно мне сейчас, я ни в чем тебе не могу отказать». Она вскочила, торжествующе вертя в руках монеты и готова была уже убежать с ними, но он тоже встав, ухватил ее за плечо. «А как же уговор? Забыла? Или ты совсем меня не любишь?» Она тотчас приняла серьезный вид, подняла к нему лицо и, широко открыв глаза, с притворным простодушием прошептала «Конечно люблю». «Ты думаешь, я была бы здесь, если бы тебя не любила?» «Выбрось из головы такие глупые мысли. Ты бы еще выдумал, будто я собираюсь сбежать от тебя». «Нет, этого я бы не допустил», возразил он с бешеной страстью, притягивая ее к себе. Прижимая ее небольшое покорное тело к своему, он чувствовал, что в ней утоление мук его раненой гордости, забвение всех унижений. А Нэнси, отвернув лицо от его груди, думала о том, как смешна его доверчивая влюбленность, как ей хочется кого-нибудь помоложе, не столь необузданного, не столь ненасытного и такого, который захочет на ней жениться. «Женщина! И что это есть в тебе такое, отчего у меня сердце готово выскочить из груди, когда я тебя обнимаю?» сказал он хрипло, держа ее в объятиях. «Мне тогда уже ничего не нужно, кроме тебя, и хочется, чтобы это продолжалось вечно». Слабая усмешка пробежала по скрытому от его глаз лицу Нэнси, и она отозвалась. «А почему поэтому не продолжаться? Разве я уже начинаю тебе надоедать?» «И что ты такое говоришь? Ты мне милее, чем когда-либо». И, помолчав, он добавил, «Ведь ты не только ради денег, а, Нэнси». Нэнси сделала негодующую мину и, воспользовавшись случаем, выскользнула из его рук. «Как вы можете говорить такие вещи?» «И придет же в голову, если вы не перестанете, я сию же минуту швырну вам их обратно». «Нет, нет, нет, нет». Перебил он торопливо, «Я ведь это не в укор, а так. Бери, бери их на здоровье. В субботу я тебе принесу какой-нибудь подарок». По субботам он получал жалование за неделю и собственные слова напомнили ему вдруг о его подчиненном положении, о перемене в его судьбе. Лицо его снова омрачилось, сразу постарело, и он сказал, потупив глаза, «Ну, надо идти. Несси меня дожидается». Вдруг новая мысль мелькнула у него, «А где это болтается сегодня, Мэтт? Не знаю». Нэнси подарила зевок, как будто полное отсутствие интереса к этому вопросу нагоняло на нее сон. Он ушел сразу после завтрака, наверное, вернется только к ужину. Броуди с минуту смотрел на нее, потом сказал медленно, «Ну, я тоже ухожу». «Идите, идите», воскликнула она весело, «Да смотрите из конторы, приходите прямо домой. Если вы по дороге выпьете хотя бы одну рюмку, я запущу вам в голову чайником, так и знаете». Броуди посмотрел на нее из-под насупленных бровей покорным пристыжным взглядом, таким неожиданным на этом угрюмом изрезанном морщинами лице. Успокоив Нэнси кивком головы, он в последний раз стиснул ей руку у плеча и вышел. Перед домом во дворе, который теперь густо зарос сорной травой и лишился своего нелепого украшения медной пушки, проданной на слон три месяца тому назад, терпеливо дожидалась Нэсси, прислонясь к железному столбу калитки всем своим худеньким еще нескладным телом. Увидев отца, она откачнулась от столба и, не обменявшись ни словом, оба пошли рядом, как обычно, к тому месту в конце железнодорожной улицы, где дороги их расходились. Броуди направлялся в контору верфи. Нэсси обратно в школу. Это ежедневное путешествие вдвоем с дочерью вошло теперь у Броуди в неизменной обычай. По дороге он обычно подбадривал и увещевал ее, внушая, что она должна добиться блестящего успеха, которого он жаждал. Но сегодня он не говорил ничего. Шел постукивая толсто ясневой палкой, пальто висело на нем мешком, шапка выленившая и нечищенная была сдвинута назад. Печальное и карикатурное подобие прежнего надменного Броуди. Шел молчаливый, замкнувшийся в себя, так поглощенный своими мыслями, что заговорить с ним было невозможно. Он теперь на людях всегда уходил в себя, смотрел прямо вперед, не поворачивая головы, никого не видя и таким образом создавая в своем воображении широкие безлюдные улицы, где не было любопытных насмешливых глаз, где был только он один. и они дошли до обычного места расставания, он остановился, странная приковывающая внимание фигура и сказал девочке, ну, беги и старайся вовсю, Несси, налегай, налегай, помни то, что я тебе всегда твержу, если делать, что так делать хорошо, мы должны добиться этой стипендии, понимаешь, вот тебе он сунул руку в карман, вот тебе пенье на шоколад, он чуть-чуть усмехнулся, ты со мной расплачешься, когда получишь стипендию в университете. Несси взяла монету с застенчивой благодарностью и пошла своей дорогой, чтобы заниматься еще три часа в душном классе. Если она не завтракала утром и очень мало ела днем, зато ей предстояло по крайней мере насладиться и подкрепиться перед уроками богатейшим угощением, липкой шоколадкой с малиновым кремом внутри. С уходом Несси всякий след напускного оживления исчез с лица Броуди и, скрипя сердце, он продолжал путь в контору, которую ненавидел. Подходя к верфи, он немного замедлил шаг, поколебался, но затем нырнул в дверь трактира бар-механика, где в общем зале, переполненном рабочими в малицкиновых штанах и бумажных рабочих куртках, никого не замечая, словно он был один, проглотил изрядную порцию виски, потом торопливо вышел и, сжав губы, чтобы не слышно было запаха спирта, мрачно вошел в подъезд дома Лето и Ко. Вечером следующего дня, когда Нэнси ушла в город к тетке Волгардон, а Мэтта, как всегда в эти части дома не было, в кухне дома Броуди царил полнейший семейный уют. Так, по крайней мере, казалось хозяину дома, когда он развалялся в своем кресле, наклонив голову на бок, скрестив ноги, струбкая в зубах, держа в одной руке стакан своего любимого напитка, горячего виски с сахаром, сосерцал Месси, которая сидела за столом, согнувшись над учебником и сосредоточенно наморщив светлые брови, затем переводил взгляд на мать, которая, по случаю временного отсутствия ненавистной втеруши, не ушла к себе в комнату и сидела, скорчившись в своем любимом уголке упылавшего огня. На щеках Броуди выступил слабый румянец, губы, посасывавшие трубку, были мокры и словно припухли, глаза в эту минуту задумчиво устремленные на содержимое стакана красноречиво увлажнились. С ним произошло какое-то непонятное превращение. Все горести были забыты. Душа полна довольства, вызванного мыслью о том, какое счастье для человека провести вечер в кругу своей семьи. Собственно, он теперь никогда не уходил из дому по вечерам, да и вообще ходил только на службу, избегая улиц и клуба, изгнанный из маленькой гостиной добродетельной Фимии, так что сидение дома у камина для него как будто не должно было представлять такого редкого события и вызывать такое необычайное чувство умиления. Но сегодня он, зная, что не будет призван к ответу домоправительницы из-за опоздания к ужину, заходил кое-куда по дороге со службы и теперь еще более размяк от нескольких дополнительных порций виски и предвкушения новых. Грусть от разлуки с Нэнси умеряла с приятным сознанием непривычной свободы и надеждой на свидание с ней вечером. Так что сегодня состояние блаженства, в которое он искусственно приводил себя, наступило раньше обычного, и служба в конторе, обозреваемая с этого кресла в кухне сквозь прозрачный янтарь виски с сахаром, представлялась ему синякурой, вынужденный и монотонный труд изо дня в день попросту досужим развлечением. Ему уже казалось, что работа это прихоть, и он может, когда пожелает, бросить ее. Он очень рад, что покончил с торговлей, неблагородным занятием, которое никогда не соответствовало ни его характеру, ни происхождению. Но скоро он оставит и службу на верфи ради более выгодного и видного поста к изумлению всего города, собственному удовлетворению и восторгу Нэнси. Его Нэнси, да-да, вот это любовница для настоящего мужчины. Подумав о ней, он выпил за ее здоровье и с энтузиазмом пожелал ей весело провести время у тетки в Овертоне. Розовый туман разлился по неряшливой запущенной комнате, окрасил грязные занавеси, заслонил темный четырехугольник стены в том месте, где раньше висела исчезнувшая неизвестно куда гравюра Белла, румянил бледные щеки Нэсси и смягчал даже увядшее злое лицо старухи. Броуди, смакуя долгий глоток, заметил из-за края стакана пристальный взгляд матери и, переведя дух после выпитого залпом виски, воскликнул глумливо. «Ты, кажется, хотела бы быть в эту минуту на моем месте, старая корга? По твоему жадному взгляду видно, что ты жалеешь, зачем это пошло в мой желудок, а не в твой. Вот так и быть, получай, но предупреждаю на случай, если ты не знаешь. Это почти чистые виски. Сахар прибавляется только для вкуса, и воды как раз в меру, то есть очень немного». Он оглушительно захохотал, довольный собственным остроумием, так что Несси испуганно подняла глаза, но, встретясь с ним взглядом, тотчас опустила их, когда Броуди закричал. «Занимайся своим делом, маленькая лентяйка, зачем теряешь время даром? Для того ли я плачу за твое учение, чтобы ты сидела и пялила глаза на людей, когда тебе следует смотреть в книге?» Потом, снова обратившись к матери, он важно покачал головой и слова охотливо пояснил. «Я должен ее подтягивать, это единственный способ бороться с той долей лености, которая у нее от матери. Но можешь на меня положиться, несмотря на это, я сделаю из нее ученую. Мозги у нее на месте, а это главное». Он снова отхлебнул из стакана и шумно запыхтел трубкой. Старуха с кислой миной посмотрела на него, охватив одним взглядом и его раскрасневшееся лицо, и стакан виски в руке. Потом вдруг спросила, «Куда это ее, куда это она ушла сегодня?» Броуди с минуту пристально смотрел на нее, потом громко расхохотался. «Это ты про Нэнси, старая ведьма? Она и тебя, видно, околдовала, что ты боишься даже имя ее выговорить вслух». После некоторой паузы, во время которой он сохранял насмершливую серьезность, он продолжал, «Не хотелось бы говорить тебе, но раз уж тебя это интересует, так и быть, скажу». Она пошла на собрание общества воздержания. Он весь затрясся от хохота, а она неодобрительным оком взирая на это бурное веселье отозвалась со всей колкостью, на какую у нее хватило смелости. «Не вижу тут ничего смешного». «Если бы она ходила на эти собрания, когда была помоложе, она бы, может быть...» Старуха замолчала, почувствовав на себе взгляд сына и испугавшись, что зашла слишком далеко. «Ну, валяй, валяй, дальше», поощрил он ее с иронией, кончая раз начала. «Можешь обо всех нас высказать свое мнение, если тебе этого хочется. Есть люди, на которых ничем не угодишь. Ты была недовольна мамой, теперь начинаешь придираться к моей Нэнси. Ты, наверное, воображаешь, что могла бы сама вести хозяйство. Ну, как же, в последний раз ты состряпала такой обед, что чуть не отравила меня». Он насмешливо поглядывал на нее сверху придумывая, как бы получше над ней пошутить. Вдруг его осенила дикая идея, которая так ему понравилась, что он восторженно хлопнул себя по ляжке. «Ей завидно, что он пьет, она смотрит на его виски во все глаза, как кот на сливки, рада бы вылакать все сама, если бы можно было. Ладно, она получит то, что хочет, пусть знает, как чернить других людей, он ее напоит, напоит в стельку. Виски в доме большой запас, да, впрочем, очень немного и нужно, чтобы оно бросилось в голову такой старой женщине. Предвкушая какая-то будет потеха, он даже закачался в порыве подавляемого веселья и снова ударил себя по ноге. «Черт побери, Джеймс, Броуди, всегда ты придумаешь как раз то, что надо». Он сразу перестал смеяться, сделал серьезное лицо и, лукаво сочурив глаза, сказал. «Пожалуй, нехорошо было с моей стороны так говорить, мать. Я вижу, это тебя крепко задело, заживое, у тебя совсем расстроенный вид. Не хочешь ли капельку виски? Это тебя подбодрит». И когда она быстро, подозрительно посмотрела на него, он с великодушной миной кивнул головой и продолжал. «Да, да, да, я тебе это серьезно предлагаю». «С какой стати я пью его, а ты нет?» «Ступай, принеси себе стакан». Тусклые глаза старухи засветились жадностью, но, слишком хорошо зная его привычку насмехаться, она все еще не верила, не решалась идти, боясь, что вот сейчас взрыв хохота принесет с собой разочарование. облизывая губы, она сказала дрожащим голосом, «А ты меня не дурачишь?» «Нет». Он опять энергично покачал головой, на этот раз отрицательно, и, достав в бутылку для удобства поставленную подле кресла, соблазнительно повертел ею перед глазами бабушки, «Смотри, тичеровская роса Шотландии». «Ну, живее, беги за стаканом!» Бабушка поднялась торопливо, как будто действительно собираясь бежать, и отправилась в посудную, трепеща при мысли об ожидавшем ее удовольствии. Она не брала в рот ни капли со дня похорон, да и тогда это было только вино, а не настоящий согревающий кровь напиток. Она вернулась, протянула стакан так быстро, что сын едва успел сдержать новый прилив веселости при виде того, как она торопливо семенила из посудной. Налив ей щедрую порцию, он сказал заботливо и степенно, «Такому старому человеку, как ты, полезно иногда выпить, да, смотри, я даю тебе много, и не слишком разбавляя его водой». «Нет, нет, Джеймс», запротестовала она, «Не давай мне слишком много, ты знаешь, я не охотница до виски, так только самую капельку, чтобы согреть нутро». При последних ее словах неожиданное воспоминание, как удар бича, нарушило веселость Броуди, и он вдруг накинулся на нее. Не говори при мне этих слов, они мне слишком напоминают одного человека, которого я не больно люблю. «Зачем ты говоришь, как эти противные втерушие лицемеры?» Пока она торопливо пила свою порцию, боясь, как бы сын не отнял ее. Броуди смотрел на нее сверкающими глазами, потом, движимый мстительным чувством, крикнул, «Пей, еще, пей, давай стакан налью». «Нет, нет, нет, отнекивалась она мягко, хватит этого. Оно меня хорошо согрело, во рту остался приятный вкус. Спасибо, Джеймс, спасибо, больше не надо. Ты со мной не спорь, закричал он грубо. Чего это ради ты отказываешься от хорошего виски? Ты просила его, и будешь пить, даже если бы мне пришлось влить его насильно в твою старую глотку. Подставляй стакан, пить так пить как следует по всем правилам. Удивленная старуха повиновалась, и когда он снова щедро налил ей, она стала пить уже не торопясь, смакуя, причмокивая губами и задерживая виски на языке, бормоча между глотками. Вот это настоящий напиток. Очень любезно с твоей стороны, Джеймс, уделить мне так много. Никогда еще не пила столько сразу. Непривычно мне это. Она молчала, пока в стакане еще оставалась жидкость, затем вдруг выпалила. О, уж так и хиплет язык право. Честное слово, я опять чувствую себя молодой, она захихикала. «А знаешь, что мне вспомнилось?» Она захихикала громче. Ее веселое настроение вызвало у Броуди хмурую усмешку. «Да?» протянул он. «Что же это тебе вспомнилось, старуха, скажи, посмеемся, если смешно?» Она засмеялась еще громче и закрыла сморщенное лицо узловатыми руками в припадке безудержного веселья. Наконец, жеманно открыла один глаз, наполненный пьяными слезами, и шепнула задыхаясь. «Мыло!» Я вспомнила о мыле. «О мыле!» Вот как передразнил он ее очень кстати, что помыться захотелось. Смею тебя уверить, что тебе давно следовало это сделать. «Нет, нет, нет», хихикала она, «не оттого, просто я вспомнила, что делали женщины в те годы, когда я была еще молода, если им хотелось выпить, чтобы хозяин не знал об этом. Они брали четверть пинты у сельского лавушника и просили записать на счет как мыло». Она совсем изнемогла от смеха при мысли об этой тонкой уловки и опять закрыла лицо руками. Но через минуту открыла его, посмотрела на сына и добавила, «Я-то никогда этого не делала, нет, я была степенная женщина и умела наводить чистоту в доме без такого мыла». «Ну-ну-ну, похвастайся», фыркнула он, «Расскажи, какая ты была примерная женщина, я послушаю». «Да, в то время мне жилось хорошо», продолжала она, уйдя в воспоминания и в своем опьянении утратив весь страх перед сыном. «Но все же со многим приходилось смириться. Отец твой нравом походил на тебя, как две капли воды, такой же заносчивый, а уж с пыль, чифо, настоящий порох придет, бывало, ночью, если ему что-нибудь по вкусу сразу накинется на меня, но я себя в обиду не давала, нет». Она помолчала, взгляд ее стал задумчив. «Помню все, как будто это было вчера. Ох, и горд же он был, горд, как сам дьявол». «Ну, что ж, разве ему нечем было гордиться?» воскликнул Броуди резко, убеждаясь, что виски подействовала на мать совсем не так, как он ожидал, и она перестала быть забавной. «Разве ты не знаешь, из какого рода он происходил?» «Да знаю, знаю, как же слыхала», сказала она с пренебрежительной усмешкой, забыв в своей злобе всякую осторожность. Он разыгрывал из себя знатного барина, то ему подай, то принеси. Одевался, как какой-нибудь герцог, и все толковал о своих предках, да о правах, которые он мог бы иметь. Много раз слыхала я от него о его старинном родстве с Уинтонами, но я часто сомневаюсь, верил ли он в это сам. «Разное бывает родство», добавила она с подавленным смешком. «И думаете мне, что его предки породнились с Уинтонами не в палатах, а на задворках?» Броуди смотрел на нее пораженный, не веря своим ушам, и, наконец, когда к нему вернулся, дар речи закричал «Молчать! Молчать, старая дура! Кто ты такая, чтобы так говорить о Броуди?» «Вид ты сама переносишь это имя! Как смеешь ты чернить его в моем присутствии!» Он схватил бутылку за горлышко, словно хотел швыжнуть ее в мать. «Полно, полно, Джеймс!» пьяно лепетала она, ничуть не смутившись и поднимая в знак протеста неуверенную дрожащую руку. «Ну, будь же рассудителен!» «Никогда они из тех птиц, что подтачивают собственное гнездо, и все это говорится так в семейном кругу?» «Ты, наверное, знаешь, как и я, что вся эта история началась очень-очень давно, когда Дженет Грегхорн, дочка старшего садовника, спуталась с молодым Робертом Броуди, который унаследовал титул герцога только много лет спустя. И никогда они не были связаны ничем хотя бы похожим на брак. «Придержи свой грязный язык, старая пустомеля, или я выживу его!» — зрачал Броуди. «Сидит тут и пачкает мое имя, да ты помнишь ли, кто ты такая?» «Для тебя было счастьем, что мой отец женился на тебе. Ты, ты!» Он заикался, так его душил гнев, и с перекошенным лицом смотрел на мать. Она уже совсем опьянела, и, не замечая ни его бешеного гнева, ни испуганного взгляда Несси, продолжала лепетать бессмысленно ухмыляясь. «Счастьем? Может быть, да, может быть, и нет. Если бы ты знал все, ты бы, может быть, считал, что это было счастьем для тебя». Она разразила свизгливым хохотом, и вдруг ее вставные зубы, всегда плохо державшиеся, выпетелись из-за губ, как зубы заржавшей лошади. И от сотрясения, вызванного последним неудержимым взрывом веселья, выскочили изо рта и рассыпались по полу. Это было до известной степени счастливой случайностью, так как Броуди непременно ударил бы ее. Теперь же оба смотрели на разбитую челюсть, лежавшую перед ними на полу, как рассыпанные миндалины, мать с уродливо запавшими щеками и вытянувшимся до неузнаваемости лицом, сын с тупым удивлением. «Лежат перед тобой, как бисер перед свиньей», засмеялся он наконец, «Так тебе и надо за твою чертовскую наглость». «Мои зубы, такие хорошие зубы, я носила их сорок лет», причитала она, сразу отрезвев, с трудом произнося слова, «У них такая крепкая пружинка, что же я теперь буду делать? Я не смогу есть, я и говорить почти не могу». «Вот и отлично», проворчал Броуди, «по крайней мере, не будешь чесать попусту свой лживый язык по делам тебе». «Их не починить, не починить», плакала сона. «Но ты бы мог купить мне новую челюсть, Джеймс». Ее полные отчаяния глаза все еще были устремлены на пол. «Я ведь не смогу прожевывать мясо, и от еды не будет никакой пользы, обещай, что ты купишь мне другую челюсть, Джеймс». «Нет, на это не надейся», отрезал он. «Для чего новые зубы такой старухи, как ты? Ведь ты уже одной ногой в могиле, долго ты не протянешь, считай, что тебя бог наказал». Она заплакала, ломая костлявые руки, бессвязно бормоча, «Что же я буду делать? Мне никак без них не обойтись. Я так давно их ношу, ну что же, что же будет со мной? Во всем виноваты виски. Они никогда у меня раньше не выскакивали. Пропаду я без них». Сын хмурец наблюдал ее смешное отчаяние, потом, отведя глаза, вдруг заметил вытянувшееся личико Несси, следивший за всей этой сценой испуганно, но с напряженным вниманием. «Чего опять уставилось?» крикнул он на нее. Настроение его резко изменилось после замечаний матери. «Почему ты не можешь заниматься своим делом?» «Много ты так успеешь?» «Ну что такое с тобой?» «Я не могу заниматься как следует при таком шуме, папа», ответила она боязливо опуская глаза. «Он мне мешает». «Мне нелегко сосредоточиться, когда разговаривают». «Ах, вот оно что! Так что в доме довольно место?» «Если в кухне тебе недостаточно удобно, посадим тебя в гостиной, там ты ни звука не услышишь, и не будет у тебя предлога бездельничать». Он встал и раньше, чем Несси успела ответить, подошел, слегка пошатываясь к столу, сгреб все ее книги в одну беспорядочную охапку, зажал их в своих громадных руках, повернулся и важно направился к дверям, крича «В гостиную! Лучшую комнату в доме для моей Несси! Там тебе никто не помешает, и ты будешь работать усердно. Если ты не можешь заниматься в кухне, будешь каждый вечер отправляться в гостиную». Несси послушно встала, и пошла за ним в холодную, пахнувшую плесенью гостиную, где он, натыкаясь в темноте на мебель, бросил наконец ее книги на стол и зажег газ. Слабый свет, мерцая сквозь матовый колпак, заскользил по холодной, ничем не покрытой поверхности красного стола, осветил пустой, давно не топленный камин, весь холодный неуют заброшенной комнаты, одетой саваном пыли, подавляющую фигуру Броуди и съежившуюся фигурку девочки. «Ну вот ты на новом месте», воскликнул он громко, уже опять повеселев, «и все к твоим услугам, придвинь сюда стул и начинай, не говори, что я не забочусь о тебе». Он положил два пальца на стопку книг и раскидал ее по всему столу, еще больше перемешав и спутав все. «Ну вот смотри, сколько у тебя тут места? Что ж молчишь, не можешь сказать отцу спасибо?» «Спасибо, папа», прошептала она покорно. Он благодушно смотрел, как она уселась и сгорбила худенькие плечи, делая вид, что читает. Потом с преувеличенной осторожностью на цыпочках вышел из комнаты и снова просунув голову в дверь, сказал, «Я приду через минуту посмотреть, как у тебя идет работа». Он воротился в кухню очень довольный собой. Для Несси сделано как раз то, что нужно. Он то уж сумеет заставить ее работать. Мысленно поздравляя себя, он снова уселся в кресло и вознаградил себя новым стаканом виски. Только после этого он вспомнил о матери, которая по-прежнему сидела неподвижно, как человек пришибленный тяжкой утратой, с тупым взглядом, словно какая-то сила высосала из нее всю жизнь. «А, ты еще здесь?» обрушился он на нее. «Минуту назад ты так бойко работала языком, а теперь что-то уж больно присмирела, а? я думал, ты уже ушла высыпаться после всех своих трудов. Ступай, ступай, мне до смерти надоело на тебя глядеть». И так как она вставала медленно, то он закричал «Живее, живее, чтобы я тебя здесь не видел». Пока он был в гостиной, она собрала с пола обломки челюсти и теперь, крепко сжав их в руке, вышла из кухни, сгорбившись с убитым видом. Как это было не похоже на ту веселую стремительность, с которой она недавно побежала за стаканом. Оставшись один, Броуди еще усерднее стал прикладываться к бутылке, топя в виски неприятное воспоминание о присутствии матери и горький осадок, оставшийся от ее разоблачений. Он знал хорошо, что в ее смущающих старческих воспоминаниях крылась печальная правда, но, как всегда, предпочитал обманывать себя, сомневаясь в верности ее догадок. К этому его упрямый и тяжеловесный ум всегда был склонен, а теперь казалось еще больше благодаря щедрым возлияниям. И скоро он забыл весь разговор, все кроме смешного и неожиданного происшествия с зубами и блаженно развалясь в кресле, пьянел все больше и больше. Чем веселее ему становилось, тем больше он тяготился своим одиночеством и, нетерпеливо покачивая ногой, беспрестанно поглядывал на часы, ожидая возвращения Нэнси. Но было только девять часов и он знал, что Нэнси вернется не раньше десяти, а стрелки двигались с такой монотонной медленностью, несмотря на его усилия ускорить их движение. Он встал, начал ходить по комнате. У него уже мелькала дикая мысль прогуляться по улицам города, ворваться в клуб и смутить собравшуюся там компанию несколькими грозными умело подобранными словами. Но, хотя эта мысль очень ему улыбалась, он в конце концов отверг ее, боясь, что Нэнси это не понравится. Его мрачное угнетенное настроение рассеялось и, неуклюже слоняясь по кухне со всклокоченными волосами в измятой одежде, висевшей на нем еще безобразнее, чем обычно, с болтавшими как цепы руками, он жаждал притворить в действие свое радостное возбуждение. Прошлое было на время забыто, все внимание его сосредоточилось на ближайших нескольких часах. Он снова был самим собой, но время от времени, когда звук его шагов казался ему слишком громким, он останавливался, боясь обеспокоить Нэсси и, покачав головой с укором самому себе, начинал шагать тише с преувеличенной осторожностью. В конце концов, ему в кухне стало тесно. Он машинально вышел и стал бродить по дому. поднялся по лестнице, прошел через площадку, открыл дверь в комнату матери и, бросив ей колкое замечание, хихикнул про себя. Вошел в спальню Мэтта, где с отвращением посмотрел на батарею флаконов и баночек с помадой для волос, потом, зажигая повсюду газ, так что весь дом засиял огнями, очутился наконец у себя в спальне. Здесь покорный какому-то непреодолимому увлечению он медленно подошел к комоду, где Нэнси хранила свои вещи и, ухмыляясь хитро и вместе с конфуженно, начал вынимать и рассматривать тонкое вышитое белье, купленное Нэнси на деньги, которые он давал ей. Он брал в руки одну за другой все эти красивые, обшитые кружевами вещи, гладил мягкое полотно, перебирал тонкий батист, сжал в большом кулаке длинные чулки, мысленно облекая в эти надушенные одежды ту, которой они принадлежали. В белизне белья его воспаленные глаза видели алебастр тела, бывшего для него источником восторгов и наслаждения. Казалось, ткань, которую он сейчас держал в руках, заимствовала свой цвет от той молочно-белой кожи, которую она одевала. любаясь здесь в одиночестве этими нарядными принадлежностями туалета, он походил на старого сатира, который, наткнувшись на сброшенные нимфы и наряд, схватил его и с озерцанием разжигает в себе притупленную старостью похоть. Наконец, он задвинул ящик, нажав на него коленом и, крадучи, вышел из спальни, тихонько закрыл за собой дверь. Но как только он очутился за дверью, стыдливо-лукавое выражение слетело с его лица, и он с видом человека, успешно осуществившего некое секретное предприятие, шумно потирая руки, надувая щеки, сошел вниз. Впередний открыл дверь в гостиную и с шутливой важностью прокричал «Разрешите войти, мэм? или вы не принимаете сегодня?» И, не ожидая ответа, которого, конечно, и не дождался бы, вошел в гостиную, говоря тем же тоном «Я обошел дом, проверил, все ли в порядке и принял меры, чтобы тебя никакие воры не могли потревожить. Все окна освещены, пускай эта замечательная иллюминация покажет всем гнусным скотам, что в доме Броуди живется вельсела». Несси не поняла, что он хочет сказать и смотрела на него своими голубыми малящими глазами, которые казались теперь еще больше на озябшем вытянутом личке. Сложив дрожащие от холода руки, поджав под себя, чтобы согреть их ноги в тонких чулках, она уже не способна была ощущать ничего, кроме того, что у нее коченеют руки и ноги. К тому же в ее впечатлительную душу настолько врезалась сцена на кухне, что занятия совсем не подвигались вперед, и оттого она со страхом смотрела на отца. «Ну, каковы твои успехи?» спрашивал между тем Броуди, пытливо глядя на нее. «Здесь тебе уже ничего не мешает. Сколько ты выучила за то время, что сидишь тут?» она виновата съежилась, зная, что не выучила ничего и не умея ничего скрыть от отца. «Я не очень много успела, папа», сказала она смиренно. «Здесь так холодно». «Что? немного успела?» «А я-то так старался не шуметь, чтобы тебе не помешать. И о чем ты только думаешь?» «Это из-за холода в комнате», повторила она. «Наверное, на дворе мороз. Опять тебе комната не угодила», воскликнул он, с пьяной серьезностью поднимая брови. «Разве ты не просила, умоляла перевезти тебя сюда?» «Разве я не перенес тебе сюда собственными руками все книги, зажег газ и усадил тебя? Ты сама хотела сюда, а теперь жалуешься?» Его красное лицо выразило величайшее неодобрение и огорчение. «Немного успела. Ты бы усерднее шевелила мозгами, вот дело бы и пошло на лад». «Если бы тут затопить», решила сробко сказать Несси, заметив, что он в довольно миролюбивом настроении. «Смотри, я все дрожу, меня знобит». Слова ее дошли до его отуманенного мозга, затронули в нем какую-то ответную струну. Он встрепенулся и воскликнул с настоящим пафосом. «Майонезь дрожит». «Я стою себе горячий, как только что поджаренные гринки, а моя родная маленькая дочка мерзнет и просит затопить. Отчего же нет? Отчего же? Это разумно. Сию минуту здесь будет огонь, хотя бы мне пришлось нести его собственными руками. Сиди себе спокойно и жди. Увидишь сейчас, что твой отец готов сделать все для тебя». Он предостерегающе поднял палец, запрещая ей двинуться с места, тяжело ступая, вышел из гостиной, пошарил в темноте среди угля в чулане за посудной и нашел то, чего искал длинный железный совок. Размахивая им, как трофеем, он направился к очагу в кухне, опустил решетку и, набрав в совок пылающую кучку докрасно раскаленных углей, понес ее торжественно в гостиную, оставляя за собой дым. Здесь он бросил угли в холодный камин и, воскликнув многозначительно «Погоди, минутку, одну минутку, это еще не все!» снова исчез, чтобы затем вернуться с большой охапкой щепок в одной руке и совком полным углей в другой. Тяжело опустившись на колени, он положил щепки на угли и, лежа на животе перед камином, принялся шумно раздувать огонь, пока к его удовольствию щепки не вспыхнули. Тогда он кряхтя поднялся и, сев на пол у камина, похожий на разыгравшегося в стойле быка, стал подбрасывать в огонь уголь, пока не образовалась высокая, громко потрескивавшая пирамида огня. Обе руки и одна из его пылавших щек были испачканы углем, брюки на коленях измазаны сажей. Но он, не замечая этого, с величайшей гордостью любовался результатом своих усилий и крикнул Несси, «Ну, смотри, что я тебе говорил? Вот тебе и огонь, да такой, что быка на нем изжарить можно. При таком огне зябнуть уж никак нельзя. А теперь за работу. Немного найдется отцов, которые так заботятся о своей дочери. Смотри же, чтобы хлопоты мои не пропали даром на легальное учение». После этого увещания он продолжал сидеть на полу, любуясь вспышками пламени и по временам бормоча про себя «Прекрасный огонь, прекрасный, вот здорово горит!» но наконец встал, покачиваясь, отбросил ногой в сторону совок, пробурчал «Пойду, принесу свою виски да посижу с тобой» и вышел из гостиной. Несси по его необычному поведению давно поняла, что отец снова пьян и когда он уходил, бросила ему вслед быстрый полный испугов взгляд. Она решительно ничего не выучила за весь вечер и необыкновенное поведение отца начинало ее сильно тревожить. Его обращение с ней в последнее время отличалось правда некоторыми странностями, неизменное понукание к занятиям перемежались вспышками неожиданной и необъяснимой снисходительности, но никогда еще он не казался ей таким странным, как в этот вечер. Когда он вратился с бутылкой, Несси услышав его шаги, выпрямилась и зашевелила бледными губами, делая вид, что усердно зубрит, но не видя страницы, которая была раскрыта перед ней. Вот и хорошо, пробормотал Броуди. Я вижу, ты взялась за работу. Я сделал для тебя все, что нужно, теперь ты сделай для меня кое-что. А расплатишься со мной за все разом, когда получишь стипендию. Он уселся в кресло у камина и снова принялся за остатки виски. Вечер казался ему долгим-долгим, как год, но ведь он должен скоро окончиться объятиями Нэнси. Броуди еще больше развеселился. Ему захотелось петь. Обрывки мелодий замелькали в его памяти. Он усиленно кивал головой и отбивал ногой и рукой такт. Его небольшие глаза прямо лезли на лоб, так усердно осматривал он комнату в надежде найти какой-нибудь выход бурлившему в нем избытку восторга. Вдруг они просияли, остановившись на фортепиано. Что польза в этой штуке, сказал он себе, если она стоит без употребления. Такое красивое фортепиано орехового дерева, купленное в рассрочку у Мэрдека, за которое он выплачивал долг двадцать лет. Просто срам, что оно стоит без употребления, когда человек платил деньги за обучение дочери музыки. Нэсси, заорал он так, что она подскочила от испуга. Ты уже, наверное, выучила наизусть всю эту книгу. Отложи-ка ее. Сейчас у тебя будет урок музыки, а учителем буду я. Он загоготал, потом поправил сам себя. Нет, нет, я не учитель, я певец. Он величаво вытянул вперед руку. Мы исполним с тобой несколько хороших шотландских песен. Садись живо за фортепиано и сыграй, для начала во всех странах ветер дует. Нэсси соскользнула со стула, но нерешительно остановилась, глядя на отца. Он вот уже много месяцев запрещал ей открывать фортепиано, и теперь она, зная, что надо исполнить его приказание, все же не смела это сделать. Но Броуди нетерпеливо закричал, да ну же, ну же, чего ты ждешь? Говорю тебе, играя во всех странах, ветер дует. Мне уже давно не было так весело, как сегодня, я хочу петь, петь. Был одиннадцатый час. Обычно в это время Несси уже спала, к тому же сказалось напряжение долгого вечера, и она была очень утомлена. Но она была настолько запугана, отец внушал ей такой страх, что протестовать она не посмела. И, подойдя к фортепиано, открыла его, отыскала среди нот Мэри песни Шотландии, села и заиграла. Ее дрожащие пальчики старательно наигрывали мелодию, которую требовал отец, а он со своего места у камина горланил слова песни, размахивая трубкой. Во всех странах ветер ждует, но запад мне всего роднее, на западе живет красавица, та, что сердцу всех милее. Громче, громче, покрикивал он в промежутках, ударяй сильнее, ударяй, это я пою о моей нэнсе, больше души. И днем, и ночью мысли летят, вечно к моей джен, орал он во весь голос, глянусь, богом, вот это правда, вот это правда, если назовем ее Джен, от этого ее не убудет, дальше, дальше, Несси, играя в второй куплет, и подпевай тоже, да пой же, пой, тебе говорят, ну, готово, раз, два, три, я вижу ее в каждом цветке, обрызганном росой. Никогда еще Несси не видела его в таком состоянии, и, охваченная стыдом и страхом, она присоединила свой дрожащий голосок к его реву. Они вместе спели песню до конца. Вот это было великолепно, воскликнул Броуди, когда они кончили. Надеюсь, нас слышали на площади. Теперь давай другую любовь, моя красная роза. Хотя моя милая больше похожа на белую розу, правда? Ну что, нашла, нашла? Какая ты сегодня неповоротливая, я бодр, свеж, могу петь хоть до зари. Несси с усилием заиграла новую песню. Он заставил ее дважды сыграть и спеть ее, а потом ей пришлось сыграть Берегай холмы, О, моя рябина, Энни лори. Наконец, когда ей уже сводила судорогой руки и голова так кружилась, что она боялась как бы не упасть со стула, она умоляюще посмотрела на отца и воскликнула. Довольно, папа, отпусти меня спать, я устала. Но он сердито нахмурился, когда она так грубо нарушила безоблачное блаженство, в котором он пребывал. Так тебе лень даже поиграть для отца, крикнул он, и это после того, как я столько потрудился для тебя и камин тебя затопил. Вот какова твоя благодарность. Ладно, ладно, будешь играть, если не по своей воле, так по моей. Играй, пока я не прикажу тебе перестать, или я отстегаю тебя ремнем. Играй опять первую песню. Она снова повернулась к клавишам и через силу, ничего не видя сквозь слезы, начала «Во всех странах ветер дует». А Броуди запел, грозно взглядывая на ее покорно согнутую спину, всякий раз, когда Несси от волнения фальшивила. Песня была уже спета наполовину, когда вдруг открылась дверь. Нэнси, его Нэнси стояла перед ним. Глаза ее блестели, белизну щек Мороз окрасил легким румянцем, волосы выбивались завитками из-под нарядной шляпки, красивая меховая жакетка туго облегала чудесный бюст. С разинутым ртом и повисшей в воздухе трубкой Броуди ошеломленно смотрел на нее, сразу перестав петь и спрашивая себя, как это он не слыхал стука наружной двери. Так он продолжал смотреть на нее, пока ничего не подозревавшая Нэнси, словно аккомпанируя его безмолвному изумлению и восхищению, доигрывала песню. Но вот она кончила, и в комнате наступила тишина. Тогда Броуди рассмеялся чуточку принужденно. А мы как раз спели тут песенку в честь тебя, Нэнси. И ты этого заслуживаешь ей Богу, потому что ты сейчас хороша, как картина. Глаза ее сверкнули еще более холодным блеском, и она сказала, поджимая губы, шума, который вы тут подняли достаточно, чтобы к дому сбежалась целая толпа. И во всех окнах свет. А вы опять напились, и еще имеете нахальство приплетать меня к этому срам, да и только. Поглядите на свои руки, на лицо, настоящий трубочист. Каково мне видеть все это после такого вечера, какой я провела? Броуди смиренно поглядывал на нее, упивался свежестью ее красоты и, пытаясь переменить тему, неловко пробормотал. Так ты хорошо провела время у тетки, а я скучал по тебе на НСИ. Мне кажется, что я тебя целый год не видел. Долго же ты не возвращалась ко мне. Жалею, что не вернулась еще позже. Отрезала она, враждебно глядя на него. Когда мне хочется музыки, я знаю, где ее найти. Нечего горланить песни в честь меня и пить ты, мерзкий пьяница. При этих ужасных словах Несси, которая словно окаменев сидела на том же месте у фортепиано, так и шарахнулась назад, ожидая, что отец сейчас кинется на безумную, которая осмелилась их произнести. Но к ее изумлению он стоял на месте, смотрел, отвесив нижнюю губу на Нэнси и бормотал. Честное слово, я скучал по тебе, Нэнси. Ну, не нападай на человека, который так тебя любит. Не обращая никакого внимания на присутствие дочери, он мычал, чуть не плача от избытка чувств. Ты моя белая, белая роза, Нэнси. Ты моя жизнь. Нужно же было как-нибудь убить время без тебя. Поди раздевайся, не сердись на меня, я через минуту приду к тебе наверх. Придет ко мне, скажите, пожалуйста, крик млана, тряхнув головой, да ты вдрызг пьян, скот этакий. Мне что за дело, когда ты придешь наверх? Меня это не касается. И ты это скоро увидишь. И она, взбежав по лестнице, скрылась наверху. Броуди сидел неподвижно, опустив голову, занятый одной только тягостной мыслью. Нэнси рассердилась. Теперь, когда он придет в спальню, нужно будет умиротворять и упрашивать раньше, чем он добьется от необычных милостей. Но посреди этих унылых размышлений он вдруг вспомнил о присутствии девочки и, недовольный тем, что при ней выдал себя, пробормотал хрипло, не поднимая глаз. «Марш в постель! ты чего сидишь тут?» Нэнси ускользнула как тень, а он сидел у быстро гаснувшего камина, ожидая, пока Нэнси ляжет в постель, где она будет доступнее. Он был слеп и глух к полнейшей перемене своего положения в доме по сравнению с тем днем, когда ожидая его вот так же, как он сейчас сидел в тяжком раздумье у потухшего огня. Он жаждал одного быть подле своей Нэнси. Встал, потушил свет и, медленно, стараясь ступать как можно легче, поднялся по лестнице. Сжигаемый страстью, пожираемый жадным желанием, вошел он в освещенную спальню. Спальня была пуста. Не веря глазам, он оглядывался вокруг, пока до его сознания не дошло, что на этот раз Нэнси сдержала слово и покинула его. Спустя минуту он, тихонько пройдя через темную площадку, потрогал ручку двери в ту комнату, куда когда-то перебралась его жена, комнату, где она умерла. Дверь, как он ожидал, оказалась запертой. На мгновение он ощутил прилив бурного возмущения. Он готов был кинуться на дверь, вышибить ее напором своему могучего, разъяренного желанием тела, но тут же сообразил, что такой образ действий ему не поможет, что, ворвавшись внутрь, он найдет Нэнси еще более озлобленной, более упорствующей, чем раньше, полной холодной решимости противиться его желаниям. Она его поработила. Теперь сила на ее стороне. Его мгновенно вспыхнувший гнев потух, рука соскользнула с двери, он медленно вернулся к себе в спальню и заперся там. Долго стоял он угремый, безмолвный, потом, толкаемый непреодолимой силой, подошел к комоду, который уже открывал сегодня вечером, медленно выдвинул ящик и, насупив брови, непонятным взглядом уставился на белье, что лежало в нем. Мэтью Бруди вышел из здания Ливенфордского вокзала, оставив позади платформу, залитую бледно-желтым светом фонарей, и вступил в холодную бодрящую мглу морозного февральского вечера. Он был в оживленном приподнятом настроении. Шаги его четко и быстро раздавались на мостовой, лицо, смутно видное в окружающем мраке, сияло радостным возбуждением, пальцы рук беспокойно сжимались и разжимались. Он торопливо шел по железнодорожной улице сквозь редкий низко славшийся туман, над которым неясно маячили вершины деревьев и крыши домов, темными тенями выделяясь на светлом фоне неба. Из-за города через открытое пространство лугов доходил слабый запах далекого лесного пожара и, втягивая его раздутыми ноздрями, с наслаждением вдыхая всей грудью этот щекочущий привкус дыма в воздухе, Мэтт ощущал горячую жажду жизни. Несмотря на то, что сегодня он всецело занят был мыслями о будущем, этот резкий и пряный запах разбудил в нем воспоминания. Снова окутал его благоуханный сумрак, полный странных таинственных звуков, тонких ароматов, залитый прозрачно-белым мерцанием тропической луны. Унылое существование последние полгода под вечным страхом столкновений с отцом улетучилось из его памяти. Он думал только о прелестях жизни в Индии. И словно в ответ на призыв этого волшебного края свободы, он зашагал еще быстрее, почти мчался с нетерпеливой стремительностью. Такая торопливость со стороны того, кто обычно по вечерам возвращаясь домой замедлял шаги насколько возможно, желая оттянуть встречу с отцом указывала на крупную перемену в жизни Мэтта. Ему действительно не терпелось поскорее сообщить дома новость об этой перемене. И когда он взлетел по ступенькам, отпер входную дверь и вошел в кухню, он весь дрожал от волнения. В кухне была одна только Нэнси. Она не спеша собирала со стола грязные тарелки. При внезапном появлении Мэтта она посмотрела на него с удивлением и откровенно кокетливой фамильярностью, по которой Мэтт сразу заключил, что отца нет дома. «Где он, Нэнси?» спросил он немедленно. Нэнси с грохотом поставила тарелки на поднос и ответила «Ушел». Должно быть туда же, куда каждый вечер. В этот час его одно только и может выманить из дому. Необходимость наполнить черную фляжку. Затем она прибавила лукаво «Но если вам угодно его видеть, потерпите, он скоро вернется». «Да, я желаю его видеть», объявил хвастливо Мэтт с многозначительным взглядом в сторону Нэнси. «Мне встреча с ним не страшна. У меня имеется новость, которая заставит его сесть да подумать». Нэнси быстро взглянула на него, на этот раз заметив и то, что он слегка запыхался, и блеск его глаз, и весь важный таинственный вид. «Так, значит, у вас есть кое-что новое, Мэтт?» «А?» сказала она протяжно. «Еще бы! Лучшей новости у меня не бывало вот уже девять месяцев. Я сию минуту с поезда. Узнала я только час тому назад, и мне не терпелось поскорее вернуться домой, чтобы сообщить, чтобы бросить эту новость старому черту в лицо». Нэнси, забыв о тарелках, медленно подошла к нему и сказала вкратчиво, «Разве ты только отцу хотел это рассказать, Мэтт? А нельзя ли мне первый? Мне очень интересно услышать твою новость». Широкая улыбка осветила лицо Мэтта. «Ну, конечно, я тебе расскажу. Пора тебе знать, как я к тебе отношусь. Какая же новость, Мэтт?» Ведя ее нетерпение, он еще больше развеселился и, желая подразнить ее любопытство, сдержал собственное возбуждение, отошел к своему излюбленному месту у шкафа и, приняв обычную позу, самодовольно посмотрел на нее. «А ты угадай!» «Неужели такая умница, как ты, не может догадаться сама? Для чего же у тебя толковая голова на плечах?» Нэнси уже догадывалась, какого рода новость мог сообщить Мэтт, но, видя, как его тешит роль единственного обладателя важной тайны, притворилась непонимающей и с очаровательной миной напускного простодушия покачала головой. «Нет, нет, Мэтт, не могу догадаться. Я даже и сказать не решаюсь. Это это касается отца?» Он торжественно покачал головой. «Нет, на этот раз не угадала, дорогая. Оставим в покое отца. Это касается совсем другого человека. Человека помоложе. Такого, который может выпить стаканчик, но не напивается, как свинья, который может повезти девушку на концерт и дать ей возможность повеселиться. Человека, который в тебя влюблен. Это ты, Мэтт? О, ахнула она, делая большие глаза. Неужели ты хочешь сказать, что получил то место? А разве я сказал, что я его не получил? Ухмыльнулся он. Так значит, получил. Ну, говори, скорее говори, я так волнуюсь, что на месте не могу устоять. Да, да, воскликнул он, не в силах больше сдерживаться. Получил. Назначение подписано, печать приложена, и оно у меня в руках. Еду в Южную Америку, проезд оплачен, стол на пароходе бесплатный, в кармане у меня куча денег. К черту этот мерзкий город и этот дом будет проклят и старого пьяного забулдыгу, которому он принадлежит. Это будет для него недурным сюрпризом. Он будет рад, Мэтт, сказала Нэнси, делая шаг поближе. «Да, рад от меня избавиться, конечно, конечно», ответил он с горечью. «Но я рад, что уезжаю, и теперь я с ним поквидаюсь. Его скоро ждет еще сюрприз, который ему не понравится. Не будем о нем говорить, он просто старый дурак и больше ничего. Он мне надоел не меньше, чем тебе. Не могу понять, что мне в нем понравилось, когда-то». Она помолчала, потом прибавила с пафосом. «Я право от души рада, что ты нашел службу, Мэтт, но только... только... Ну что? Что только?» спросил он важно, глядя сверху в ее ласковые молящие глаза. «Я достаточно долго ждал этого назначения. Нет, нет, ничего, пустяки», сказала со вздохом Нэнси рассеянно, как будто бессознательно водя по его руке мягким пальчиком. «О, для тебя это замечательная удача. Ты, конечно, счастлив будешь уехать за границу. Я так и вижу, как большой пароход плывет по синему морю весь залитый солнцем. воображаю, какое это красивое место, то, куда ты едешь. Как ты его назвал? Рио... Рио де Жанейро. С гордостью повторил Мэтт. Я буду в каких-нибудь двух-трех милях оттуда. Чудный город, превосходный климат. Там можно устроиться в сто раз лучше, чем в Индии. Да, тебе там будет хорошо. Я знаю, прошептала Нэнси, сжимая уже всю его руку своей мягкой рукой. А вот мне тут как будет тоскливо без тебя. Не знаю, как ей жить. Тяжело для такой молодой девушки, как я, быть привязанной к этому дому, по взгляду, которым смотрел на нее Мэтт, можно было заключить, что подавленное возбуждение не совсем покинуло его или, исчезнув, оставило по себе какое-то внутреннее брожение. Ты не хочешь, чтобы я уезжал? заметил он лукаво. Но я же это вижу, вижу. да нет же, конечно, хочу, гадкий. Я ни за что на свете не стала бы мешать этому. Какая удача! Она укоризненно стиснула ему руку и добавила, и ты говоришь, платить будут тоже хорошо. «Да, жалование прекрасное», подтвердил он внушительным тоном. «И мне обещано бунгало, так что ничего больше и желать не остается. В конце концов, опыт, приобретенный мной на Востоке, все-таки сослужил мне службу». Нэнси не отвечала. Глядя с выражением трогательного чистосердечия в лицо Мэтту, она видела не его, а неведомый таинственный город в тени экзотических деревьев, кафе на улицах, оркестр на бульваре, видела себя веселую, улыбающуюся в кружевной мантилье в экипаже или за стаканом красного вина, счастливую, свободную. То были такие яркие, такие волнующие видения, что она без труда выжила слезу из глаз и дала ей медленно скатиться по гладкой щеке. Легким движением наклоняясь к Мэтту, она шепнула «О, Мэтт, дорогой, тяжело мне будет без тебя. Мы расстаемся как раз тогда, когда я начинаю». Неизведанное еще упоение охватило Мэтта, когда Нэнси прильнула к нему и сжав ладонями ее опущенное лицо, он заставил ее взглянуть на него. «Не говори, не говори, что начинаешь. Скажи, что уже любишь Нэнси». Нэнси молчала, но жестом выразительнее слов закрыла рукой глаза, словно боясь, что он прочтет в них всю силу ее страсти к нему. «Любишь», встречал он, «вижу, вижу, что любишь». Губы у него дрожали, ноздри раздувались от неистовой радости, переполнявшей его. Радость эту вызывала не только близость тела Нэнси, но и сознание, что он отнял ее у отца, что судьба дала ему в руки мощное орудие мщения. «Я знаю, что я дурная девушка, Мэтт», шептала между тем Нэнси, «но я решила стать честной. Я от него уйду. Всю прошлую ночь я спала одна в маленькой комнатке. Это с этим кончено. Я больше не посмотрю ни на одного мужчину, если он на мне не женится. А уж когда женится, я буду ему верна всегда, что бы с ним ни случилось». Мэтт по-прежнему неотступно смотрел на нее, а она продолжала с большим чувством. «Мне кажется, если я постараюсь, сумею сделать мужа счастливым, сумею, я многое такое умею, что ему, наверное, понравится, и я бы изо всех сил старалась ему угодить». Она вздохнула и опустила голову на плечо Мэтта. А у него мысли путались под влиянием борьбы противоречивых чувств. Но сквозь горячий туман, застилавший мозг, он видел ясно, что она вдвойне желанна ему. Не для того только, чтобы нанести удар отцу, но и для удовлетворения его собственных вожделений. Таких женщин, как Нэнси одна на тысячу, красивая, соблазнительная, пылкая, ненапористой и неуклюжей пылкостью Агнес-Мойер, а более сдержанной, более тонкой и обольстительной, которая, как пламя, пронизывала ее белое тело и влекла его к ней. Да и красотой она далеко превосходила незадачливую Агнес. Фигура у нее была изящная, а не топорная, как у Агнес. Никакой темный пушок не портил чудесной линии ее верхней губки. Нэнси была не только красива, она в этом Мэтт теперь был убежден, была влюблена в него так страстно, что хотела порвать с его отцом только из любви к нему Мэтту. Эти мысли помогли ему утвердиться в своем решении, и он произнес сдавленным голосом. Нэнси, Нэнси, мне нужно тебе сказать одну вещь, еще кое-что чего ты не знаешь, и что, может быть, тебе будет интересно. Хочешь? Нэнси томно поглядела на него, откинув назад голову всем наклоном своего тела, как бы приглашая его обнять ее, и только что хотела шепнуть «Да», как вдруг дверь в передней щелкнула, открываясь, затем ее силой захлопнули, и в передней послышались шаги. Молнееносно всякий след томной страсти исчез с лицанэнси, и, толкнув Мэтта к камину, она сказала резким шепотом «Стой там и не двигайся, он никого не заметит». В тот же миг руки ее поднялись к волосам и, порхая легко и быстро, как птицы пригладили и исправили тот небольшой беспорядок, в какой пришла ее прическа. Она была уже опять устала и стучала тарелками, когда в кухню вошел Броуди. На мгновение он остановился в дверях, покачивая в руке незавернутую бутылку виски и посмотрел сперва на сына, которого так редко встречал теперь взглядом презрительного отвращения, потом вопросительно на Нэнси, потом снова с беспокойством на растерянную фигуру у камина. Неповоротливость ума мешала ему уловить смысл того, что здесь произошло, но от его угрюмого взгляда не укрылась легкая краска на всегда бледном лице Мэтта, его смущенный вид, нервная напряженность позы, и в памяти его невольно встала сцена в доме на Канаве, когда он застал сына с Нэнси, вырывавшейся из его объятий. Он не знал ничего, не питал никаких подозрений, но его больно ужалило это воспоминание и инстинкт подсказал ему, что здесь от него скрывают что-то происшедшее перед его приходом. Взгляд его потемнел и пронизывал Мэтта, который ерзал на месте тем неувереннее и опускал голову тем ниже, чем дольше продолжалось это молчаливое. Созерцание. Нэнси, которая благодаря закоренелой наглости сохраняла невозмутимость и превосходно владела своим лицом, была внутренне взбешена волнением и трусостью героя, которому только что делала такие страстные признания, но попыталась все же выручить его. Обратясь к Броуди, она сказала резко, «Но чего вы стоите в дверях Броуди, как большой медведь? Входите и садитесь, да не размахивайте вашей бутылкой, словно собираетесь ею размажить нам голову. Что вы так странно уставились на него? Входите же!» Но Броуди, казалось, не слышал. И, пропустив мимо ушей ее замечание, продолжал смотреть на сына со своего наблюдательного пункта у дверей, по-прежнему вертя бутылкой, как дубинкой. Наконец, он сказал с грубой насмешкой, «Чему я обязан честью видеть тебя здесь?» «Обычно в этот час ты нас не удостаиваешь посещением. Нет, 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 родной дом для тебя недостаточно хорош. Ты из тех ночных гуляк, которых по вечерам никогда не увидишь дома». Мэтт открыл было пересохшие губы, но Броуди, не дав ему ответить, продолжал злобно. «Не говорил ли ты тут Нэнси чего-нибудь такого? Что пожелаешь повторить при мне? Если да, я слушаю». Тут вмешалась Нэнси, подбоченившись, подняв красивые плечи, она негодующе тряхнула головой. «Вы что, с ума сошли, Броуди? Что это за вздор вы несете? Если вы намерены бесноваться и дальше таким образом, то уж сделайте одолжение и меня к этому не приплетайте». Он медленно отвернулся от Мэтта и посмотрел на нее. морщины между бровями разгладиваются. «Я знаю, Нэнси, знаю, что все в порядке. В тебе никогда не сомневался, а он слишком меня боится, чтобы осмелиться на что-нибудь. сомневаться». «Но я не могу без злости видеть этого ломаку, этого ничтожного бездельника. На вид воды не замутит, но я не могу забыть, как он покушался меня застрелить». Он опять повернулся к Мэтту, который побледнел, услышав его последние слова, и с горечью воскликнул. «Следовало передать тебя полиции за покушение на убийство родного отца, слишком легко ты отделался в ту ночь. Но теперь я не так мирно настроен, как бывало так, что не советую больше затевать ничего, иначе видит Бог, я раскрою тебе череп вот этой самой бутылкой. Ну, а теперь отвечай, что ты тут делаешь?» «Он говорил о какой-то службе», визгливо крикнула Нэнси, но я не успела разобрать, в чем дело. «Когда же он наконец заговорит, проклятый болван», подумала она при этом, «стоит весь белый, трясется, как студень, из-за этой рохли все может выйти наружу». «Какая служба, какая служба», спросил Брауди. «Говорите сами за себя, сэр». У Мэтью наконец развязался язык. А ведь по дороге домой он готовился свысока разговаривать с отцом, постепенно подготовляя его к сообщению. И только что он хвастал перед Нэнси, что бросит новость в лицо старому черту. «Я получил назначение в Америку, папа, пролепит талон, запинаясь. Выражение лица Брауди не изменилось, и, помолчав, он пренебрежительно сказал, «Так ты, наконец, намерен взяться за дело. Чудеса, просто чудеса. Наследник Брауди решил сработать. Что же, это очень хорошо, потому что, когда я тебя вижу, я чувствую, что скоро не выдержу и вышвырну тебя вон из дому». Он сделал паузу. «А что же это за замечательная служба, а? Расскажи, расскажи. Это по моей старой специальности, пробормотал Мэтт, должность заведующего складом. Я уже несколько месяцев тому назад подал заявление в два-три места, но такие удачи, как это редки. «Как это такой субъект, как ты сумел ею воспользоваться?» «Счастливая случайность», пояснил, точно оправдываясь Мэтт. «Человек, который занимал эту должность, скоропостижно умер, его сбросило ношить, и спешно требуется кто-нибудь на его место. Мне придется выехать сразу на этой неделе, чтобы как можно скорее приступить к работе. «Может быть, ты слыхал об этой фирме?» «Это...» Тут с подноса с грохотом упала чашка и разбилась, зазвенев об полу. «Господи!» вскрикнула Нэнси в ужасном смятении. «Вот что выходит, когда развесишь уши, как старая кумушка. О, так всегда бывает, если не думаешь о том, что делаешь. Обязательно что-нибудь разобьешь?» Она нагнулась, чтобы собрать черепки и при этом метнула Мэтту украдкой быстрый предостерегающий взгляд. «Извините, я помешала вашему разговору», сказала она затем Броуди, поднимаясь. Мэттью заметил ее взгляд, понял его смысл и, несмотря на все возраставшее замешательство, проявил некоторые стратегические способности, опустил глаза и пробормотал. «Они заготовляют там шерсть и приходится иметь дело с овцами». «С Богом тогда они нашли подходящего человека», воскликнул его отец, «потому что больше овцы, чем ты нет на свете». «Смотри, как бы они там по ошибке не остригли и тебя вместе с овцами. Выше голову ты мягкотелая овца. Почему ты не можешь держать голову прямо как мужчина и смотреть мне в лицо, а? Весь этот лоск, который ты приобрел с тех пор, как побывал в Индии, меня ничуть не обманывает, понимаешь? Я думал, что поездка в чужие страны сделает из тебя человека, но теперь сквозь весь этот пустой блеск вижу, что ничего из тебя не вышло, и ты остался тем же плаксивым болваном, который бывало всякий раз, как я на него взглянул, заревет и бежит к матери. Он стоял, глядя на сына, полный глубокого бесповоротного презрения к нему, так что ему противно было теперь даже донимать его насмешками. Он говорил себя с отвращением, что не стоит тратить слова. Слава Богу, сын уезжает из дому, прекратится это жалкое существование паразита. Он исчезнет с его глаз, исчезнет из родной страны, и можно будет забыть о нем. Он внезапно почувствовал усталость, сознавая смутно, что он уже не тот человек, каким был когда-то. Его охватило страстное желание забыться, захотелось быть наедине с Нэнси, захотелось выпить. Он сказал с расстановкой, «Между нами все кончено, Мэтт. Уезжай». Уезжай, никогда больше не возвращайся в этот дом. Я не хочу тебя больше никогда видеть. Затем повернулся к Нэнси и посмотрел на нее совсем другим любящим взглядом. Подай стакан на Нэнси. Хотя он этого не стоит, но я хочу выпить за него. Когда она молча ушла за стаканом, он проводил ее тем же взглядом, говоря себе, что она снова становится к нему нежна, что с отъездом сына им будет уютнее вдвоем, меньше придется сдерживаться. «Спасибо, Нэнси», сказал он ласково, когда она воротилась и подала ему стакан. «Ты услужливая девочка. Не знаю, как это раньше мог обходиться без тебя». Потом добавил успокоительно. «Сегодня я лишнего не выпью, не беспокоюсь». «Нет, нет, нет». «Этой бутылки мне должно хватить на неделю». «Я же отлично знаю, что ты не любишь, когда я много пью и пить много не буду. Но надо же выпить за успех этой большой косноязычной овцы перед его отъездом в стадо. Не хочешь ли ты сделать глоток, а, Нэнси, это тебе вреда не принесет, беги, возьми себе стакан», предложил он с неуклюжей любезностью, «И я налью тебе немножко, ровно столько, чтобы это тебя согрело». Нэнси покачала головой, все еще ничего не говоря. Полуопустив ресницы, приоткрыв губы, она сохраняла на лице неопределенное выражение, не враждебное, не дружеское, выражение неуловимое, загадочно сдержанное, которое ободрело Броуди и самой своей непонятностью влекло его к ней. На самом же деле за этой маской крылось презрение к нему и злоба, потому что, унижая Мэтта перед ней, Броуди запугивал того и этим затруднял для нее достижение цели, которую она себе наметила. «Ну, что, не хочешь?» сказал Броуди мягко. «Ну, что же, принуждать тебя не буду, такая кобылка требует деликатного обращения, не любит, чтобы натягивали вожжи. Я уже это испытал на себе. Тебя нужно брать лаской, а не строгостью». С отрывистым смехом он откупорил бутылку и, держа стакан на уровне глаз заблестевших уже при одном виде капавшей жидкости, медленно налил себе щедрую порцию, поднял бутылку, облизал губы языком, затем торопливо добавил еще виски в стакан. «Для начала можно налить побольше, чтобы не пришлось доливать каждый раз. Я вполне могу одолеть такую порцию, да?» пробормотал он, наклонив голову и не глядя на Нэнси. Поставил бутылку на шкаф и перенес стакан в правую руку. Затем, вытянув эту руку со стаканом, воскликнул. «Итак, пью за наследника дома Брауди и пью за него в последний раз. Пускай едет занять свой высокий пост и там остается. Пусть скроется с глаз моих и больше не показывается. Пусть отправляется куда хочет и как хочет, но никогда не возвращается сюда. И если он когда-нибудь попробует сесть на ту лошадь, о которой он только что говорил, пускай свалится и сломает свою негодную шею, как тот человек, который занимал эту должность до него». Он откинул голову, залпом осушил стакан до дна, затем со смешкой наблюдая за Мэтью прибавил. «Это мое прощальное напутствие тебе. Не знаю, куда ты едешь и даже не желаю узнать. Мне все равно, что бы с тобой ни случилось в будущем, потому что я об этом никогда не услышу». После этих слов он перестал смотреть на сына, совершенно перестал замечать его. Выпив виски, он чувствовал себя увереннее. Подняв глаза на бутылку, стоявшую на шкафу, он с минуту глубокомысленно ее разглядывал, откашливался, затем выпрямился и, отвернув лицо от Нэнси, сказал «Важно». «Ну, не могу же я, выпив за такое ничтожество, не выпить за такую славную девочку, как моя Нэнси». Он покачал головой в знак протеста против такой несправедливости и все еще держа в руке пустой стакан подошел к столу. «Нет, это было бы несправедливо», повторил он, наливая себе новую порцию. «Совесть мне этого не позволяет, надо почтить девочку. Для нее я готов на все она так ко мне добра». «Нэнси», воскликнул он, заискивающий, обратясь к ней, «пью за красивейшую девушку в Ливенфорде». Нэнси так долго сдерживала свой гнев, что ей стало уже просто невмоготу и глаза ее засверкали. На щеках выступил слабый румянец. Сказалось, она сейчас топнет ногой и яростно напустится на него. Но она подавила слова, просившиеся ей на язык, и, круто повернувшись, ушла в посудную, где принялась с грохотом мыть тарелки. Броуди стоял с виноватым видом, склонив голову на бок и прислушивался к этому грохоту посуды, в котором ему чудился отзвук раздражения Нэнси. Но скоро он снова перевел глаза на стакан, медленно поднес его к губам и медленно же опорожнил. Затем, подойдя к своему креслу, тяжело опустился в него. Мэтт, все не сходивший с того места у камина, куда его толкнула Нэнси, и в безмолвном страхе, наблюдавший за действиями отца, теперь беспокойно зашевелился, неприятно смущенный его близким соседством. Глаза его забегали по комнате, он кусал губы, потирал свои влажные мягкие руки, мучимый лихорадочным желанием уйти отсюда, но не смея двинуться с места, так как ему казалось в штате следить за ним. Наконец, ободренный, царившим в комнате молчанием, он расширил сферу наблюдения и решился на одну быструю секунду коснуться мигающим взглядом лица Броуди, сидевшего рядом. Тот он сразу убедился, что страхи его напрасны. Броуди за ним не следил, а внимательно смотрел в открытую дверь посудной. Успокоенный этим, мэтт рискнул ступить одной ногой вперед, и так как маневр его не был замечен, продолжал потихоньку подвигаться вперед и наконец шмыгнул вон из кухни. Он хотел выбраться из дому как можно скорее, решившись ожидать на улице, пока отец ляжет спать, но его остановила полоска света, пробивавшаяся в темноте из-за двери в гостиную. Ему пришло в голову, что если Несси в гостиной, лучше побыть там с нею некоторое время, раньше, чем выйти на улицу в такой мороз. К тому же он испытывал бессознательную настойчивую потребность похвастать своим успехом и насладиться данью восхищения и одобрения, которое вознаградит его за удар, только что нанесенный его самолюбию. Он открыл дверь и заглянул в комнату. Несси сидела за столом, обложенная неизбежными учебниками. При входе брата она даже глаз не подняла и продолжала сидеть в той же позе, сложив руки, сгорбившись и склонив голову над книгой. Когда же он заговорил, она сильно вздрогнула, вся встрепенулась, как будто неожиданные волны звуков ударили в нее сквозь тишину комнаты. «Я зашел на минутку», только и сказал Мэтт. «О, Мэтт!» воскликнула она, прижимая к левой стороне груди свою маленькую стиснутую в кулак руку. «Как ты меня испугал!» «Я не слыхала, как ты вошел!» «Я теперь так и подскакиваю от каждого шума!» Глядя на нее в эту минуту, на ее наклоненную голову, кроткие прозрачные глаза, с таким выражением точно она безмолвно извинялась за свою слабость, Мэтт, потрясенный воспоминанием, забыл на минуту о собственных делах. «Боже мой, Несси!» воскликнул он, не отводя от нее широко раскрытых глаз. «Ты становишься похожа на маму, как две капли воды. Вот сейчас ты просто вылитая мама. Ты находишь, Мэтт?» сказала она, до некоторой степени польщенная тем, что является объектом его внимания. «А чем же я похожа на нее?» Мэтт подумал. «Мне кажется, глазами». «В них точно такое выражение, какое бывало у мамы. Как будто ты знаешь, что должно что-то случиться и ждешь этого». Его слова огорчили Несси, и она сразу опустила свои предательские глаза, не отводя их от стола все время, пока Мэтт говорил. «Что такое с тобой делается в последнее время? Ты стала сама не своя? Что-нибудь неладно?» «Все неладно», отвечала медленно Несси. «С тех пор, как мама умерла, несчастней меня нет никого на свете. Нет у меня ни единого человека, с кем бы я могла поговорить об этом. Не выношу я эту Нэнси, и она меня не любит. Она всегда за что-нибудь на меня набрасывается. Все у нас переменилось. Дом стал другой, как будто не тот, что раньше. Папа переменился. «Тебе его бояться нечего. Ты всегда была его любимицей», возразил Мэтт. «Он всегда носится с тобой». «Лучше бы он оставил меня в покое», сказала с тоской Несси. «Он вечно гонит меня заниматься. Я не выдержу этого. Я нехорошо себя чувствую». «Тише, тише, Несси. укоризненно», сказал Мэтт. «Ну вот опять точь в точь мама. Ты должна взять себя в руки. Ну что такое с тобой? У меня постоянно болит голова. Я утром просыпаюсь с этой болью и весь день она не проходит. Я от нее так тупею, что не могу ничего делать. Я не могу есть то, что теперь у нас едят. Я всегда чувствую себя усталой. Вот и сейчас тоже. Ты поправишься. Поправишься, когда покончишь с экзаменом. Ты, наверное, получишь стипендию. Получу стипендию». Воскликнула она горячо. «Но что со мной будет потом? Что он намерен потом сделать со мной? Можешь ты сказать мне это? Неужели он всегда будет так подгонять меня, а я не буду знать, для чего это? Он ничего не отвечает, когда я его спрашиваю. Он и сам не знает. Ты будешь учительницей. Это для тебя самое подходящее делом». Несси покачала головой. «Нет, ему этого мало. Я и сама хотела, когда кончу, подать заявление в педагогический институт, но он не позволяет. О, Мэтт, хоть бы нашелся кто-нибудь, кто мог бы за меня вступиться. Я так несчастна из-за этого и из-за всего остального, что иногда я жалею, зачем родилась на свет». Мэтью растерянно отвел глаза от ее грустного личика, в котором читалось отчаяние, мольба о помощи. «Себе следует почаще выходить и играть с другими девочками», начал он несколько неуверенно «это тебя немного отвлечет от таких мыслей». «Так как же я могу?» озлобленно воскликнула Несси. «С самых малых лет меня заставляли вечно сидеть дома за уроками, а теперь он каждый вечер прогоняет меня сюда в гостиную, и так будет целых шесть месяцев. Если бы я посмело уйти, он бы меня отодрал ремнем, ты не поверишь, Мэтт, иногда я думаю, что сойду с ума от этой зубрюшки». «Ну, я же ухожу из дому», возразил храбро Мэтт, «мне же он не мешает уходить». «Ты, ты другое дело», сказала Несси печально. Минутный взрыв возмущения улегся, оставив ее еще более подавленной, чем прежде. «Да если бы даже я и выходила, что толку? Ни одна девочка не стала бы играть со мной. Они же со мной почти не разговаривают. На днях как-то одна сказала, что ее отец наказал ей не иметь ничего общего ни с кем из нашего дома. Мэтт, Мэтт, как бы я хотела, чтобы ты мне помог? «Ну, чем же я могу тебе помочь?» сказал Мэтт, раздраженный ее мольбами. «Разве ты не знаешь, что я на будущей неделе уезжаю?» Несси уставилась на него, слегка наморщив лоб и повторила, словно не понимая «Уезжаешь? Уезжаешь на будущей неделе?» «Да, в Южную Америку», отвечал он «Важно, на замечательную новую службу, которую мне там предложили. За много миль от этого вонючего городишки». Тогда она поняла и побледнела от ужасной мысли, что Мэтт уезжает далеко, а она единственная из всех детей Броуди остается одинокой и беззащитной, обречена нести одна всю тяжесть существования в этом доме. Мэтт никогда ей особенно не облегчал его, а в последние месяцы еще меньше, чем всегда, но он был ее брат, товарищ по несчастью, и только минуту назад она взывала к нему о помощи, губы у нее задрожали, перед глазами все расплылось. Она разразилась с рыданиями. Не уезжай, Мэтт, схлипывала она. Я остаюсь совсем одна. Если ты уедешь, никого у меня не будет в этом ужасном доме. Еще что выдумала, свирепо огрызнулся Мэтт. Сама не знаешь, что говоришь. Упустить такой случай, который бывает раз в жизни, отказаться от денег и свободы и всего прочего ради твоей прихоти. Да ты с ума сошла. Нет, я сойду с ума, если ты уедешь, закричала Несси. Что ждет меня здесь, когда я буду совсем одна? Мэри, тебя не будет, я одна остаюсь здесь, что будет со мной? Перестань вопить, прикрикнул он на нее, торопливо кидая взгляд на дверь. Хочешь, чтобы все услыхали? Если ты не перестанешь, он вмиг очутится здесь и задаст нам. Я должен уехать. Должен. И все тут. А ты не мог бы взять меня с собой, Мэтт? Взмолилась Несси, с трудом подавляя рыдание. Я, конечно, еще не взрослая, но я могла бы вести для тебя хозяйство. Мне это всегда больше нравилось, чем эти несчастные уроки. Я все буду делать для тебя, Мэтт. По лицу ее видно было, что она готова служить ему как раба. Глаза молили не оставлять здесь одинокой и заброшенной. Тебя же ни за что не отпустят. Чем скорее ты выкинешь это из головы, тем лучше. Тебе бы следовало радоваться тому, что твой брат получил хорошее место. А ты вот ревешь, причитаешь. Я рада за тебя, Мэтт. Всхлипнула Несси, вытирая глаза мокрым платком. Я плачу от того, что подумала о себе. Вот то-то оно и есть, рассердивался Мэтт. Ты ни о ком кроме себя не думаешь. Научись думать и о других. Не будь же такой эгоисткой. Хорошо, Мэтт, сказала Несси с последним судорожным вздохом. Я постараюсь. Ты меня извини. вот теперь мне больше нравишься, сказал он важно, несколько смягчившись. Все время, пока шел этот разговор, он дрожал от холода и теперь воскликнул уже другим тоном. Ух, как же тут холодно! И как ты можешь ожидать от человека, что он будет стоять и разговаривать с тобой, когда здесь не туплено? Если твое кровообращение от этого не страдает, так мое страдает. Да, придется надеть пальто и пройтись, чтобы согреться. Он потопал ногами, потом круто отвернулся со словами. Ну, я ухожу на семь. После его ухода Несси продолжала сидеть неподвижно, крепко сжимая в руке смятый в комочек мокрый носовой платок. Ее покрасневшие глаза были устремлены на дверь, закрывшуюся перед нею, как двери тюрьмы. Будущее представлялось ей мрачной дорогой, по которой среди темных зловещих теней брела одинокая полная страха Несси Броуди. Некому было стать между нею и отцом, между ее хрупкостью и настойчивостью его неведомых замыслов. Мэтью уйдет, как ушла Мэри. Мэри. Она так часто думала о ней в последнее время, так жаждала нежных объятий сестры, отрады ее тихой улыбки, ободряющего мужества, светившегося в ее верной оглагах. Ей нужен был человек, перед которым она могла бы облегчить усталую душу, которому могла бы поверять своей горести. И она затасковала по спокойной и мужественной Мэри. Мэри, шептала она, как молитву, Мэри, дорогая, когда ты была здесь, я любила тебя не так сильно, как ты заслуживала, но как бы я хотела, чтобы ты теперь была подли меня. Когда сгуб ее слетели эти безнадежные слова, ее похудевшее заплаканное лицо вдруг преобразилось, словно освещенное изнутри внезапно вспыхнувшим светом. В скорбных глазах снова засияла надежда и неожиданная мысль, такая дерзкая, что только глубокое отчаяние могло родить ее. Она подумала, почему не написать сестре? Это страшная неосторожность, но в ней ее единственная надежда на помощь. Наверху, в укромном уголке ее комнаты, она хранила письмо, которое мать отдала ей за несколько дней до смерти и в котором Мэри сообщала свой адрес в Лондоне. «Если действовать осторожно, отец ничего не узнает». Несси была уверена, что Мэри никогда ее не выдаст и новое воспоминание о любви сестры придало ей силы. она встала словно во сне, вышла из гостиной и на цыпочках поднялась наверх. Через минуту она возвратилась и, закрыв дверь, настороженно прислушалась, дрожа всем телом, она достала письмо, но была испугана тем, что сделала тем, что намеревалась сделать. Однако решимость ее не ослабела. Сев к столу, она вырвала листок из тетради и торопливо набросала короткую записку, полную трогательной мольбы. Она в нескольких словах сообщала Мэри о своем положении и умоляла ее помочь вернуться к ней, если это возможно. Она писала и все время в волнении поглядывала на дверь, боясь, что войдет отец. Но вот письмо было окончено. Несколько кое-как нацарапанных строк, расплывшихся от упавшей на них невольной слезы. Она сложила неровно оторванный листок, вложила его в конверт, принесенный сверху, потом написала адрес, старательно списывая каждое слово и спрятала конверт на груди под платье. Бледная, сильно бьющимся сердцем, она опять склонилась над книгами и сделала вид, что занимается. Но эта предосторожность была излишней. весь вечер никто не заглянул в гостиную. Тайна была сохранена и на другое утро по дороге в школу Несси отослала письмо. Джеймс Броуди просыпался. В окно не лились солнечные лучи, ласково бодря отдохнувшее тело, не плясали золотые пылинки в потоках света перед его сонными глазами. Холодный мелкий дождик стекал по стеклам, туманя их, делая комнату темной и скучной, встречая полуоткрытые слипшие со сна глаза Броуди меланхолическим напоминанием о перемене в его жизни. Он хмуро посмотрел в окно, потом уже, совсем открыв глаза, повернулся к часам и, увидев, что смутно темневшие на циферблате стрелки показывают десять минут девятого на десять минут позже назначенного, но несоблюдаемого часа вставания насупился еще больше. Сегодня он опять опоздает на службу, получит опять резкий выговор от этого наглого выскочки старшего секретаря, который пытался проверять его и даже грозил доложить помощнику директора, если он, Броуди, не будет аккуратнее приходить на работу. От этой мысли лицо его как будто еще больше потемнело, выделяясь на белом фоне подушки. Морщины углубились, сказали, с высеченными каким-то острым орудием, в глазах утративших обычное выражение уныния засветилось тупое мрачное упрямство. «Будь они все прокляты», подумал он, «не дам я им командовать мной». Полежу еще пять минут, наплевать на весь штат директоров вверхи. Он решил, однако, наверстать время, отменив на сегодня бритье. Он теперь часто поступал так, назло тем, кто желал заставить его жить по их правилам, следовать их примеру. Эта хитрая уловка пришлась ему по душе еще и от того, что он теперь неохотно брился по утрам. Нетвердая рука часто действовала не так, как нужно, он выходил из себя, пытаясь управлять ею, и дело иногда кончалось порезами. По утрам он теперь вообще бывал не в своей тарелке. Не только рука отказывалась повиноваться, но болела голова, язык лежал во рту, как кусок сухого дерева. Иногда его мутило при одной мысли о завтраке, он понимал, что во всех таких неприятных ощущениях виновата виски, и в это серенькое утро с угрюмой трезвостью говорил себе, что должен сократить обычную порцию. Он уже и раньше несколько раз принимал такое решение, но теперь ему казалось, что то было не всерьез. А вот на этот раз надо крепко взять себя в руки, не пить ничего до обеда, да и потом, пожалуй, воздерживаться до вечера, а вечером пить умеренно. Вечером он уже, конечно, будет пить поменьше, чтобы угодить Нэнси, чья благосклонность была для него теперь жизненной необходимостью. Последние два дня Нэнси была с ним несколько любезнее, и он, успокоившись, решил, что она не возвращалась в его спальню с той ночи, когда рассердилась на него после визита к тетке Вовертон именно по причине, которую приводила в свое оправдание. Убеждали его в этом ее нынешнее приветливость и терпимое отношение к нему. Нет, нет, не может он жить без Нэнси. Она стала ему необходима как воздух, и уже хотя бы только потому он должен вперед осторожнее прикладываться к бутылке. Он и представить себе не мог больше жизни без этой женщины. Он уверял себя, что сегодня ночью она придет к нему снова, будет еще свежее, еще заманчивее после его вынужденного воздержания. Последняя мысль вернула ему некоторое подобие былого внутреннего довольства, и отбросив одеяло, он встал с постели. Но когда холодный воздух комнаты коснулся его тела, он задрожал, нахмурился и, утратив свой довольный вид, торопливо потянулся за одеждой, которая беспорядочной кучей лежала на ближайшем стуле. С величайшей поспешностью кое-как напялил он на себя белье, удостоил беглого внимания только лицо, умыв его перед тем, как надеть засаленный мягкий воротничок, затем завязал галстук, скрученный в веревочку, надел жилет и висевший мешком пиджак. Экономия времени получилась значительная, так как вся процедура одевания отняла у него не более пяти минут, и вот он был готов, оставалось только спуститься вниз и приступить к утреннему завтраку. Доброе утро, Броуди, приветливо воскликнула Нэнси, когда он вошел в кухню. О, сегодня вы молодцом вовремя как спали. Не так хорошо, как хотелось бы, ответил он с ударением. Мне было холодно, но я предчувствую, что сегодня ночью мне спать будет уютнее. О, постыдились бы с раннего утра говорить о таких вещах, тряхнула головой Нэнси. Ешьте свою кашу и помалкивайте. Он посмотрел на кашу, сжав губы с видимым отвращением, и сказал «На что-то не хочется Нэнси. Это тяжело для желудка утром. Она хороша на ужин, а сейчас мне и глядеть на нее не хочется. Нет ли у тебя чего-нибудь другого? Есть, есть. Я только что поджарила на сковороде отличную жирную сельдь», сказала она предупредительно. «Не ешьте кашу, если не хочется, сию минуту принесу рыбу». Он следил за ее энергичной походкой, видел, как метнули с юбки, как легко и быстро двигались красивые ноги, когда она побежала выполнять свое обещание, и радовался про себя заметному улучшению в ее обращении с ним. Нэнси. Нэнси больше больше не чуждалась его, не смотрела на него с враждебными искорками в глазах, даже ухаживала теперь за ним своей услужливостью до странности, напоминая ему покойную жену. Он наслаждался этой заботой о нем, этой преданностью, в особенности потому, что она исходила от его обожаемой и столь независимой Нэнси. И когда она воротилась с тарелкой, он посмотрел на нее украдко и сказал, я вижу, ты опять стала ласково ко мне, Нэнси. Я помню утро, когда ты швыряла на стол подгорелую кашу, считая, что этого за глаза довольно бедному человеку, а жирная жареная сельдь мне больше по вкусу, да и твое обращение со мной тоже. Ты ведь меня любишь, Нэнси, не правда ли, а? Она посмотрела сперва на его усталое лицо, все в морщинах со втянутыми щеками, обезображенная двухдневной щетиной, перерезанная натянутой, не идущей к нему улыбкой, потом на его неряшливую сгорбленную фигуру, трясущиеся руки, запущенные ногти, и воскликнула с резким смешком. Ну, конечно, у меня к вам теперь такое сильное чувство, что меня это даже беспокоит, иной раз погляжу на вас, сердце так и встрепенется в груди. Улыбка потухла на лице Броуди, глаза его сузились, и он ответил, как я рад это слышать от тебя, Нэнси. Знаю, не следовало бы этого говорить тебе, но не могу не сказать, просто удивительно, до чего ты мне нужна стала. И забыв о завтраке, он продолжал почти виновата, словно оправдываясь, никогда бы не поверил, что я способен так привязаться к кому-нибудь. Я думал, что не такой я человек, но, видишь ли, у меня так долго никого не было, что, когда мы с тобой сошлись, ты, да, да, ты крепко забрала меня в руки. Это чистая правда. Ты ведь не сердишься на меня, что я это говорю, а? Нет, нет, поспешно воскликнула Нэнси. Ни чуточки не сяжу с Броуди, я научилась вас понимать, но будет толковать, ведь ты нет отличная рыба, которую я изжарила для вас. Я хочу знать, понравится ли она вам. Надо, чтобы вы хорошо позавтракали, потому что обедать вам придется не дома. Что? Обедать не дома? Почему? Удивился Броуди. Ты же только на прошлой неделе была в Овертоне, так неужели сегодня опять пойдешь к тетке? Нет, не пойду, вызывающе тряхнула головой Нэнси, но она придет ко мне, и я не желаю, чтобы при ней вы тут вертелись подли меня. Она приличная женщина и ничего не подозревает, да и любит меня. У нее от ваших разговоров глаза на лоб полезут. Вы можете вернуться домой к вечеру, когда она уйдет. Тогда я буду вас ждать в спальне. Он сперва посмотрел на нее, весь потемнев от гнева, но быстро овладел собой и покачал головой. Ну, черт возьми, и обнаглела же ты девушка. Хм, подумай только, а? Дошла до такой дерзости, что приглашает своих гостей ко мне в дом. Боже, боже, ну, теперь только я вижу, что ты сумела сделать со мной. За то, что ты выкинула такую штуку, не спросив моего позволения, следовало бы хорошенько разогреть тебе задницу ремнем. Но ты знаешь, что я не могу на тебя сердиться. Ведь на конца не будет вольностью, которой ты себе позволяешь. Так что тут худого, а? Спросила она сухо. Неужели честная экономка не имеет права повидаться с родственниками, когда ей этого хочется? Вы прекрасно можете закусить где-нибудь в трактире, а зато я приготовлю к вашему приходу сюрприз. Он недоверчиво посмотрел на нее. Да, сюрприз, подходящее слово после твоего обращения со мной в последнее время. Он сделал паузу и докончил мрачно. «Броди, я проклят, если знаю, почему я так легко уступаю тебе во всем». «Ну, не говорите, не говорите так, Броди». Мягко пожурила она. «Иногда вы говорите такие вещи, словно вы какой-нибудь язычник-китаец». «Что ты знаешь о китайцах?» Буркнул он сердито, занявшись наконец рыбой, и начал есть ее медленно, отправляя в рот большие куски. Через минуту он заметил уже другим тоном. «А это вкусно, да, вкусно, Нэнси, такие вещи, я бы с удовольствием ел каждое утро». Она продолжала с какой-то непонятной сдержанностью наблюдать, как он ест, затем, внезапно вспомнив, что-то воскликнула. «Господи, о чем я только думаю? Ведь вам сегодня утром пришло письмо, а я совсем забыла о нем. Что же вам?» Он перестал есть и удивленно посмотрел на нее из-под густых сидеющих бровей. «Письмо?» «Ну да, я совершенно забыла о нем из-за этой спешки с завтраком, вот оно». И Нэнси, взяв письмо, лежавшее на буфете, подала его Броуди. Он подержал его минуту в вытянутой руке, потом с недоумевающим видом поднес ближе к глазам, увидел на марке штемпель «Лондон» и, небрежно подсунув под край конверта свой толстый палец, разорвал конверт и вынул из него письмо. С некоторым интересом наблюдая за ним, в то время, как он читал, Нэнси видела, как на лице его так же быстро, как пробегают по темному небу тучи, гонимые ветром, промелькнули сначала сильное замешательство, потом изумление, удовольствие и торжество. С непонятным ей удовлетворением он перевернул листок, потом, не спеша, перечел его снова и, подняв глаза, загляделся куда-то в пространство. Ну, кто бы подумал, пробормотал он, это после всего. Что такое, крикнула Нэнси, от кого письмо? Она смирилась, она смирилась, и хочет приползти обратно на коленях. Он замолчал, поглощенный своими мыслями, как будто его слова уже все объясняли. Не понимаю, сказала Нэнси резко, о ком вы говорите? О моей дочери, о Мэри. Ответил он медленно. от той, которую я выгнал из дому. Я поклялся, что приму ее обратно только в том случае, если она будет в ногах у меня валяться, а она сказала, что не вернется никогда. А теперь она вот в этом самом письме клянчит, чтобы я позволил ей вернуться домой вести мое хозяйство. Хорошее, хорошее утешение для меня после всех этих лет. Он поднял письмо, крепко зажав его в пальцах и, казалось, не мог досыто на него наглядеться. Потом прочел, глумливо подчеркивая слова, «Забудем прошлое. Я хочу, чтобы ты меня простил. Так как мама умерла, я хотела бы заменить ее дома. Здесь мне живется неплохо, но иногда я чувствую себя одинокой». Он фыркнул «Одинокой, по делам ей кляну с Богом, пускай так будет и дальше». «О, она сильно ошибается, воображая, что я приму ее обратно. Не желаю я видеть ее». «Нет, нет, никогда». Он поднял глаза на Нэнси, как бы ожидая ее одобрения и продолжал кривя губы. «Неужели ты не понимаешь, девочка? Ведь это доказывает мою правоту. Она была горда, очень горда, теперь я вижу, что гордость ее сломлена. Если бы не это, чего ради ей захотелось домой? Боже, какое это для нее унижение быть вынужденной скулить и клянчить, чтобы ее приняли обратно, и какое торжество для меня отказать ей. Она хочет быть у меня экономкой». Он грубо расхохотался. «Не дурно, а, Нэнси? Она не знает, что у меня уже есть ты, и хочет занять твое место». Нэнси взяла у него из рук письмо и принялась читать его. «Ну, не вижу тут, чтобы она скулила», возразила она спокойно. «Письмо написано вполне прилично». «Ба, меня интересует не как оно написано, а суть его суть, другого объяснения не придумаешь, и это веселит меня, как стаканчик лучшего виски, да». «Так вы не позволите ей вернуться?» спросила Нэнси с испытующим взглядом. «Нет», крикнул Броуди, «нет, не позволю». «Теперь у меня есть хозяйка, которая будет заботиться обо мне». «Пусть не думает, что мне нужны такие, как она». «Она может оставаться в Лондоне и сгнить там, мне до нее нет решительно никакого дела». «Не следует решать так сразу», уговаривала его Нэнси. «Все же она вам родная дочь? Подумайте хорошенько». «Не поступайте опрометчиво». Он сердито посмотрел на нее. «Тут и думать не о чем». «Никогда я ее не прощу». «Вот и все». В глазах его внезапно засверкал огонек, и он воскликнул. «А знаешь, Нэнси, я придумал, чем ее можно задеть заживое. Напиши-ка ты ей, что, мол, место, которое она просит, уже занято. Это ее здорово унизит, а? Напишешь, девочка? «Нет, не напишу», отрезала Нэнси. «И выдумает же. Можете сами это сделать, если хотите». «Ну, во всяком случае, ты мне поможешь сочинить ответ», возразил он. «Что, если нам с тобой заняться этим сегодня вечером, когда я вернусь домой, а? Голова у тебя сметливая, и ты, наверное, придумаешь что-нибудь подходящее». «Ладно, подождем до вечера», отвечала Нэнси после некоторого размышления. «Я пока подумаю над этим». «Вот великолепно», воскликнул Броуди, уже заранее радуясь мысли, что они вдвоем будут вечером заниматься этим увлекательным делом, сочинять резкий ответ его дочери. «Мы посоветуемся с тобой. Я знаю, что ты все сумеешь, когда захочешь». В это время издалека донесся гудок. То усиливаясь, то слабее, но все время отчетливо слышный, он ворвался в комнату с неумолимой настойчивостью. «О, боже милосердный!» вскрикнула Нэнси. «Вот уже девятичасовой гудок, а вы еще дома. Вы ужасно опоздаете, если не поторопитесь. Живее, живее уходите». «Наплевать мне на их проклятые гудки». Бросил он угрюмо. «Захочу и опоздаю». «Можно подумать, что я раб этого проклятого свистка. Так ты меня гонишь вон каждый раз, когда мне не хочется от тебя уходить». «Я не хочу, чтобы вас уволили, Броуди. Что будет с вами, если вы потеряете другую, получше». «Я уже и то об этом подумываю. Это для меня недостаточно хороша». «Да не выдумывайте же, Броуди, начнете менять, и может оказаться хуже. Ну, идите, идите, я вас провожу до дверей». Выражение его лица смягчилось. Он поглядел на нее и послушно встал, говоря, «Не беспокойся, Нэнси». «Я всегда заработаю достаточно, чтобы содержать тебя». У двери на улицу он повернулся к Нэнси и воскликнул чуть не трагически. «Целый день я не увижу тебя». Она немного отодвинулась и, полуприкрыв дверь, сказала из-за нее, «Какая погода? Вы бы лучше взяли зонтик вместо этой старой палки. вы не забыли, что вам надо сегодня пообедать где-нибудь?» «Помню, помню», отвечал он покорно. «Ты знаешь, я всегда помню то, что ты мне наказываешь». «Ну, поцелуй же меня разок». «На прощание». Нэнси хотела уже было захлопнуть дверь перед его носом, но что-то в его тоне лице растрогало ее, и, поднявшись на цыпочки, вытянув вперед голову, она коснулась губами глубокой морщины, пересекавшей его лоб посредине. «Ну, вот», шепнула она чуть слышно про себя. «Это поцелуй тому, кем ты был». Он, не понимая, смотрел на нее вопросительно и вместе любовно, глазами верного пса. «Что ты сказала?» переспросил он с недоумением. «А, ничего, ничего, беспечно», воскликнула Нэнси, снова отступая за дверь, просто сказала «до свидания». Он все медлил, неловко бормоча. «Если ты насчет виски, так знаешь, что я решил быть благоразумным». «Я знаю, что ты не любишь, когда я много пью, а я хочу тебя угождать во всем, девочка, да». Нэнси тихонько покачала головой, глядя на него пытливо, с каким-то странным выражением. «Я вовсе не о том». «Если вы чувствуете, что вам надо иной раз выпить, так пейте, ведь это единственное, ведь это вас утешает, ну, уходите, уходите же наконец». «Нэнси, дорогая, ты хорошо понимаешь человека». Пробормотал он растроганно. «Когда ты такая, как сейчас, я, я для тебя на все готов». Он неуклюже переступил с ноги на ногу, несколько сконфуженный своим порывом, затем голосом охрипшим от подавленного волнения сказал «Я ухожу, девочка, ухожу. До свидания». «До свидания». Откликнулась она спокойно. Заглянув ей последний раз в глаза, он повернулся и, оказавшись теперь лицом к лицу с серым печальным утром, двинулся вперед под дождем. Странная фигура без пальто, увенчанная широкой четырехугольной шляпой, из-под которой в живописном беспорядке выбивались густые космы давно не стриженных волос с руками заложенными за спину, смешно волочившиеся за ним по грязи тяжелой ясеневой тростью. Он шел по дороге, погруженный в путаницу противоречивых мыслей, к которым примешивался и стыд за столь неожиданный взрыв чувств. Но постепенно все вытеснила одна единственная мысль о том, как дорога ему Нэнси. Она, как и он человек из плоти и крови. Она его понимает, знает, что нужно мужчине и даже, как видно, из ее последнего замечания понимает, что иногда бывает необходимо выпить стаканчик. Он был так поглощен мыслями о ней, что не чувствовал, как его поливает дождь. Его неподвижно сосредоточенное лицо словно освещалось порой вспышками света. Но когда он стал приближаться к верфи, размышления его стали менее отрадны, о чем свидетельствовал его ожесточенно мрачный вид. Он вспомнил, что опаздывает, что его, может быть, ждет нагоняй. Его до сих пор еще угнетало сознание унизительности этой службы для него Броуди. Уже и письмо, полученное сегодня, представилось ему в новом свете, как недопустимое самонадеянность со стороны той, которая когда-то была его дочерью и теперь разбудила в нем горечь воспоминания о прошлом. Казалось, эти воспоминания вызывали терпкий вкус во жду, а отжаренные селедки, которые он ел за завтраком, он сгорал от жажды. Перед баром механика он невольно остановился и, ободренной прощальными словами Нэнси, пробурчал «У меня все внутри пересохло, я все равно опоздал на полчаса, раз я уже тут, надо зайти». Бросив полувзывающий взгляд через плечо на здание на противоположной стороне улицы, в котором помещалась контора верфи, он вошел в трактир. Когда же четверть часа спустя вышел оттуда, в его манерах появилось нечто от прежней заносчивой самоуверенности. В таком настроении он вошел через вертящуюся дверь главного входа, прошел по коридорам, теперь уже по привычке легко ориентируясь, и, высоко подняв голову, вошел в комнату, где работал, посмотрев по очереди на обоих молодых клерков, которые подняли головы от работы и поздоровались с ним. «А что эта старая носатая свинья уже приходила сюда?» — осведомился он. «Впрочем, если и приходил, мне на это решительно наплевать». «Мистер Бляш?» — спросил один из молодых людей. «Нет, нет, он еще не являлся». Брауди воскликнул, жестоко рассердившись на себя за то неожиданное чувство облегчения, которое он невольно испытал при этом ответе. «Вы, должно быть, думаете, что мне сегодня повезло? Так имейте в виду, мне все равно, узнает он, что я опоздал или не узнает. Можете ему доложить, если хотите, мне безразлично». И, швырнув шляпу на вешалку, поставив палку в угол, он тяжело опустился на свое место. Клерки переглянулись и после некоторого умолчания один из них робко ответил за себя и за товарища. «Мы ему и словом никогда не зарекаемся об этом, мистер Броуди, вы же знаете. Однако с вас так и течет. Вы бы сняли пиджак и высушили его». «Не подумаю». Грубо отрезал Броуди, раскрыл книгу, которую он вел, взял перо, принялся за работу. Но через минуту поднял голову и сказал уже другим тоном. «Все все-таки спасибо вам. Оба вы славные ребята и не раз меня вручали. Дело в том, что я сегодня получил известие, которое меня расстроило, потому я немного не в своей тарелке». Клерки были до некоторой степени в курсе его дел благодаря отрывочным разговорам, которыми он их удостаивал в последние месяцы. И тот из них, кто до сих пор молчал, спросил. «Надеюсь, не из-за Несси, мистер Броуди?» «Нет, нет», возразил Броуди, «не из-за моей Несси. Она, слава Богу, молодцом, занимается вовсю, держит курс прямо на стипендию лета. Она никогда ни на минуту меня не огорчала. Это не из-за Несси, а из-за кое-чего другого». «Ну, я знаю, знаю, что сделать, я и тут своего добьюсь, как всегда, и во всем». Его собеседники воздержались от дальнейших расспросов, и все трое принялись за работу. Молчание нарушал лишь скрип перьев по бумаге, шуршание перевертываемой страницы, непрерывное кряхтение табурета до бормотания Броуди, которое пытался заставить работать отуманенный вином мозг и справиться с цифрами, мелькавшими перед ним. Время шло. И вот в конце коридора снаружи послышались четкие шаги. Дверь отворилась, чтобы пропустить корректную фигуру мистера Блера. Держа в руках пачку бумаг, он постоял минуту, поправляя на своем горбатом носу пенсне в золотой оправе и пристально наблюдая за тремя подчиненными, которые продолжали работать под его строгим взглядом. Взгляд этот, в конце концов, неодобрительно остановился на фигуре развалившегося на стуле Броуди, от мокрого платья которого шел пар. Мистер Блер, предостерегающий кашлянул и сделал шаг вперед. Бумаги в его руке торчали, как взъерошенные перья какой-нибудь птицы. Броуди начал он резко. Минутку внимания прошу вас. Не меняя позы, Броуди поднял голову от книги и посмотрел на Блера с едкой иронией. Чем я вам опять не угодил? Вы могли бы встать, когда я с вами говорю? Строго заметил Блер. Все служащие делают это, а вы нет. Так не полагается. Я, видите ли, вообще не похож на других. Может быть оттого и не делаю того, что другие. А мне и сидя удобно разговаривать. Что вам от меня надо? Вот счета. С раздражением начал мистер Блер. Узнаете вы их? Если нет, то могу вам сообщить, что это ваша работа. Так называемая работа. Они все до единого никуда не годятся. Все цифры не верны. В итогах грубейшие ошибки. Мне надоело ваше никуда негодное почкать не о Броуди. Если вы не сумеете объяснить свои ошибки, я вынужден буду доложить обо всем моему начальству. Броуди перевел засверкавшие глаза от бумаг на чопорное обиженное лицо Блера и, остро чувствуя всю невыносимую унизительность своего положения, ответил угрюмо, понизив голос. Я старался выполнить эту работу как можно лучше. Ничего больше сделать не могу. Значит, ваша наилучшая работа нас не удовлетворяет, возразил Блер, повышая голос чуть не до крика. В последнее время вы работаете возмутительно плохо, а ведете себя еще хуже. Даже ваш внешний вид срамит наше учреждение. Я уверен, что если бы сэр Джон знал, он никогда бы этого не допустил. Да что говорить, он заикался от гнева, от вас даже на расстоянии разит вином. Безобразие! Броуди сидел молча, потупившись, спрашивая себя, он ли это Джеймс Броуди покорно переносит такие оскорбления от какого-то надутого ничтожества. Он видел мысленно, как он вскакивает, хватает Блера за горло, трясет его так, что из того вот-вот и дух вон, затем позорно выбрасывает его за дверь, как выбросил раз человека вдвое сильнее себя. Но нет. Он продолжал сидеть, не шелохнувшись на стуле и глухо пробормотал. У меня контора, я провожу время так, как мне угодно. Вы обязаны являться сюда в таком состоянии, чтобы вы были способны работать, сухо настаивал Блер. вы подаете дурной пример этим молодым людям, и ваш внешний вид пятно на всем учреждении. «Оставьте в покое мою внешность, черт бы вас побрал!» заревел вдруг Броуди в внезапном приступе ярости. «Я предпочитаю ее, вашей тупой самодовольной физиономии!» «Без дерзости, пожалуйста!» крикнул Блер, и бледное лицо его вспыхнуло. «Я заявлю, кому следует о вашей наглости!» «Отвержитесь от меня!» орал Броуди, скорчившись на стуле и глядя на него глазами дикого зверя, сломленного неволей, но еще свирепого. «Не выводите меня из себя, иначе вам же будет худо!» Прочтя в этом диком взгляде грозившую ему опасность, Блер воздержался от дальнейших оскорбительных замечаний, но пренебрежительно бросив на стол Броуди бумаги, которые держал в руках, сказал ледяным тоном «Немедленно исправьте и верните мне без единой ошибки, иначе я приму меры». И, отвернувшись, важно вышел из комнаты. Когда дверь за ним закрылась, не последовало никакого взрыва, но тишина в комнате была более гнетущей, чем самая страшная буря. Броуди сидел, как каменное изваяние, перебирая в памяти все только что выслушанные оскорбления и не сомневаясь, что взгляды обоих клерков с насмешкой устремлены на него. Уголком глаза он заметил руку, которая, появившись над краем его стола, бесшумно убрала злосчастные щита, и хотя он знал, что добрые товарищи и на этот раз выручат его, застывшая на его лице угрюмость не смягчилась. Так он сидел некоторое время, не поднимая пера, видел, как исправленные документы снова очутились у него на столе, но не сказал ни слова, сохраняя позу холодного безразличия до обеденного гудка, который раздался ровно в час. Тогда он сразу же встал, схватил шляпу и быстро вышел из комнаты. Некоторые оскорбления могут быть смыты только кровью, но сейчас он стремился иным способом стереть в памяти свой позор. вернулся он вовремя ровно в два часа, уже совершенно преображенный, как будто под влиянием какой-то таинственной благодетельной силы, рассеявший его уныние, разгладивший суровые морщины на лице, вливший в его жилы веселящую жидкость, которая теперь жизнерадостно бурлила в них и излучала сияние из всех пор его тела. «Видите, товарищи, я пришел первый!» закричал он с тяжеловесной шутливостью, когда оба клерка вошли вместе вскоре после него. «Минута в минуту! А вы позволяете себя опаздывать, да? О, это безобразие! Если вы не прекратите этого, я доложу начальству, тому самому пугалу, который приходил сегодня утром. Он шумно захохотал и продолжал «Почему бы вам не брать пример с меня, когда перед вами такой образец добродетели?» «Вы в хорошем настроении, мистер Броуди», заметил неуверенно один из молодых людей. «А почему бы и нет?» «Такие случаи, как тот, что произошел сегодня утром, меня смутить не могут. Если бы не некоторые соображения, я бы свернул шею этому ничтожеству. А вы знаете, продолжал он конфиденциальным тоном, отчего он злится? «Оттого, что я принят сюда помимо него, благодаря моим связям, и он не мог этому помешать». Он вынул из кармана трубку, шумно выколотил ее о письменный стол и принялся набивать. «Неужели вы будете курить, мистер Броуди?» воскликнул первый клерк с некоторым беспокойством, поднимая глаза от книги. «Вы же знаете, что это строго запрещено». Броуди посмотрел на него, раскачиваясь на стуле, и ответил, «А кто это мне запретит? Я делаю, что хочу». «Такому человеку, как я, не пристало кланяться и молить разрешение закурить трубку». Он с вызывающим видом продолжал курить, шумно пыхтя трубкой и небрежно бросив на пол обгорелую спичку. Затем, глубокомысленно покачивая головой, промолвил в промежутках между затяжками, «Нет, не пристало. Я не буду этого делать, господи, если бы я имел то, чего заслуживаю, разве я сидел бы в этой поганой конторе? Я стою много выше такой службы, да и всякой службы вообще, это истинная правда, только я не имею возможности это доказать и должен мириться с тем, что есть, но ничто меня не изменит. Нет, черт возьми, нет, в этом городе многие были бы счастливы, если бы в их жилах текла такая кровь, как в моих. Он осмотрелся, ища одобрения, но заметив, что слушатели, которым надоело неизменно слышать одно и то же, с притворным безучастием склонили голову над работой, почувствовал разочарование. Впрочем, он не применил воспользоваться их невниманием, достал из бокового кармана небольшую плоскую фляжку, торопливо поднес ее к губам и затем укратко и спрятал обратно. Подкрепившись таким образом, он продолжал, словно не замечая, что его не слушают. Кровь всегда скажется и свое возьмет. Да, я опять вернул себе прежнее положение. Только из-за злобы и зависти человеческой я попал сюда, но это ненадолго. Настоящего человека не сломишь. Скоро люди опять воздадут мне должное, поймут, кто я, и я опять буду на сельскохозяйственной выставке стоять рядом плечом к плечу с господином главным судьей графства и буду в самых лучших отношениях, как равный с равными имейте в виду, подчеркнул он эти слова, махнув трубкой, с людьми самой благородной крови. Мое имя будет в списке среди этих имен. Перенеся смысленно в славное прошлое, он расчувствовал, глаза его увлажнились, нижняя губа отвисла, грудь вздымалась, он пробормотал, да, да, это большая честь для человека. Покурили и хватит, спрячьте трубку, мистер Броуди. Взмолился второй клерк, прерывая его размышления. Я не хотел бы, чтобы вы опять нарвались на неприятность. Броуди на мгновение остановил на нем сердитый взгляд, потом неожиданно расхохотался. Как вы запуганы, дружище! Вы правы, я выкурил одну трубку, но намерен выкурить вторую, больше того намерен еще и выпить. Он с лукавой миной опять вытащил бутылку и на глазах у пораженных клерков долго тянул из нее. Вместо того, чтобы спрятать ее обратно в карман, он поставил ее перед собой на самом верху конторки, сказав при этом, «Здесь ты будешь у меня под рукой, голубушка, и я смогу на тебя поглядывать и следить, как ты будешь пустить дюйм за дюймом». Затем польщенный тем, что на нем сосредоточено тревожное внимание клерков, он продолжал «Встать о неприятностях. Этот сморчок сказал сегодня одну вещь, такую нелепую, что она не выходит у меня из головы». Он сильно нахмурился уже при одном воспоминании об этом. «Ваш внешний вид, пятно на всем учреждении, так кажется». «Да-да, это его подлинные слова». «Теперь объясните мне, ребята, что он хотел этим сказать, черт его подери. Чем моя наружность плоха?» Он с воинственным видом уставился на клерков, а тени решительно покачивали головами. «Разве я не красивый мужчина, а?» загремел он, с величайшим удовлетворением принимая их молчание за знак согласия. «Это с его стороны гнусная злоба, да-да, я всегда был видный мужчина, хорошо сложенный, кожа у меня была чистая, как у ребенка». К тому же, продолжал он с хитрым выражением, поглядывая на слушателей и поглаживая колючую щетину на подбородке, «Я имею еще одно доказательство, что он неправ». «Может быть, вы слишком молоды, чтобы знать это, но ничего, ничего, я все-таки скажу вам, что одна девушка, самая красивая девушка в Ливенфорде предпочла меня всем. Честное слово, при одной мысли о ней уже хочется выпить в ее честь». Он с картиной торжественностью провозгласил тост за самую красивую даму в Ливенфорде и некоторое время молчал, погрузившись в блаженные размышления о Нэнси. Ему хотелось поговорить о ней, похвастать ее прелестями, но что-то мешало ему, и когда он, сведя брови, стал рыться в памяти, ища объяснения этой своей невольной сдержанности, его вдруг точно озарило. Он понял, что не может свободно говорить о Нэнси, потому что она не жена ему. При этой неожиданной догадке он мысленно выругал себя за такое упущение. Эх, пробормотал он про себя нехорошо, ты поступил, Броуди, нехорошо, надо бы раньше подумать об этом. Он с сожалением покачал головой, снова отхлебнул из бутылки, чтобы привести в ясность мысли, и, охваченный глубоким волнением по поводу прискорбного положения Нэнси прошептал с пьяной слезливостью, «Пожалуй, я сделаю это, ей-богу, сделаю это для нее». Он готов был сам себе пожать руку, приветствуя это внезапно принятое им благородное решение сделать из Нэнси честную женщину. Конечно, она стояла на не слишком высокой ступени социальной лестницы, но не все ли равно. Его имя покроет все, покроет их общий грех, оженившись на ней, он одним этим великодушным жестом надежнее привяжет Нэнси к дому, оправдает себя в глазах всех и навсегда положит конец тем грустным и пытливым взглядам, которые, как он замечал порой, бросала на него Нэсси. Он стукнул кулаком по столу и воскликнул, «Я это сделаю, сегодня же вечером скажу ей об этом». Потом, усмехнувшись, при виде оторопелых физиономий клерков, сказал напыщенным тоном, «Не пугайтесь, ребята, не пугайтесь, это я сейчас обдумывал различные планы и решил сделать кое-что для моей маленькой Нэсси, она этого вполне заслуживает». Потом, перейдя на более простой тон, лукаво подмигнул им и добавил, «Это так, небольшой маневр в домашней политике, о котором вы рано или поздно непременно узнаете». Он уже собирался просветить их на этот счет, когда один из клерков, предвидя, вероятно, какого рода откровения сейчас последуют, поспешил отвлечь его внимание, спросив, «А как учится ваша Нэсси, мистер Броуди?» Броуди прищурился, «Вы же знаете, что отлично, не задавайте глупых вопросов, стипендиолета уже все равно, что у нас в кармане». И, ухватившись за эту новую тему, возникшую в его ословелом мозгу, он продолжал, «Она для меня великое утешение, эта девчурка, истинное удовольствие для меня видеть, как она каждый раз вставляет палки в колеса парнишки Грисона, она постоянно его побеждает, и всякий раз у его скопидома папаши наверное желчь разливается, да-да, для него это горше полыни». Он фыркнул при мысли об этом и сильнее запрокинув бутылку, допивал уже последние капли ее содержимого, как вдруг эта попытка одновременно и смеяться и пить кончилась тем, что он поперхнулся и закашлялся долгим хриплым кашлем. «Поколотите меня по спине, черт вас возьми!» Прохрепел он и нагнулся вперед, качаясь как больной измученный слон. Лицо его налило с кровью, глаза блуждали. «Крепте! Крепте!» Понукал он одного из клерков, который вскочив со стула, начал тузить его по согнутой спине. «Скверный у вас кашель», заметил этот молодой человек, когда припадок наконец скончился. «Вот вам и результат сидения в мокрой одежде». «Эх, важность, кашель», возразил Броуди, отирая лицо рукавом. «Я никогда не носил пальто и не буду носить. Нет, зонтик я где-то оставил, но это не имеет значения. Дочь мне полезен. Я здоров, как жеребец». И он потянулся всем худым телом, чтобы показать свою силу. «На синю вас, мистер Броуди», сказал первый клерк. «Она выглядит не особенно крепкой». Броуди сердито посмотрел на нее. «У нее прекрасное здоровье». «И вы тоже из тех паникеров, которые у всех людей выискивают болезни, да? она у меня молодец. В прошлом месяце, правда, она была чуточку нездорова, но это пустое. Я сводил ее к Лоре, и он сказал, что у нее голова, как ей встречаются одна на тысячу, а я скажу, на миллион». Он торжествующе огляделся вокруг, посмотрел на бутылку, желая от избытка чувств хлебнуть из нее, но увидев, что она пуста, схватил ее и метко швырнул в стоявшую в углу мусорную корзинку, откуда она была позднее, великодушно извлечена и брошена в ливен одним из его многострадальных коллег. «Ну что, ловко, а?» крикнул он весело. «Да, глаз у меня меткий, я могу за пятьдесят шагов не сморгнув подстрелить на бегу кролика. Кролика, черт возьми! Будь я там, где мне следовало быть, я бы стрелял не кролика, а куропаток да фазанов, а небо у меня сыпались на землю как град». Он уже готов был начать распространяться о поместьях своей знатной родни, но тут взгляд его упал на часы. «О, скажите, пожалуйста, скоро пять. Да, со мной можно незаметно провести время». Он шутливо прищурил один глаз, заржал и объявил «За усердной работой время идет быстро, как сказал бы этот надутый молокосос Бляр. Но, к сожалению, я должен вас оставить, друзья, вы славные ребята, я очень вас люблю, но теперь мне надо заняться одним более важным делом». Он весело потер руки, предвкушая удовольствие и добавил ухмыляясь «Если мой любимец заглянет сюда до пяти скажите ему, что его счета в порядке и что я ушел купить ему погремушку». Он поднялся со стула, медленно взял с вешалки свою шляпу, дважды снимал и надевал ее, пока его не удовлетворил залом ее пыльных полей, взял свою тяжелую трость и с пьяной важностью остановился на пороге, покачиваясь и загораживая своим большим телом дверь. «Ребята!» прокричал он, размахивая тростью, «Знали бы вы, куда я сейчас иду, у вас бы сленки потекли, но вам туда нельзя, нет-нет, только один человек есть в городе, которому это можно». Он внушительно посмотрел на клерков и докончил с большой драматической выразительностью. «Это я! Я!» В последний раз скользнул взглядом потерпелевым, но смущенным лицем и медленно вышел из комнаты. Ему повезло. Шумно проходя по коридорам, он никого не встретил и за пять минут до гудка, проскочив через главный вход, очутился на свободе и направился домой. Дождь перестал, воздух был свеж и прохладен. Недавно зажженные фонари мерцали сквозь сумрак, отражаясь на мокрых мостовых, как бесконечный ряд топазовых лун в черной неподвижной воде. Броуди ужасно забавляла правильное чередование этих отражений, которые как будто плыли ему навстречу в то время, как он шел. Ухмыляясь, он говорил себе, что обязательно расскажет Нэнси об этом виденном им странном явлении, небе, опрокинутом на землю. Нэнси, Нэнси. Он громко замурлыкал от удовольствия, подумав обо всем том, что им предстояло вместе обсудить сегодня вечером, начиная от сочинения язвительного письма Той в Лондон и кончая лестным предложением, которое он собирается сделать Нэнси. Она, конечно, сначала будет расстроена, увидев, что он вернулся, пожалуй, больше обычного подхмеляком. Он великодушно признался в этом вечернему мраку, но когда она услышит его предложение, нежданная радость рассеет всю ее досаду. Он знал, что этой ворчунде Нэнси всегда хотелось прочного положения, которое мог ей дать только такой благородный человек, как он, и уже слышал ее изнемогающее от волнения голос. Вы это серьезно говорите, Броуди? Ох, и ошеломили же вы меня стать вашей женой. Вы знаете, что я ухвачу за это, как за счастье, подите же сюда, сюда, я крепко-крепко вас расцелую, да-да, она будет к нему милостива как никогда после такого великодушного предложения. Глаза его заблестели при мысли о тех интимных доказательствах ее расположения, которые он получит от нее сегодня ночью. С радостным сознанием, что каждый испотыкающийся шаг приближает его к ней, он шагал вперед, ища и не находя слов, способных передать всю силу ее очарования и власти над ним. Она прелесть, прелесть, бормотал он бессвязно, а тело у нее, тело, такое белое, нежное, как грудка цыпленка. «Ох, я, кажется, готов ее съесть!» Образы становились назойливее, обостряли его тоску по Нэнси, его возбуждение, и последним торопливым усилием он достиг своего дома, взбежал по ступенькам, нетерпеливо вставил ключ в замок, отпер дверью, ввалился в неосвещенную переднюю. «Нэнси!» крикнул он громко. «Нэнси!» «А вот я и вернулся к тебе!» Он постоял в темноте, ожидая, чтобы она отозвалась, но так как ответа не было, он любовно усмехнулся, решив, что она спряталась наверху и ждет его прихода. Достав из кармана спички, он зажег газ в передней, поставил трость в подставку, повесил шляпу и торопливо вошел в кухню. Но и в кухне было темно, «Нэнси!» «Нэнси!» закричал он во весь голос с удивлением и некоторым раздражением. «Ну что это еще за шутки? Я не намерен играть с тобой в прятки. Брось сейчас же все эти фокусы, девушка. Ты мне нужна, понимаешь? Выходи, где ты там?» Никакого ответа. Ощупью добравшись до газового рожка над камином, он зажег свет и, повернувшись, окинул взглядом кухню. С изумлением увидел, что стол не накрыт и никаких приготовлений к ужину не сделано. С минуты он оставался неподвижен, ошеломленно, глядя на пустой стол и, сердито сжав губы. Но вдруг его осенило догадка, и он пробормотал с прояснившимся лицом. Ах, она пошла провозить на вокзал свою четку. Но нет, какова дерзость? Никто, кроме нее, не посмел бы это сделать. Отсылает меня обедать у нее дома, потом заставляет еще дожидаться ужина. Это его слегка забавляло. Он даже захохотал громко, почти восхищаясь ее дерзостью. Да, вот такая женщина ему подстать. Но когда веселье его улеглось, он не знал, что ему делать. Наконец решил ожидать ее возвращения и, встав спиной к камину, лениво блуждал взглядом по кухне. Здесь все напоминало ему Нэнси. Он представлял себе, как она легко порхает по кухне или с небрежным видом садится в его кресло, как улыбается, разговаривает, даже как убегает от него, да-да-да, даже шпилька от шляпы, воткнутая в дерево кухонного шкафа, говорила об этой неподражаемо наглой и равнодушной беспечности. Однако на шкафу лежало еще что-то приколотое этой самой шляпной булавкой. Письмо. То дерзкое послание, которое он получил сегодня утром от дочери, и, подойдя к шкафу, он пренебрежительно взял его в руки. Но вдруг выражение его лица изменилось. Он увидел, что конверт другой, и адрес написан косым канцелярским почерком сына, почерком, так напоминавшим сладенькую вылащенную наружность Мэтта, что он не мог без раздражения на него смотреть второе письмо, на этот раз от Мэтью. Видно, этот трус так его боится, что предпочитает писать письма, вместо того, чтобы сказать отцу то, что хочет прямо в лицо, как мужчина. С глубоким презрением смотрел Броуди на аккуратную надпись на конверте, но лицо его смягчилось, когда, глядя сбоку на свою фамилию, выведенную этим четким почерком, он нашел, что она выглядит очень красиво, почти так же красиво, как напечатанная Джеймсу Броуди Эсквайру. Да, таким именем можно гордиться. Он слегка улыбнулся, благодушное настроение вернулось к нему, и в избытке самодовольства он небрежно разорвал конверт и вынул из него письмо. Дорогой отец, прочел он, если бы ты снизошел до того, чтобы выслушать подробности о моей новой службе, ты бы узнал, что эта должность может быть предоставлена только женатому человеку. Не жди, что Нэнси вернется. Она едет со мной, и присмотрит за тем, чтобы я не свалился с лошади, твой любящий и покорный сын Мэтт. Совершенно ошеломленный, Броуди перечел дважды эти несколько строк, поднял невидящие глаза и недоверчиво пробурчал. Что это значит? «Какое дело Нэнси до этого идиота с его лошадью? Твой любящий и покорный сын, да он, видно, не в своем уме». Затем внезапно ему показалось, что и он тоже сходит с ума, потому что смысл записки проник в его одурманенный спиртом мозг. Это произошло в тот миг, когда на обороте письма он заметил слова, нацарапанные детски неумелой рукой Нэнси. «Мы ты уезжаем, чтобы пожениться и зажить весело. Ты слишком любил свою бутылку, чтобы жениться на мне. Так можешь сегодня уложить ее с собой в постель вместо меня, старый дурак?» Страшный вопль вырвался у него. Он наконец понял, что Нэнси бросила его. Письмо исчезло из его глаз, комната закачалась, уплыла куда-то. Он был один среди безмерности мрака. С искаженного лица тупо глядели глаза, как две раны под лбом и сборожденным морщинами. Теперь он полностью сознавал свою потерю. Мэтт, его родной сын, отнял у него Нэнси. В припадке отчаяния он подумал, что гораздо лучше было бы, если бы сын застрелил его тогда в доме на канаве, чем нанес ему этот удар, гораздо более ужасный, более мучительный, чем смерть. Этот жалкий, презренный сын восторжествовал над ним. Ему разом стала ясна вся сеть обмана, которые его опутали в последние дни. равнодушие Нэнси, затем ее притворная хоть и сдержанная ласковость, то, что она запиралась от него по ночам, мнимая родня в Овертоне, полнейшее отсутствие Мэтчу дома. Все он понял теперь, вспомнил и то, как он застал обоих в кухне. Нэнси разбила чашку как раз в тот момент, когда он спросил Мэтчу название фирмы, у которой тот будет служить. Боже, Боже, каким дураком он был. Старый дурак назвала его Нэнси. Как она, должно быть, смеялась над ним, как оба они насмехаются над ним сейчас. Он не знал, куда и как они уехали. Он был бессилен, он знал только одно, что они вместе, он мог только стоять тут и думать и корчусь от мук ревности представлять себе их в нестерпимой близости друг к другу. Он очнулся, как человек, которому на миг возвратилось сознание, выведенное из мрачного забытья голосом Нэсси, которая вошла в кухню, боязливо посмотрела на него и прошептала «Скипятить тебе чай, папа?» Я тоже не обедала и не ужинала. Он поднял искаженное лицо, бессмысленно посмотрел на девочку и вдруг хрипло закричал «Уходи прочь, ступай в гостиную, садись за уроки, иди куда хочешь, только не приставай ко мне!» Нэсси бросил асфон из кухни, а он снова погрузился в водоворот мучительных мыслей. С глубокой жалостью к себе он вспомнил, что теперь некому заботиться о неме Нэсси осталась одна лишь слабоумная беспомощная старуха-мать. Да, его дочери Мэри придется вернуться домой. Он вынужден будет хотя бы ради Нэсси позволить ей вернуться и вести хозяйство в доме. Весь скрытый смысл его беседы с Нэнси насчет этого возвращения стал ему вдруг ясен и он с новой болью вспомнил, как упрашивал ее написать отказ. А она все время знала, что бросит его, знала. Он опоздал со своим предложением жениться. Как же он обойдется без нее? Острая боль пронзила его, когда он представил себя Нэнси в объятиях сына, подставляющей губы его поцелуем, с радостной готовностью отдающей ему свое упругое белое тело, словно пытаясь заслонить это мучительное видение, он поднял руку и прижал ее к дрожащим векам. Губы его жалобно покривили, и тяжкое судорожное рыдание вырвалось из груди, нарушив тишину в кухне. Субтитры создавал поезд, вышедший в три часа из Глазго в Эртфилен, благополучно проделал первую половину маршрута, миновал Овертон, и, пройдя под низкими закопченными сводами Килмахейского туннеля, с коротким торжествующим свистом вынырнул на свет ветреного мартовского дня, выпустил длинную ленту пара, которая, подобно выемпилу, велась за паровозом, и начал тихим ходом спускаться по некрутому откосу, приближаясь к Левинфорду. Поезд шел налегке, многие вагоны были пусты, в других было по несколько, даже по одному пассажиру, и, словно считая, что теперь, после того, как проделан уже крутой подъем Пойнтфолда, остались позади темные пещеры Килмахия, спешить некуда, шел тихо среди взрыхленных серо-коричневых полей, пересеченных железной дорогой, как длинной, суживающейся вдали бороздой. В поезде, в уголке пустого вагона лицом к паровозу, одиноко сидела девушка с небольшим чемоданом, который составлял весь ее багаж. Одетая в простенький серый костюм изящного, но немодного покроя, в серой бархатной шапочке на темных, туго закрученных волосах, она сидела прямо, но непринужденно, устремив глаза в окно и жадно с какой-то грустью ловя каждую подробность мелькавшего мимо ландшафта. У девушки было тонкое лицо, прямой красивый нос с изящно вырезанными ноздрями, подвижный выразительный рот. Гладкий белый лоб подтенял и подчеркивал очарование кротких темных глаз. И во всем ее облике была меланхолическая прелесть, чистота, светлая печаль, точно какое-то пережитое в прошлом тяжелое горе, наложило на каждую черточку этого лица едва заметный, но неизгладимый отпечаток страдания. Эта легкая тень, как будто еще больше подчеркивавшая ее красоту, делала ее на вид старше ее двадцати двух лет, но вместе с тем придавала удивительную утонченность и благородную простоту, дополняемую строгостью наряда. Ее руки без перчаток, снятых и брошенных тут же, лежали праздно на коленях, ладонями кверху и так же, как лицо, сразу обращали на себя внимание, но по другой причине. Лицо было лицом Мадонны, а руки красные, шершавые, немного распухшие руками прислуги. И если душевное страдание придали только большую одухотворенность и лицу, то руки красноречиво говорили о тяжком труде, заклеймившем их трогательным безобразием, которое составляло такой контраст с красотой лица. Жадно, глядя в окно, она оставалась так же неподвижна, как ее загрубевшие от работы руки, но в выразительных чертах заметно было легкое возбуждение, обличавшее внутреннюю тревогу бурно колотившегося сердца. Она сразу узнала ферму Мейнса, ее распаханные коричневые поля, омываемые всегда бурлящими пенистыми водами морского лимана, ее гумно, желтый квадрат на фоне беспорядочно теснившихся друг к другу низких выбеленных строений усадьбы. А вот и потрепанная бурями башня линтенского маяка и все те же темно-синие массивные очертания самого утеса, вот выступил на фоне неба длинный скелетообразный силуэт судовой верфи лета и, наконец, показался точно нарисованный пунктиром острый шпиль городской ратуши. Возволнованная видом всех этих мест, так хорошо ей знакомых, она думала о том, что здесь ничто-ничто не изменилось. Все так постоянно, так надежно, так прочно. Изменилась только она Мэри Броуди, и теперь ей было больно от того, что она не прежняя, не та девушка, которая жила здесь раньше, чем судьба к каленым железом выжгла на ней свою печать. В то время, как она думала об этом с внезапной острой болью, словно в сердце ее открылась старая рана, она увидела в окно Ливенфордскую сельскую больницу, где лежала целых два месяца, борясь со смертью, где умер ее ребенок. И при этом мучительно горьком воспоминании лицо ее затуманило, с губы страдальчески дрогнули, но слез не было. Слезы были все давно выплаканы. Она узнала окно, через которое ее глаза когда-то неотступно смотрели вдаль усыпанную гравем дорожку, окаймленную лавровыми кустами, по которой она, выздоравливая, делала первые неуверенные шаги, калитку, к которой прислонялась, ослабев и запыхавшись, измученная этими усилиями. Ей хотелось остановить поезд, чтобы подольше удержать воспоминания, но он стремительно уносил ее от этих свидетелей грустного прошлого. И вот уже за последним поворотом с судорожной быстротой замелькали перед глазами Чарч-стрит, ряды лавок, публичная библиотека, площадь и, наконец, вокзал. Каким маленьким показался ей теперь вокзал с его миниатюрными залами ожидания, деревянной будкой билетной кассы. А когда-то, ожидая с волнением на этом самом вокзале поезда в Даррак, она трепетно удивлялась его громадности. Трепетала она и сейчас при мысли, что кончилось ее уединение в купе, что она сейчас должна выйти и очутиться на глазах у всех. Однако она решительно встала, взяла свой чемодан и, крепко сжав губы, храбро вышла на платформу. Вот она снова в Ливенфорде после четырехлетнего отсутствия. Она передала свой чемодан подошедшему носильщику, распорядившись, чтобы ей его доставили, отдала билет и, сойдя по небольшой лесенке на улицу, с бьющимся сердцем направилась домой. Воспоминания, осаждавшие ее в поезде, теперь с новой силой нахлынули на нее. Казалось, каждый шаг напоминало чем-нибудь, надрывая ее и без того измученное сердце. Вот городской выгон, за ним вдали полоской сверкает ливен. Вот здесь была школа, которую она посещала в детстве. Проходя мимо подъезда библиотеки, куда вела все та же вертящаяся дверь, она сказала себе, что вот тут, на этом самом месте, она в первый раз встретила Денниса. Мысль о нем не вызвала в ее душе ни острые боли, ни горечи. Одно только грустное сожаление, словно она чувствовала себя теперь уже не его возлюбленной, не жертвой его любви, а просто беспомощной игрушкой непобедимой судьбы. Проходя по железнодорожной улице, она увидела шедшую ей навстречу женщину, с которой она была знакома во времена предшествовавшие ее изгнанию. Она уже приготовилась с болью в сердце выдержать резкий осуждающий взгляд, но не последовало ни взгляда, ни боли. Женщина приблизилась и прошла мимо с равнодушным видом, совершенно не узнавая Мэри. О, как же я должно быть изменилась, с грустью подумала Мэри. Свернув на Уэлхолрот и подходя к дому доктора Ренвика, она как-то рассеянно подумала о том, найдет ли и он тоже в ней перемену, если они когда-нибудь встретятся. Он был к ней так добр, что даже вид его жилища взволновал ее. Она думала сейчас не о том, что он спас ей жизнь, словно этому она придавала мало значения, нет, нет, она живо вспомнила письма, которые он написал ей, одно, когда она уехала в Лондон, другое, извещавшее о болезни, а затем и о смерти матери. Письма полной доброты, искреннего сочувствия. Она никогда не вернулась бы в Ливенфорд, если бы не эти письма, так как, не получив известия о болезни матери, она не написала бы домой, Несси не узнала бы ее адреса, и ее полный отчаяния призыв не дошел бы по назначению. Бедная, запуганная девочка. Чем ближе Мэри подходила к родному дому, с неизгладимо врезавшимся в ее душу воспоминанием о той ночи, когда она его покинула, тем более заметным становилось ее волнение. Потоки горячей крови, вызванные усиленной деятельностью ее громко стучавшего сердца, растопили в конце концов привычную спокойную сдержанность. Она чувствовала, что снова, как бывало, дрожит перед встречей с отцом. Но с легким содроганием она заставляла себя идти навстречу гнету этого дома, в котором когда-то была узницей. Когда она наконец подошла к дому, ее поразил его наружный вид, и в первую минуту она подумала, что это не дом изменился, а она Мэри смотрит на него теперь другими глазами. Потом, присмотревшись внимательнее, она заметила эти отдельные мелкие перемены, которые придавали ему этот новый грязный и запущенный вид. Окна были давно не мыты, гордины на них истрепаны и грязны, шторы висели криво, в башенке одно оконце было открыто, другое наглухо забито и напоминало закрытый глаз, так что фасад башни точно подмигивал с застывшей насмешкой. Чистый серый камень фасада был обезображен длинной неровной полосой ржавой грязи, оставленной потоками воды из сломанной водосточной трубы. Отломанный кусок желоба висел в воздухе и из прямого карниза валилась как пьяная черепица, а двор перед домом был пуст, давно не чищен, зарос травой. Пораженная этими мелкими, но характерными переменами, так преобразившими внешний вид дома и, подгоняемая внезапным страхом перед тем, что она может увидеть внутри, Мэри быстро взбежала по ступенькам и дернула ручку звонка. Ее тревога еще возросла, так как ей пришлось долго ожидать. Но, наконец, дверь медленно отворилась, и в полутьме Мэри разглядела тоненькую фигурку Несси. Сестры посмотрели друг на друга, вскрикнули одновременно Несси, Мэри. И с этим смешным криком они бросились друг к другу в объятия. Мэри, Мэри, разбитым голосом твердила Несси, прижимаясь к сестре и не в силах от волнения сказать что-нибудь еще. Моя родная, моя милая Мэри, Мэри, Деточка, шептала Мэри взволнованная не меньше сестры. Я так рада, что опять вижу тебя. Я часто тосковала по тебе. Ты больше никогда не уедешь от меня. Правда, Мэри? схлипнула Несси. Ты мне так нужна. Держи меня крепко и не выпускай. Я тебя больше никогда не покину, дорогая, никогда. Я вернулась только ради того, чтобы быть подле тебя. Я знаю, знаю, плакала Несси. Ты добрая. Ох, как мне тебя не доставало с тех пор, как умерла мама. У меня не было никого, мне было так трудно. Не плачь, родная, не плачь. Утешала ее Мэри, прижимая голову сестры к своей груди и тихонько поглаживая ее лоб. Теперь все будет хорошо. Бояться больше не надо. Ты не знаешь, что я перетерпела, страстно выкрикивала Несси. Просто чудо, что я еще жива. Полно, полно, Несси. Не надо волноваться. Не то у тебя заболит голова. Нет, у меня все больше болело сердце, сказала младшая сестра, поднимая на Мэри воспаленные глаза с покрасневшими веками. Я тебя недостаточно любила, когда ты еще жила дома, Мэри. Но теперь я буду любить тебя в остерок сильнее. Здесь теперь все переменилось. Ты мне так нужна. Я все готова сделать, только бы ты осталась со мной. Останусь, останусь, дорогая, успокоила ее Мэри. А теперь утрей глаза и рассказывай все по порядку. Вот возьми мой носовой платок. Совсем как в прежние времена всхлипнула Несси и, выпустив руку сестры, обтерла мокрое лицо платком Мэри. Я всегда теряла носовой платок, и ты мне давала свой. перестав плакать и отодвинувшись немного от сестры, она вдруг воскликнула, глядя на нее. Какая ты стала красивая, Мэри. У тебя теперь такое лицо, что просто глаз не оторвать. Лицо у меня такое, как было всегда, Несси. Нет, 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 ты всегда была красива, но теперь у тебя лицо точно светится. Оставил в покое мое лицо, ласково промолвила Мэри. Сейчас надо подумать о тебе. Надо будет постараться, чтобы на этих худых ручках набралось немного мяса. Видно, что о тебе никто не заботился. Разумеется, нет, жалобно сказала Несси, глядя на свои худые до прозрачности ручки. Я не могу есть, что попало, а у нас в последнее время такое все невкусное, а все от того, что из-за этой, этой, казалось, она сейчас опять расплачется. Ну-ну, девочка, не надо, не надо. Шепотом уговаривала ее Мэри. Ты расскажешь мне в другой раз, ладно? Нет, я хочу рассказать тебе сейчас, истерически прокричала Несси, и слова полились стремительным потоком. Я ведь в письме тебе ничего не объяснила. У нас в доме жила ужасная женщина, и она убежала с Мэтом в Америку. Папа чуть с ума не сошел, и теперь он только и делает, что пьется про доначи. Мэри, Мэри, он заставляет меня заниматься так много, что это меня совсем убьет. Не давай ему делать этого, Мэри, пожалуйста, пожалуйста, ты спасешь меня от него, Мэри, да? И она умоляюще протянула руки к сестре. Мэри стояла в каком-то оцепенении, пораженная тем, что услышала. Наконец она сказала медленно, значит, отец переменился на Сим. Он уже не так добр к тебе, как бывало. Переменился ли он? Да ты теперь его не узнаешь. Иногда мне страшно на него смотреть, когда он не пьян, он ходит как во сне. Ты не поверишь, какая у нас здесь во всем перемена, продолжала она от волнения все больше повышая голос и ухватив сестру за руку потащила ее в кухню. Ты не поверишь, пока сама не увидишь. Вот смотри, смотри, во что превратилась эта комната. И она широко распахнула дверь, как бы желая наглядно показать всю громадную перемену в доме. Мэри безмолвно оглядывала запущенную непроветренную кухню. Потом, обернувшись к Нессе, спросила с удивлением, «И отец это терпит?» «Терпит», повторила Нессе. «Он и не замечает ничего. и у него самого вид еще хуже. Платье висит мешком, глаза в палец, совсем ушли под лоб. Я пробовала сама убирать, но стоит мне пальцем чего-нибудь коснуться, как он начинает орать так, что у меня голова готова треснуть от его крика и велит мне заниматься и грозит всячески, ну просто запугивает меня до сумасшествия». «А вот значит, до чего уже дошло». Пробормотала Мэри, словно про себя. «И это еще не все», жалобно воскликнула Несси, широко раскрытыми глазами, глядя на сестру. «Бабушка делает, что может, но она уже еле ходит, и она его тоже боится. с ним никто не может справиться, нам с тобой лучше всего убежать отсюда куда-нибудь поскорее, пока с нами ничего не случилось». Она всем своим видом, казалось, умоляла сестру убежать с нею сию же минуту из развалин родного дома. Но Мэри покачала головой и, стараясь говорить твердо и весело, возразила «Мы не можем уйти отсюда, Несси. Давай вместе делать, что в наших силах». «Здесь скоро все примет другой вид, вот увидишь». Подойдя к окну, она подняла его, и в комнату ворвался холодный ветер. «Вот мы впустили немного воздуха. Пусть комната проветрится, а мы с тобой пока погуляем за домом. Потом я здесь все приведу в порядок». Она сняла пальто, шляпу, положила их на диван и снова повернулась к Несси, обвела рукой ее тонкую талию. Обе вышли из дому по черному ходу. «Мэри, Мэри», в экстазе воскликнула Несси, тесно прижимаясь к сестре, когда они медленно гуляли взад и вперед по садику за домом. «Как чудесно, что ты опять со мной. Ты такая сильная. Я на тебя крепко надеюсь. Теперь, наверное, все пойдет хорошо». Затем вдруг прибавила без всякого перехода. «Что с тобой было? Что ты делала все это время?» Мэри вытянула вперед свободную руку. «Работала вот этими самыми руками», сказала она весело. «А труд никого и никогда не убивает, так что я жива, как видишь». Несси с ужасом посмотрела на загрубевшую покрытую мозолями ладонь, пересеченную глубоким белым шрамом и, подняв глаза на Мэри, спросила «А чего у тебя такой большой шрам? Ты порезалась?» Страдальческое выражение мелькнуло на миг в лице Мэри. «Да, но это было давно. Я ведь тебя просила не обращать внимания на твою старую сестру. Нам теперь надо думать о тебе, моя девочка». Несси засмеялась счастливым смехом и вдруг разом остановилась в удивлении. Господи, даже не верится, что это я. Уж сколько месяцев я не смеялась. Я была бы совсем-совсем счастлива теперь, если бы не то, что столько нужно еще работать до этого экзамена на стипендию. Она преувеличенно вздрогнула. «Это самое худшее из всего». «Ты разве не надеешься ее получить?» спросила Мэрия осторожно. «Ну, конечно, надеюсь», тряхнула головой Несси. «Я хочу непременно добиться ее, чтобы утереть нос всем в школе. Некоторые из них просто безобразно ко мне относятся. Но вот папа, он все мне надоедает, подгоняет меня. Хотелось бы, чтобы он оставил меня в покое». Она покачала головой и добавила тоном взрослый совершенно так, как сказала бы ее мать. «Иногда он так на меня орет, что у меня голова готова треснуть. Я из-за него превратилась в тень». Мэри с состраданием поглядела на хрупкую фигурку, на худое личико с недетским выражением и, ободряюще сжав руку сестры, сказала «Ты у меня скоро станешь молодцом, Несси. Да, я знаю, что для этого нужно делать. У меня имеется в рукаве парочка таких сюрпризов, которых ты никак не ждешь». Несси повернулась к ней и, вспомнив любимое словечко их детства, сказала с притворно наивной миной «Это у тебя там фокус-покус, Мэри, да?» Сестры посмотрели друг на друга и точно не было всех этих лет, отделявших их от детства. Вдруг улыбнулись обе разум и громко расхохотались. Смех их прозвучал как-то странно в заброшенном уголке сада. «Мэри, Мэри», ублаженно вздохнула Несси, «я даже не ожидала, что мне станет так весело. Я бы век глядела на тебя и обнимала тебя вот так, как сейчас. Ты такая милая». Вот вернулась ко мне моя большая красивая сестра. Я храбро поступила, правда, Мэри, если бы он узнал, что я тебе написала, он бы мне голову оторвал. Ты меня не выдашь, правда? Ну, конечно, нет, уверила ее с нежностью Мэри. Я и виду не подам. Он должен скоро прийти, медленно сказала Несси и лицо ее опять вытянулось при мысли о неизбежном появлении отца. Ты знаешь, верно, как это вышло, что он стал работать на верфи? Легкая краска выступила на щеках у Мэри. Да. Я узнала об этом сразу после смерти мамы. Такое унижение, сказала Несси все с той же серьезностью слишком рано развившегося ребенка. Хорошо, что бедная мама не дожила до этого. Это бы ее доконало. Она помолчала и, вздохнув, прибавила в чем-то вроде грустного удовлетворения. Я бы хотела, чтобы мы с тобой как-нибудь на днях сходили на кладбище, снесли цветы на ее могилу. На могиле ничего нет, даже ни одного искусственного венка. Наступило молчание. сестры задумались каждая о своем. Но скоро Мэри очнулась и сказала, мне надо идти в дом, приняться за дело, я хочу успеть все приготовить, а ты побудь еще здесь на воздухе, тебе это полезно. погоди, погоди, увидишь, как славно я все устрою для тебя. Несси посмотрела на сестру с некоторым сомнением, а ты не вздумаешь убежать и оставить меня, а? спросила она. Лучше я пойду с тобой и буду тебе помогать, вот глупости, я привыкла к такой работе, возразила Мэри. твое дело сейчас оставаться здесь и нагулять аппетит к ужину. Несси выпустила руку сестры, но следя, как Мэри входила в дом, крикнула ей вдогонку, я буду стеречь тебя под окошком, чтобы ты не убежала. Войдя в кухню, Мэри принялась наводить чистотой порядок. Надев фартук, найденный в посудной, она начала хозяйничать с ловкостью и аккуратностью, приобретенными долгим опытом. Быстро начистила решетку, выгребла золу из очага, развела огонь, вымыла пол, смахнула пыль с мебели, протерла до блеска стекла окон. Затем, выбрав самую чистую из скатерти, накрыла ею стол и начала готовить ужин, настолько вкусный, насколько это позволяли скудные запасы в кладовой. Когда она стояла у плиты, раскрасневшись, немного запыхавшись от быстрых движений, можно было подумать, что не было всех этих лет, не было всех перенесенных ею горьких испытаний, и она снова прежняя юная девушка, готовящая ужин для семьи. Хлопотя у плиты, она услыхала вдруг в передние медленные шаркающие шаги, а затем скрип двери, которая вела из передней в кухню и, обернувшись, увидела сгорбленную дряхлую фигуру старой бабки, которая вошла прихрамывая, робко, неуверенно, похожая на призрак, бродящий среди развалин былого величия. Мэри отошла от плиты, сделала несколько шагов ей навстречу и позвала «Бабушка!» Старуха медленно подняла голову, показав желтое изрезанное морщинами лицо с запавшими щеками, недоверчиво уставилась на девушку, словно тоже увидела призрак и, наконец, прошамкала «Мэри, не может быть, чтобы это была Мэри!» Затем покачала головой, не доверяя своим старым глазам, отвела их от Мэри и неуверенными шагами двинулась к посудной, бормоча про себя «Пойду соберу для него чего-нибудь поесть, Джеймсу надо приготовить ужин». «Я уже готовлю, бабушка», воскликнула Мэри. «Вы не беспокойтесь, пойдемте, я вас усажу ваше кресло». И, взяв старуху за руку, подвела ее, покорно ковылявшую к старому месту у огня, на которое та опустилась, глядя перед собой, тупым, невидящим взглядом. Но когда Мэри начал основать из посудной в кухню и обратно, а стол постепенно приобретать такой вид, какого он не имел уже много месяцев, глаза старухи прояснили. И, глядя то на блюдо с горячими оладьями, дымящимися, не призрачными, а настоящими, то в лицо Мэри она провела полбу трясущейся прозрачной рукой в синих венах и пробормотала. — А он знает, что ты вернулась домой? — Знает, бабушка, знает? Я писала ему, что приеду, ответила Мэри. — А он позволит тебе жить здесь? — прокаркала старуха. — Может быть, он опять выгонит тебя? когда это было? Я не помню что-то. Это было до того, как умерла Маргарет. Как красиво ты стала причесываться. Взгляд ее снова потух. Она, казалось, утратила всякий интерес к разговору. И, отвернувшись к огню, пробормотала безутешно. — Я не могу без зубов есть так хорошо, как раньше. — А не хотите ли горячий халат с маслом? — предложила Мэри. — Конечно, конечно, хочу, оживилась бабушка. — А где они? Мэри. Мэри подала старухе тарелку и, та с жадностью, схватив ее, приняла съесть, скорчившись в огня. Наблюдавшая за ней Мэри вдруг была выведена из задумчивости шепотом над самым ее ухом. — Мне тоже хочется. Дай мне одну штуку. А, Мэри? Несси вошла неслышно и просительно протягивала руку, раскрытую ладонью вверх, ожидая, чтобы на нее положили еще теплую, свежеиспеченную оладью. — Ты получишь не одну, а две, — воскликнула весело Мэри. — Да, 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 столько, сколько захочешь. Я напекла же их много. — Ой, вкусные, — одобрила Несси. Давно не ела ничего такого вкусного. И как быстро ты их приготовила, да и кухню не узнать, честное слово, совсем как при маме. И оладьи легкие, как пух, так не пекла мама, но эти кажутся еще лучше, чем те, что она давала нам в детстве, болтала Несси, уписывая оладьи. Слушая ее болтовню и наблюдая быстрые нервные жесты, Мэри вдруг стала пристальнее вглядываться в сестру и постепенно в душу ее закрадывалась неопределенная насильная тревога. Эта быстрая бойкая речь, порывистые несколько неуверенные жесты Несси, поражавшие ее теперь при более внимательном наблюдении, указывали на какое-то бессознательное нервное напряжение, обеспокоившее Мэри. Обратив внимание и на то, как похудела и вытянулась младшая сестра, как впали ее щеки и виски, она невольно спросила, «Несси, дорогая, а ты чувствуешь себя хорошо?» Несси сначала запихала в рот последний кусок, а затем с полным убеждением сказала «Мне становится все лучше и лучше, особенно после оладьи. Оладьи Мэри хороши, а сама Мэри еще лучше». Она с минут уживала, потом добавила серьезно «Мне бывало иногда очень худо, но теперь я совсем здорова». Мэри подумала, что ее неожиданное подозрение просто ерунда, тем не менее она решила сделать все, что может, чтобы добиться для Несси некоторой передышки в занятиях, которые, видимо, были не под силу неокрепшему организму девочки. Ее охватил порыв глубокого чувства, в котором была естественская любовь, но главным образом властный материнский инстинкт, вызванный слабостью, беспомощностью Несси. И, обняв рукой узкие плечи сестры, она привлекла ее к себе и шепнула нежно «Я сделаю для тебя все, что в моих силах, дорогая моя. Чего бы я не дала, чтобы увидеть тебя счастливой и здоровой». В ту минуту, когда сестры так стояли обнявшись, старая бабушка подняла голову, поглядела на них и с глубокой прозорливостью, неожиданной для ее притупленного старостью мозга, сказала резко «Смотрите, чтобы он не увидел вас вместе. При нем не обнимайтесь, и вида не показывайте, что вы так любите друг друга. Нет, нет, он не допустит никого к Нессе. Оставь ее в покое. Оставь ее в покое». Последние слова она произнесла уже с меньшей резкостью, глаза ее опять стали мутны, и с откровенным протяжным зевком она отвергнулась бормоча «Я хочу чаю. Разве еще не время пить чай? Джеймсу пора бы уже прийти». Мэри вопросительно взглянула на сестру. На лицо Нессе снова набежала тень, и она сказала угрюмо «Можешь заваривать чай?» Он сию минуту придет. Вот увидишь сама, не успею я допить чашку, как он погонит меня в гостиную. Мне это до смерти надоело. Мэри не отвечая ушла в посудную готовить чай. Ее вдруг охватил страх перед встречей с отцом, которая должна была сейчас произойти, и забывши на минуту свою тревогу за сестру, она с трепетом пыталась угадать, как он ее встретит. Глаза ее неподвижно отсутствующим взглядом смотревшие на струю пара и щайника вдруг замигали. Она вспомнила, как отец грубо ткнул ее сапогом, когда она лежала на полу в передней. Вспомнила, что этот удар отчасти был причиной воспаления легких, от которого она чуть не умерла. Пожалел ли он когда-нибудь о своем поступке, подумал ли о нем хоть раз за четыре года ее отсутствие? Воспоминания об этом ударе не покидало ее в течение многих месяцев. Боль от него не проходила все то время, когда она лежала в бреду, когда она казалось испытывала тысячу таких зверских пинков при каждом вдохе и выдохе, как ножом пронизывавшим ее острой болью. А обида не забывалась еще долго после выздоровления. И она часто лежала по ночам без сна, думая на все лады об этом поругании ее тела бесчеловечно жестоком ударе тяжелого сапога. Сейчас Мэри снова подумала об этих башмаках с толстыми подошвами, которые она так часто чистила, которые теперь будет чистить в своем добровольном рабстве. Вспомнив тяжелые шаги, уже издали возвещавшие о приближении отца, она вздрогнула и прислушивалась. И действительно услышала в передней шаге. медленные, до странности медленные, не такие уверенные, как когда-то, но, несомненно, шаги отца. Минута, которой она ждала, которую представляла себе тысячу раз, минута, которая боялась и тем не менее добивалась, теперь наступила, и с бьющимся сердцем, дрожавшим телом, Мэри храбро шагнула вперед, навстречу отцу. Они сошли с лицом к лицу в кухне и, вошедший, безмолвно посмотрел на нее, потом обвел угрюмым взглядом кухню, стол, камин, в котором весело пылал огонь, и снова обратил глаза на Мэри. Но только когда он заговорил, она окончательно поняла, что это ее отец, узнала горькую усмешку, исказившую его морщинистое лицо. Он сказал, «А-а-а, вернулась». И, не говоря больше ни слова, подошел к своему месту. Ужасающая перемена в нем такая перемена, что Мэри едва его узнала, потрясла ее до того, что она не в силах была заговорить. Неужели это отец, этот высохший старик с нечесанной головой, в неопрятной засаленной одежде, мрачной, небритой, с одичалым, злобным и вместе печальным взглядом? Несси была права. Никогда бы она не поверила, что он может так измениться. Если бы не увидела сама, да и увидев, едва верила собственным глазам, ошеломленная, она подошла к столу и принялась разливать чай, поставив перед каждым его чашку. Она не села за стол, а осталась на ногах, чтобы прислуживать остальным, все еще не оправившись от потрясения. вызванного ужасным видом Броуди. Он по-прежнему не обращал на нее никакого внимания и молча ел. Манера есть у него была теперь небрежная, почти неопрятная, и он, видимо, не замечал, что и как ест. Взгляд его был рассеян, а когда в этом взгляде мелькало сознание окружающего, он останавливался не на Мэри, а неизменно на Несси, как будто на ней сосредоточивалась какая-то крепко засевшая в его мозгу идея, выдвигавшая Несси всегда в фокус его внимания. Все остальные также еле молча, и Мэри, не имевшая еще случая обратиться к отцу и в первый раз прервать это молчание между ними, длившееся вот уже четыре года, бесшумно прошла из кухни в посудную и стояла там на стороже, напряженно прислушиваясь. Решив пожертвовать собой ради Нессии и вернуться домой, она предвидела борьбу с гнетом отцовской воли, но воли, выражаемые, как бывало, шумно, заносчиво, даже свирепо, а никак не с этой непонятной, нечеловеческой угрюмостью, которая, видимо, владела теперь ее отцом. Его сильный и мужественный характер как будто истаял вместе с его телом, и перед ней был изуродованный остров человека, одержимого чем-то, она не знала чем, управлявшим каждой его мыслью, каждым его поступком. Мэри не успела пробыть в посудной и нескольких минут, когда ее ушей донесся из кухни его резкий, как-то по-новому звучавший голос. Ты кончила, Несси? Теперь отправляйся в гостиную и садись за работу. Мэри тотчас, собравшись с духом, вошла в кухню. Увидев, что Несси по вину из приказу встает из-за стола притихшая, подавленная, с затравленным видом, она ощутила внезапный прилив мужества и сказала ровным голосом, обращаясь к отцу. Папа, нельзя ли Несси сначала погулять со мной, а потом уже приняться за работу? Но Броуди ничем не обнаружил, что видит и слышит ее. Он был глух к ее словам и, казалось, совершенно забыл о ее присутствии. Он по-прежнему смотрел на Несси и повторил еще более жестким тоном «Ступай, ступай, да смотри, прилежно занимайся, я приду посмотреть, как у тебя идет дело». Несси покорно вышла. Мэри закусила губу и густо покраснела. Молчаливое пренебрежение отца к первым же ее словам показало ей, как он намерен к ней впредь относиться. Ей разрешено жить здесь, но для него она точно не существует. Она не сделала никакого замечания и, когда отец встал из-за стола, а бабушка, поев, ушла наверх, принялась убирать со стола. Унося из кухни тарелки, она видела, как отец взял из буфета бутылку и стакан и сел на свое место у камина. По всему было заметно, что это превратилось у него в неизменную привычку и что он собирается сидеть так и пить весь вечер. Она вымыла и перетерла тарелки, убрала посудную, потом, намереваясь заглянуть в гостиную к Нессе, прошла через кухню, но только что она направилась к дверям, как вдруг Броуди, не глядя на нее, крикнул из своего угла свирепым предостерегающим тоном «Ты куда?» Мэрия остановилась и, умоляюще глядя на него, промолвила «Я хотела только на минутку зайти к Нессе, папа, я не буду с ней разговаривать, только взгляну на нее». «Я зачем тебе ходить к ней?» отрезал он, по-прежнему, глядя не на нее, а в потолок. «Я сам присмотрю за Нессе». «А тебя попрошу держаться от нее подальше». «Отчего же, папа?» возразила, запиная с Мэри. «Я ей не помешаю. Я не видел ее так давно, и мне хочется побыть с нею». «А я хочу, чтобы ты была от нее подальше», возразил он злобно. «Такие, как ты, моей дочери, не компания. Ты можешь стряпать и работать на нее, как и на меня, но помни, руки прочь, от Несси я не потерплю никакого вмешательства с твоей стороны. Ни Несси, ни ее занятия тебя не касаются». Это было именно то, чего она ожидала, и, спрашивая себя, к чему же было возвращаться сюда, если нельзя помочь сестре, Мэри, твердо и спокойно глядя на отца, собрала все свое мужество и сказала, «Я иду к Нессе, папа», и шагнула по направлению к дверям. Только тогда Броуди посмотрел на нее, сосредоточив в этом взгляде всю силу своей ненависти. Схватил стоявшую рядом бутылку, встал и медленно двинулся к дочери. «Еще шаг к этой двери, и я раскрою тебе череп», прорычал он, и как будто надеясь, что она ослушается, стоял, глядя ей в лицо, готовый броситься на нее. Мэри отступила, и когда она скользнула мимо него, он насмешливо воскликнул, «То-то же! Так уже гораздо лучше! Придется мне, вижу, сызного учить тебя, как следует себя вести. А к Нессе ты не лезь, слышишь? Не думай, что сможешь меня дурачить. Теперь это не удастся больше ни одной женщине. Сделай ты один только шаг, и я бы прикончил тебя». Свирепая мина вдруг разом исчезла с его лица, он вернулся на место и снова впав в угрюмую апатию, продолжал пить, видимо, не для того, чтобы было веселее, а в бесплодном отчаянном усилии забыть какое-то тайное и безутешное горе. Мэри села к столу. Она боялась уйти из кухни. То был страх не физический, не за себя, а за Несси. Если бы не жалость к сестре, она бы минуту назад шагнула прямо под страшный удар, которым отец угрожал ей. Она давно уже мало дорожила жизнью, но сознавала, что если хочет спасти Несси, отгрозившей ей в этом доме страшной опасности, то должна быть не только смела, а и благоразумна. Она поняла, что ее присутствие и прежде всего та цель, которая привела ее сюда, вызовут трудную постоянную борьбу с отцом за Несси, борьбу, на которую у нее не хватит сил, и наблюдая, как Броуди все время поглощал виски не пьянее, она решила не откладывая обратиться к кому-нибудь за помощью и стала обдумывать, что ей делать завтра. Когда в голове у нее созрел четкий план, она огляделась, ища, чем бы заняться, но не нашла ничего, ни книги, ни шитья, и была вынуждена сидеть праздно и неподвижно в молчании, наблюдая отца, который ни разу не поднял на нее глаз. Вечер тянулся медленно, ползли часы, и Мэри казалось, что это никогда не кончится, что никогда отец не двинется с места. Но наконец он встал и, бросив холодно «у тебя есть своя комната», ступает туда, а к Несси в комнату ходить не смей, пошел в гостиную, откуда тотчас донесся его голос, спрашивающий о чем-то, а потом убеждающий. Мэри потушила свет и неохотно пошла наверх в свою старую спальню. Здесь она разделась и села дожидаться. Она слышала, как пришли наверх сначала Несси, потом отец, слышала, как они раздевались, потом уже больше ничего не было слышно. В доме наступила тишина. Долго ждала Мэри в маленькой комнате, где она уже когда-то пережила столько дней ожидания и горькой тоски. Образы прошлого мелькали перед нею, она видела себя тоскующую под окном не сводившую глаз серебряных берез, видела розу, где-то она теперь, полет яблока, грозу. Тот час, когда тайна ее была раскрыта. И, наученная собственным горьким опытом, твердо решила уберечь Несси от несчастья, хотя бы даже для этого ей пришлось пожертвовать собой. Думая об этом, Мэри тихонько встала, открыла дверь, без единого звука прокралась через площадку в комнату Несси, скользнула к ней в постель. Она обняла холодное хрупкое тело девочки, растирала застывшие ноги, согревала ее своим телом, унимала ее рыдания, утешала шепча ласковые слова и, в конце концов, убаюкала ее. Когда Несси уснула, Мэри еще долго лежала без сна и думала, держа в объятиях спящую сестру. С сосредоточенным восторгом, на время заставившим ее забыть печаль тревогу, Мэри смотрела на картину, которая висела здесь в почетном одиночестве, выделяясь на густом темнокрасном фоне стены. Мэри стояла перед нею, откинув назад голову, так что свет из окна падал прямо на ее чистый четкий профиль, полуоткрыв губы, с глубоким вниманием устремив на нее сияющие глаза. Картина дышала на нее холодным серым туманом, который стлался над серой, точно застывшей водой, окутывал мягким саваном высокие тихие деревья, такие же серебристые, как березы под окном ее спальни, одевал и тонкие стебли камыша, росшего вокруг пруда. Под влиянием несравненной меланхолической красоты этой картины, с такой сдержанной силой, передававшей настроение покорной безнадежности в природе, Мэри отрешилась от того смятения, в котором пришла сюда. Картина, казалось, вышла из своей рамы и коснулась ее души мечтой, грустным, но ясным раздумьем о горестях жизни. Она привлекла ее внимание, когда Мэри, смущенная, сидела, ожидая в этой со вкусом убранной комнате, так что она невольно встала и подошла поближе. Поглощенная созерцанием, она не слышала, как тихо открылась дверь, не заметила и человека, вошедшего в комнату и теперь смотревшего на ее бледное, преображенное восторгом лицо с какой-то странной жадностью, с таким же безмолвным упоением, как она на картину. Он стоял так же неподвижно, как Мэри, словно боясь нарушить очарование и смотрел на нее радостно, ожидая, пока глаза ее насытятся прелестью этого тихого пруда. Наконец, Мэри со вздохом отвела глаза от картины, машинально обернулась и вдруг увидела вошедшего. Смущение снова охватило ее, перешло даже в чувство стыда и она, вспыхнув, опустила голову. Доктор подошел и ласково взял ее за руку. «Это Мэри», сказал он, «Мэри Броуди пришла навестить меня». Она с трудом заставила себя поднять глаза и ответила тихо, «Так вы еще помните меня?» А я думала, что вы меня забыли и не узнаете. Я так сильно изменилась. Изменились? Ничего вот, если не считать того, что вы стали еще красивее прежнего. Ну-ну-ну, не надо конфузиться, Мэри, быть красивой и не преступлением. Она чуть-чуть улыбнулась, а доктор весело продолжал. «И как вы можете думать, что я вас забыл? Вас, одну из первых моих пациенток. Вы больше всех создали мне репутацию, когда я боролся с нуждой, и в этой самой комнате не было ничего, кроме пустого ящика, в котором я привез мои книги». Мэри оглядела богатую, комфортабельную обстановку, комнаты, и все еще немного взволнованная сказала, как бы отвечая на свои мысли. «Да, теперь здесь побольше вещей, доктор. Ну, вот видите, а этим я обязан вам», воскликнул Ренвик. «Вы победили болезнь своим мужеством, а слава досталась мне». «Да, только слава», медленно вставила Мэри. «Почему вы вернули плату за лечение, которое я вам послала из Лондона?» «Ну, из письма я узнал ваш адрес, ведь вы же сбежали от меня не простясь, и это было единственное вознаграждение, которое мне от вас было нужно». Он был так рад ей, что Мэри это даже казалось странным. «Да, рад и странно близок ей». Словно и не прошло четырех лет с тех пор, как он в последний раз говорил с нею, словно он все еще сидел у ее постели насильно возвращая ее к жизни, заражая ее своей жизненной энергией. «Рассказывайте же, что вы делали», продолжал он, стараясь рассеять ее смущение. «Ну, развяжите же язык, покажите, что и вы не забыли старых друзей». «Я вас не забывала никогда, доктор, иначе я не пришла бы сейчас сюда. никогда». «Никогда я не забуду всего, что вы для меня сделали. Ну, вовсе не это я хотел от вас услышать. Я хочу, чтобы вы рассказали о себе. Вы уже, наверное, за это время успели покорить весь Лондон и заставить его ползать перед вами на коленях?» Она покачала головой и с легким юмором возразила. «Нет, я сама ползала на коленях, мыла полы и лестницы». «Что-что?» вскрикнул он, пораженный, огорченный. «Неужели вы занимались такой работой?» «Я тяжелой работы не боюсь», сказала Мэри спокойно. «Она мне была полезна, не оставляла времени думать о моих несчастьях». «Вы не созданы для такой работы?» возразил с упреком Ренвик. «О, это возмутительно, с вашей стороны было очень дурно убежать отсюда тайком. Мы могли бы найти для вас более подходящее занятие?» «Мне тогда хотелось уйти от всего», пояснила она грустно. «И ничьей помощи я не хотела». «Ну, смотрите, больше так не поступайте», отозвался Ренвик с некоторой суровостью. «Опять умчитесь, не простившись со мной?» «Нет», обещала Мэри кротко. Он невольно улыбнулся ее покорному виду и, жестом попросив ее сесть, придвинул низенькое кресло вплотную к ней и сказал, «Я совсем забыл о правилах вежливости и заставил вас так долго стоять, но право, мисс Мэри, ваше появление было такой неожиданностью и такой приятной неожиданностью, вы должны меня извинить». Затем, помолчав, спросил, «Вы получили мои письма?» «Они, верно, были вам неприятны, потому что напомнили об этом городе, да?» Мэри покачала головой, «Я очень вам благодарна за них». «Если бы вы не написали, я бы никогда не узнала о смерти мамы». «Эти письма привели меня обратно сюда». Он посмотрел на нее долгим взглядом, «Я знал, что вы еще вернетесь сюда». «Я чувствовал это». «Но скажите, что именно заставило вас приехать?» «Несси, моя сестра», ответила она медленно. «Дома у нас ужасная обстановка, и она страдала, я ей нужна. Вот я и вернулась. И к вам я пришла сегодня, чтобы поговорить о ней. Это очень бесцеремонно с моей стороны, после того, как вы уже столько для меня сделали. Простите меня, но мне нужна помощь. «Скажите, чем я могу вам помочь, я это сделаю?» воскликнул доктор. «Разве Несси больна?» Не то, чтобы больна, замялась Мэрина, но она меня почему-то беспокоит. Она так нервна, так легко приходит в возбуждение, то смеется, то плачет, так похудела, ест очень мало. Все это меня тревожит, но, собственно, пришла я не из-за этого. Она немного помолчала, собираясь с духом, потом решительно продолжала. Все дело тут в отце. Он обращается с ней так странно, он ее не обижает, нет-нет, но заставляет заниматься сверх сил все время, не только в школе, но и дома, все вечера напролет. Запирает ее одну в комнате и приказывает зубрить, для того, чтобы она выдержала экзамены лучше всех и получила стипендию лета. Он крепко вбил это себе в голову. Несси говорит, что он твердит ей об этом постоянно, грозит ей всякими наказаниями, если она провалится. Если бы он оставил ее в покое, она бы все равно прилежно училась, но он ее подгоняет, подгоняет, а она такая слабенькая. Я боюсь, как бы с ней ничего не случилось. Вчера ночью она целый час плакала, раньше чем уснула. У меня так тревожно на душе. Ренвик, глядя в ее печальное озабоченное лицо, живо представил себе, как она утешает и успокаивает сестру. Вспомнил вдруг о ребенке, которого она лишилась, несмотря на все его усилия спасти этого ребенка, и сказал серьезно, я вижу, что вы встревожены, но вмешаться в это дело нелегко. Надо обсудить, как это сделать. Вашего отца ведь нельзя обвинить в жестоком обращении с ней. Нет, но он ее запугивает. Он всегда любил ее, но теперь он так переменился, что даже его любовь превратилась во что-то странное, жуткое. Ренвик, конечно, слыхал о новых привычках Броуди, но не хотел расспрашивать Мэри и только спросил, а почему он так стремится, чтобы Несси получила стипендию Летта? Эта стипендия, кажется, до сих пор всегда доставалась мальчиком, а девочке никогда. Вот этим-то, может быть, все и объясняется. Уныло предположила Мэри. Он всю жизнь бредил каким-нибудь необычайным успехом, который бы его прославил. Всегда хотел, чтобы Несси выдвинулась, только из тщеславия, разумеется. Но, уверяю вас, он не знает, что будет делать с ней после того, как она получит эту стипендию. Он гонит ее вперед без цели. А сын Грирсона тоже претендент на эту стипендию, осведомился Ренвик после минутного размышления. Ваш отец и Грирсон, кажется, в не слишком хороших отношениях. Мэри покачала головой. Нет, нет, тут, по-моему, более глубокие причины, возразила она. Послушаешь отца, так можно подумать, что, когда Несси получит стипендию, ему будет завидовать весь город. по лицу Ренвика было видно, что он понимает ее. Я вашего отца знаю, Мэри, и понимаю, что вы хотите сказать. Да, боюсь, что с ним не все благополучно. В нем всегда было что-то такое, видите ли, мне пришлось как-то с ним столкнуться. Ренвик не сказал, что это было из-за нее. Мы с ним с тех пор не ладим. Если бы я счел возможным повидаться с ним, от этого было бы мало толку. Всякое мое вмешательство только разозлило бы его и ухудшило его поведение. Наблюдая за Ренвиком, пока он сосредоточенно глядя перед собой обсуждал вопрос, Мэри думала о том, как он добр и внимательен к ней, как вникает ради нее во все обстоятельства вместо того, чтобы действовать на обум. Глаза ее бродили по его живому и вместе суровому смуглому лицу, обличавшему сильный характер, по худой подвижной немного сутулой фигуре и, наконец, остановились на его руках сильных, нервных, казавшихся особенно смуглыми от белоснежных крахмальных манжет. Эти уверенные, но такие деликатные руки исследовали тайны ее бесчувственного тела, спасли ей жизнь и, сравнив их мысленно со своими собственными распухшими, потрескавшимися, она почувствовала всю глубину пропасти, отделявшей ее от этого человека, к чьей помощи она так смело прибегла. Какие чудесные руки! Мэри вдруг показалась себе такой жалкой, ее присутствие среди этой роскоши, таким неуместным, что она торопливо отвела глаза, словно боясь, что он перехватит и поймет ее взгляд. «Не хотите лишь, чтобы я переговорил относительно Несси с директором школы?» спросил наконец Ренвик. «Я хорошо знаком с Джипсоном и могу по секрету попросить его помочь нам в этом деле». «Сначала я подумал, не переговорить ли мне с сэром Джоном Летто, но ваш отец служит у него в конторе, и это ему могло бы повредить. Нам, врачам, приходится соблюдать осторожность». «Такое уж у нас щекотливое положение». Он усмехнулся. «Так хотите, чтобы я сходил к Джипсону? Или, может быть, вы лучше пришлете ко мне Несси, чтобы я осмотрел ее?» «Мне кажется, было бы очень хорошо, если бы вы переговорили с директором». «Он не боялись?» спросил доктор, и взгляд его сказал ей, что он помнит о ее былом мужестве. «Боялась», чисто сердечно призналась Мэри. «Боялась, что вы не захотите меня принять, а мне больше некого просить помочь Нессе. Она так молода, «Я не хочу, чтобы с ней случилось что-нибудь дурное. Она заговорила тише. Вы ведь могли не захотеть меня видеть? Вы знаете обо мне все. Вы знаете, какая я была? Не смейте. Не смейте говорить так, Мэри. Я знаю о вас только хорошее. Я не забывал вас все эти годы, потому что вы славная, благородная, храбрая девушка. Посмотрев на нее, он чуть не прибавил и красавица, но удержался и сказал только, «За всю мою жизнь я не встречал такой кротости, самоотверженности. Они мне врезались в память навсегда. Я не могу слышать, как вы себя унижаете». Она вспыхнула от горячей нежности «Вы так добры, что всегда хвалите меня, но я этого не заслуживаю. Я только была бы счастлива сделать что-нибудь для Несси и тем искупить свои ошибки». «Ну что за старушечья речь? Сколько вам лет?» Сердито прикрикнул на нее Ренвик. «Двадцать второй? О, Господи! Да вы еще совсем дитя, перед вами вся жизнь. Все страдания, что вы пережили, забудутся о счастье настоящего в полном смысле этого слова. Вы не знали еще. Начните же опять думать о себе, Мэри. Я видел, когда вошел, как вы смотрели на эту картину. Превратите же свою жизнь в целую галерею таких картин. Развлекайтесь, читайте все книги, какие можете достать, интересуйтесь всем на свете. Я могу вам найти место компаньонки, тогда вы побываете за границей». Мэри была против воли увлечена его словами и мысли ее унеслись в прошлое. Она вспомнила, в какой трепетный восторг приводил ее бывало Деннис, рисуя ей волшебные картины будущего своими разговорами о Париже, Риме, о путешествиях по обширным неведомым странам. Это было давно, в те дни, когда он открывал перед нею новые горизонты единым взмахом отважной беспечной руки и уносил ее стремглав на ковре самолете своих образных веселых речей. Ренвик с проницательностью смутившей Мэри прочел ее мысли и сказал медленно, «Я вижу, вы все еще думаете о нем». Она подняла на него глаза с легким огорчением, угадывая, что он неверно истолковал ее молчание. А между тем, это было только грустное воспоминание, не больше. но, чувствуя, что она не может и не должна изменять памяти Денниса, она ничего не возразила. «Я хотел бы сделать что-нибудь для вас, Мэри», сказал Ренвик тихо, «помочь вам стать счастливее. У меня есть кое-какие связи, позволите мне найти вам подходящее место, достойное вас, раньше, чем я уеду». Она взброгнула при этих словах, внезапно отнявших у нее ощущение тепла и уюта и пробормотала, запинаясь. «Так вы уезжаете отсюда?» «Да, через полгода примерно. Я буду работать в Эдинбурге над изучением одной специальной отрасли медицины. Мне представляется возможность быть зачисленным там в штат. Это почище сельской больницы. Для меня это большая удача». Она уже видела себя одинокой, лишенной его мужественной надежной поддержки. Видела, как она тщетно пытается защитить Несси от отца, противопоставляя свои ничтожные силы пьяному безрассудству отца и слабости сестры. Ей в этот миг стало ясно, как много надежд она возлагала на дружбу человека, стоявшего перед ней, как великое ее уважение к нему. «Это чудесно, что вам представился такой случай», сказала она тихо. «Вы этого вполне заслуживаете. Я уверена, вас в Эдинбурге оценят так же, как оценили здесь?» «Нет надобности желать вам успеха?» «Не знаю», сказал Ренвик, «но я очень доволен. В таком городе, как Эдинбург, приятно жить, он красив, несмотря на свои серые тона. Взять хотя бы улицу принца осенью, когда в садах листья шуршат под ногами, и замок рыжим силуэтом рисуется на фоне неба, а по Артурову трону вьется синий дымок, и воздух так извенит, чистый, крепкий, как хорошее вино. Да, этот город нельзя не любить. Он весь оживился от воспоминаний и продолжал. «Конечно, Эдинбург мой родной город, так что вы должны извинить мое пристрастие к нему, но, право, там все как-то величественнее, чем в других городах, и красивее, и такое же чистое, как и воздух. Затаив дыхание, Мэри слушала его, живо представляя себе картину, которую он рисовал, и его самого на фоне этой картины. Она видела, например, не только улицу принца, но и фигуру Ренвика, шагающего среди ее серых домов и мягких красок дворцового парка. «Как хорошо вы говорите». «Я никогда не была там, но легко могу себе все это представить», шепнула она. «Так вы мне позволите найти вам место раньше, чем я уеду?» настаивал Ренвик. «Вам надо уйти из вашего дома». Мэри видела, что ему очень хочется, чтобы она согласилась, но устояла перед этой заманчивой перспективой. Она сказала, «Я вернулась сюда по собственной воле, чтобы заботиться о Нессе. Я не могу ее сейчас оставить. Последние месяцы ей жилось страшно тяжело, и если я снова уеду, Бог знает, что с ней будет». Ренвик понял, что решение ее непоколебимо, и его охватило глубокая тревога за ее будущее. Он уже видел, как она, несмотря на его вмешательство, гибнет на алтаре своей самоотверженности, жертвой необузданного тщеславия отца. Для того ли он спас ее от смерти, чтобы она снова вернулась в ту же обстановку, подверглась той же опасности в другой, еще более страшной форме? Волнение его было так сильно, что оно удивило даже его самого, но, маскируя свои чувства, он сказал весело, «Я сделаю для Несси все, что в моих силах». Сегодня или завтра повидаю Джипсона. Все, что возможно, будет сделано. Не тревожьте саней так сильно, поберегите и себя. Решив, что цель ее достигнута и не смея больше отнимать у него время, Мэри тотчас поднялась и готовилась уйти. Доктор встал тоже, но не сделал никакого движения к выходу и молча смотрел ей в лицо, на которое теперь, когда она стояла, падал неверный луч бледного мартовского солнца, такой бледный здесь, в глубине комнаты, что он походил на свет луны. Взволнованный, как был когда-то взволнован другой мужчина, глядевший на нее при лунном свете, доктор, затаив дыхании любовался красотой этого лица, ярко выступавший в таком освещении и только выигрывавший от простого незатейливого наряда. Его воображение одевало эту девушку в атлас цвета блеклой лаванды, видела ее в серебряном сиянии южной луны, в садах Флоренции или на балконе в Неаполе. Мэри решительно ступила вперед маленькой ножкой в грубом башмаке, направляясь к дверям. Доктору ужасно хотелось удержать ее, но он не находил слов. «Прощайте», услышал он ее тихий голос, «и благодарю вас за все, что вы сделали для меня и раньше, и теперь». «Прощайте», сказал он машинально, идя за ней в переднюю, сознавая, что она уходит. он открыл перед ней дверь, смотрел, как она сошла по ступеням и, испытав вдруг острое чувство утраты, повинуясь, порыву, крикнул ей вдогонку поспешно, неуклюже, как школьник, «Вы скоро придете опять, да?» потом, стыдя своей нездержанности, сошел вниз и в объяснении этого возгласа сказал, «Когда я поговорю с Джипсоном, мне ведь нужно будет сообщить вам результат». Мэри снова поглядела на него с благодарностью и, проговорив, «я приду на будущей неделе», торопливо ушла. Медленно возвращаясь обратно в дом, доктор удивлялся своему порыву, этому неожиданно высказанному вслух желанию, чтобы Мэри поскорее пришла опять. Сначала он с некоторым стыдом за себя приписал это обаянию ее красоты в том освещении, в котором он видел ее только что у себя в приемной, но потом он честно признался себе, что это было не единственной причиной его поведения. Мэри Броуди всегда привлекала его удивительной красотой своего внутреннего облика. И жизнь благородной и мужественной девушки вплелась в его существование в этом городе короткой и трагической нитью. С той самой минуты, когда он впервые увидел ее без чувств, в таком печальном состоянии, среди грязи и убожества, как лилию, вырванную с корнем и брошенную на навозную кучу, его привлекли к ней ее юность и беспомощность, а позднее терпение и стойкость, с которой она без единой жалобы переносила долгую болезнь и горе после смерти ребенка. он ясно видел к тому что хотя Мэри не была больше девушкой, она целомудренна и чиста как этот свет, что недавно играл на ее лице. Она возбуждала в нем восхищение и живой интерес, и доктор давал себе слово, что поможет ей перестроить жизнь. Но она тайком уехала из города, как только ей позволили силы, вырвалась из той сети осуждений и злословия, которую должно быть ощущала вокруг себя. В годы ее отсутствия Ренвик по временам думал о ней. Не раз вставала она в его памяти, тоненькая, светлая, хрупкая, и был во всем ее облике какой-то настойчивый призыв, словно она хотела сказать ему, что нити жизней снова переплетутся. Доктор сел к столу, погруженный в мысли о Мэри, моля судьбу, чтобы возвращение ее в этот дом скорби, откуда ее так жестоко изгнали, не окончилось снова трагедией. Через некоторое время мысли его приняли иное направление. Он достал из ящика стола старое письмо в одну страничку, уже немного выцветшее за четыре года, написанное круглым почерком, косыми, загибавшими со книзу строчками. Он перечел его снова. Это единственное письмо Мэри к нему, в котором она посылала ему деньги, вероятно, с трудом скопленные из ее скудных заработков, желая хоть немного вознаградить его за лечение и заботы о ней. Держа письмо в тонких пальцах, доктор задумался, глядя прямо перед собой. Он видел в своем воображении Мэри за той работой, о которой она упоминала, видел, как она на коленях скребет щеткой полы, как она стирает, моет на кухне посуду, выполняет все обязанности прислуги. Наконец, он со вздохом оторвался от этих мыслей, положил письмо обратно в ящик, и так как до вечернего приема больных у него оставался еще целый час, решил, не откладывая, сходить к директору школы и поговорить с Несси. Сказав экономке, что он вернется к четырем, доктор вышел из дому и не торопясь направился в школу до странности серьезной и рассеянной. Школа находилась неподалеку, в центре города, немного в стороне от других домов Чарч-стрит, благодаря чему больше бросалась в глаза строгая, но поражавшая прекрасными пропорциями архитектура ее обветшалого фасада и гордо красовавшиеся на мощенной площадке перед ним две русские пушки на высоких лафетах, взятые под балаклавой отрядом в Интонской добровольческой кавалерии, которым командовал Морис Летто. Но Ренвик, подойдя к зданию школы, сразу же зашел внутрь, не замечая ни фасада, ни пушек. Поднявшись по отлогами стертым каменным ступеням, он прошел по коридору, все с тем же озабоченным видом постучал в дверь директорского кабинета и вошел. Джипсон, на вид слишком молодой для поста директора, не успевший еще отлиться в форму ученого-педанта, сидел за письменным столом, заваленным бумагами, посреди своего небольшого кабинета, уставленного по стенам книжными полками. Этот толстенький человек в опрятном коричневом костюме не сразу поднял глаза и продолжал изучать какой-то лежавший перед ним документ. Легкая улыбка скользнула по серьезному лицу Ренвика и через минуту он сказал шутливым тоном, «Ты все тот же усердный труженик Джипсон?» И когда тот вздрогнув поднял глаза, он продолжал, «Глядя на тебя, я вспомнил старые времена, когда ты вот так же постоянно сидел и изучал что-нибудь». Джипсон, просветлев при виде Ренвика, откинулся на спинку стула и, знаком попросив гостя сесть, промолвил легким тоном, «Я понятия не имел, что это ты, Ренвик. Думал, что это кто-нибудь из моей чернильной команды, трепеща, ожидают заслуженной кары. Этих сорванцов полезно держать в благоговейном страхе перед высшим начальством». Они обменяли с улыбкой, почти такой же непосредственный, как когда-то в школьные годы, и Ренвик сказал, «Ты точь-в-точь старый бульдог Моррисон. Я непременно скажу ему это, когда вернусь в Эдинбург. Он будет польщен таким комплиментом». «Ну, посмеется ты, хочешь сказать», воскликнул Джипсон, и глаза его приняли мечтательное выражение, словно смотрели в прошлое. «Эх, как бы мне хотелось вернуться в наш старый город». «Да, везет тебе, черт тебя возьми». Затем, остановив вдруг взгляд на Ренвике, он спросил, «Неужели ты уже пришел проститься?» «Нет, нет, дружище, я уеду месяцев через шесть, не раньше. Я еще пока не бросаю тебя одного в этой глуши». Лицо его приняло другое выражение, некоторое время он молча смотрел на пол, потом устремил глаза на Джипсона и сказал серьезным тоном. «Я пришел по не совсем обычному делу и хочу поговорить с тобой о нем по секрету. Мы с тобой старые друзья, но мне трудно объяснить тебе, чего я хочу». Он опять помолчал, потом продолжал с некоторым усилием. «У тебя в школе учится одна девочка, в которой я принимаю участие, больше того, за которую я тревожусь. Это Несси Броуди. Я косвенно заинтересован в ее здоровье и ее будущем. Прими во внимание Джипсон, что я не имею ни малейшего официального права обращаться к тебе таким образом. Я это отлично знаю. Но ты ведь не похож на других директоров и наставников. Мне нужно знать твое мнение, а может быть понадобится твоя помощь». Джипсон внимательно посмотрел на друга и тотчас отвел глаза. Он не спросил, почему Ренвик интересуется Несси. Ответил медленно «Несси Броуди». «Она способная девочка». «Да очень понятливая. Ренвик». у нее какой-то странный склад ума. Память у нее замечательная, Ренвик. Если ты прочтешь ей вслух целую страницу Мильтона, она повторит все почти слово в слово. Схватывает она все быстро. Но вот способность рассуждать более глубокие свойства мышления у нее развиты как-то непропорционально слабо. он покачал головой. Она что называется примерная ученица. Соображает быстро, но к сожалению я замечаю в ней некоторую ограниченность интеллекта. Я слышу она добивается стипендии лета, сказал Ренвик. Что же это ей по силам? Получит она ее, как ты думаешь? Может быть и получит. ответил Джипсон пожимая плечами. Но к чему она ей? Да и трудно сказать получит или нет. Это не от нас зависит. Программа университетских экзаменов не совпадает с нашей школьной программой. Ей следовало бы идти в педагогический институт. Вот ее призвание. В таком случае не можешь ли ты не допустить ее к экзаменам на стипендию? Спросил Ренвик с некоторой стремительностью. Я имею сведение, что здоровье ее пошатнулось от усиленной подготовки к ним. Невозможно. Невозможно. Возразил Джипсон. Я же тебе только что сказал, что это не в нашем ведении. Стипендия предоставлена городу. Назначает ее университетское начальство. И к экзамену допускают всякого, кто удовлетворяет их требованиям. Должен сознаться, что я уже пробовал говорить на этот счет с ее почтенным родителем. Джипсон нахмутил брови, но ничего не вышло. Он упорно стоит на своем. Конечно, у девочки такие серьезные шансы на получение стипендии, что отговаривать ее от этого кажется безумием. Впрочем, что подхватил Ренвик? Вместо ответа Джипсон взял со стола какую-то бумагу и, бегло просмотрев ее, передал своему другу, промолвив с расстановкой. «Странное совпадение. Я читал это как раз тогда, когда ты вошел. Что ты на это скажешь?» Ренвик взял листок и, увидев, что это перевод латинской прозы, как ему показалось Цицерона, переписанный красивым, но не сформировавшимся еще почерком, начал читать, но вдруг остановился. Между двумя фразами этого прекрасного сдержанного гладкого перевода были вписаны на местном диалекте неразборчиво почти каракулями следующие слова «Налегай на все, что делаешь, делай хорошо. Если не получишь стипендии лета, то я буду знать, кто в этом виноват». Дальше продолжался перевод. Ренвик в удивлении посмотрел на Джипсона. «Это мне сегодня утром прислал ее классный наставник», пояснил тот. Он вырвал этот листок из тетради Несси Броуди. А перевод она делала в школе или дома, быстро спросил доктор. «В классе». Должно быть, она написала эти слова бессознательно, но, несомненно, они написаны ее собственной рукой. Что это значит? «Наследие тех знаменитых шотландских предков, о которых мы так много слыхали от старика или раздвоения личности? Ты больше разбираешься в таких вещах, чем я». «Какое там к черту раздвоение личности?» перебил его Ренвик в некотором замешательстве. Это просто минутная рассеянность ума, доказательство чрезмерного нервного напряжения, в котором, судя по тому, что она написала, ее держит чужая сильная воля. Ну, как ты не понимаешь? Она утомилась, работая над упражнением, внимание ее слабло, и тотчас же в памяти всплыла та подсознательная мысль, которая ее постоянно мучает, подгоняет. И раньше, чем мысль оформилась у нее в мозгу, девочка уже эмоционально написала эту фразу. Он покачал головой. Слишком ясно, чего она боится. Ну, мы не переутомляем ее занятиями, заметил Джипсон. Ее здесь всячески щадят. Да знаю, знаю, девочку губят не в школе, все зло в этом сумасшедшем отце. что же нам делать? Ты говорил, что уже пробовал повлиять на него, но безуспешно. Ну, а я для него все равно, что красная тряпка для быка. Как же быть? Как же быть? Он положил листок с переводом обратно на стол Джипсона и, указывая на него, докончил. Эта штука меня очень пугает. Такие симптомы я наблюдал в моей практике. Они всегда предвещают очень плохой конец. Да, не нравится мне все это. Ты меня удивляешь. Заметил директор после паузы, во время которой он пытливо вглядывался в собеседника. А ты уверен, что в этом случае не преувеличиваешь под влиянием какого-то предубеждения? И когда Ренвик молча покачал головой, он продолжал. Не хочешь ли взглянуть на девочку? Одну минуту, конечно, чтобы ее не испугать. Доктор подумал и ответил решительно. Ну, разумеется, хочу. Мне надо самому проверить свое предположение. Это ты хорошо придумал. Так я ее сейчас приведу, сказал Джипсон, вставая и направляясь к двери. Надеюсь, ты будешь с ней осторожен. Ни в коем случае не следует упоминать об этой истории с переводом. Ренвик кивком головы выразил согласие, когда Джипсон вышел из кабинета, продолжал сидеть неподвижно, сдвинув в брови, устремив хмурый взгляд на страничку, исписанную Несси. Как будто эта страничка, бессвязные, затесавшиеся в латинский текст слова, сливались перед его глазами в видение, пугавшее и расстраивавшее его. Его вывел из задумчивости приход директора и Несси, которую Ренвик видел в первый раз, рассмотрев эту худенькую, горбившуюся девочку с кроткими, умаляющими глазами, тонкой белой шейкой, слабохарактерным ртом и подбородком, он перестал удивляться тому, что она так цепляется за Мэри и что Мэри со своей стороны горит желанием ее защищать. Вот одна из наших лучших учениц, дипломатически сказал Джипсон, обращаясь к доктору после того, как сел на свое место. Мы представляем ее всем нашим посетителям. Никто из учеников старших классов не обладает такой памятью, как она. Не правда ли, Несси, добавил он, мельком посмотрев на нее. Несси вспыхнула от гордости. Ее детская душа наполнилась глубокой благодарностью и еще более глубоким благоговением, к которым примешивалось некоторое смущение, так как ей было непонятно, зачем ее вдруг вызвали сюда. Она молчала и не поднимала глаз от пола. Тонкие ножки в высоких, сильно поношенных башмаках и грубых шерстяных чулках немного дрожали не от страха, а просто от волнения в присутствии таких двух важных особ, как директор и доктор Ренвик. Она понимала, что заданный ей вопрос чисто риторически и не смело заговорить, пока не обратятся прямо к ней. Вам нравятся занятия в школе? Ласково спросил Ренвик. Да, сэр, ответила боязливо Несси, поднимая на него глаза, как испуганная козочка. А что, они вас никогда не утомляют? Продолжал он все так же мягко, боясь задать вопрос в более определенной форме. Несси посмотрела на директора, как бы прося позволения заговорить, и, успокоенная его взглядом, ответила «Нет, сэр, не особенно. Только иногда голова болит». Она сказала это робко, как будто головная боль была чем-то предосудительным. Потом уже увереннее продолжала. Папа водил меня к доктору Лори месяцев шесть тому назад, и доктор сказал, что это пустяки, он сказал, даже, прибавила она наивно, что у меня хорошая голова на плечах. Ренвик молчал, ощущая на себе слегка иронический взгляд Джипсона, «Но нерешительные уклончивые ответы этого запуганного ребенка представлялись ему столь же малоубедительными, как и только что приведенное ею мнение его чванного коллеги. Подозрение, что Несси больна сильным перенапряжением нервов, подтверждалось всем ее видом и поведением. «Я слышал, что вы хотите держать экзамен на стипендию Летта», сказал он наконец. «А не лучше ли вам отложить это на год?» «О, нет, сэр, этого никак нельзя», возразила она поспешно. «Я, я должна получить и в этом году». «Мой отец, говорит, тень омрачила ее лицо, и она продолжала уже сдержание. Он хочет, чтобы я получила стипендию Летта. Это для девочки большая честь. До сих пор ни одна девочка ее не получала, но мне кажется, что я смогу ее добиться». Она снова немного покраснела, смущенная не этим нечаянным проявлением самонадеянности, а тем, что осмелилась произнести в их присутствии такую длинную речь. «Ну, так хотя бы не работайте чещуру много», сказал в заключение Ренвик и повернулся к Джипсону в знак того, что он закончил свои наблюдения. «Ну, хорошо, Несси», сказал директор, отпуская ее ласковым взглядом. «Беги теперь обратно в глаз и помни, что тебе сказал доктор Ренвик. Хорошую лошадь пришпуривать не надо. Не занимайся дома слишком много». «Благодарю вас, сэр», ответила смиренно Несси и выскользнула из кабинета, смутно, недоумевая, зачем ее звали, но гордясь таким исключительным вниманием к себе. Вспоминая благосклонный взгляд директора, она решила, что этот всемогущий человек о ней несомненно высокого мнения. И с самодовольной миной входя в класс, говорила себе, что нахальному и любопытному мальчишке Грирсону будет о чем поразмыслить, когда он узнает, что она Несси Броуди беседовала запросто с самим директором. Надеюсь, я не задержала я слишком долго, сказал Ренвик, глядя на приятеля. Мне достаточно было взглянуть на нее. Ты был воплощен на скромность, уверил Джипсон. Попечители меня не выгонят за то, что я допустил нарушение дисциплины. Он остановился, затем добавил тем же тоном, а ловко она тебя отрезала насчет Лори. Ба, возразил Ренвик, между нами говоря, мнение Лори для меня не стоит выеденного яйца. Он просто чваный осел. Эта девочка в плохом состоянии. Да полна тебе, Ренвик, сказал Джипсон успокоительно. Это просто твоя фантазия. Я не заметил в девочке ничего ненормального. Конечно, она в опасном возрасте, и отец у нее старый дуралей и пьяница. Но все обойдется, все обойдется. Ты преувеличиваешь. Ты всегда был неисправимым защитником угнетенных и не позволял мучить даже белой мыши. Она как раз мне и напоминает белую мышку. Сказал Ренвику прямо. Ей плохо придется, если не присмотреть за ней. не нравится, не нравится мне запуганное выражение ее глаз. А меня больше поразил ее запущенный вид, вставил Джипсон. Она начинает уже выделяться этим среди других детей в школе. Заметил ты, как она бедно одета? Какой-нибудь год назад этого не было. Броуди не имеет теперь ни одного Пенни, кроме жалования, а большую часть жалования он пропивает. Скажу тебе еще одно, но это уже между нами. До меня дошли слухи, что он просрочил уплату процентов по закладной на дом, на его нелепый замок. Не знаю уж, чем дело кончится, но этот человек несомненно идет навстречу своей погибели. Бедняжка Несси, вздохнул Ренвик. Но думал он в эту минуту не о Несси о Мэри, представляя ее среди нищеты и разрушения родного дома. По лицу Джипсона нельзя было понять, зародилась ли у него какая-либо смутная догадка относительно истинных побуждений его друга во всем этом деле. Он ведь мог вспомнить, что Ренвик когда-то с большим чувством рассказывал ему необычайную историю Мэри Броуди. Но он только похлопал его по плечу и сказал ободряюще «Да развеселись ты, мрачный скулап! Никто не умрет, ручаюсь тебе! Я буду следить за Несси!» «Да, надо идти», сказал Ренвик, взглянув на часы и вставая, что польза сидеть тут и печалиться. Я и тебя задерживаю, да и своими делами пора заняться скоро четыре. Да, у твоей приемной уже, наверное, выстроилась целая очередь богатых старых дам. Насмешливо подхватил Джипсон. «Не пойму, что они находят в таком уроде, как ты?» Ренвик расхохотался. «Они ищут некрасоты, иначе я бы направил их к тебе». Он протянул руку Джипсону. «Ах, славный ты, малый Джипсон! Тебя мне больше всего будет не доставать, когда я уеду отсюда». «Ах, так я и поверил», возразил тот, крепко пожимая ему руку. Из кабинета Ренвик вышел быстро, но, сойдя по отлогим каменным ступеням и пройдя между двумя серыми русскими пушками, он незаметно для самого себя замедлил шаг. И пока он шел домой, его снова одолели мрачные мысли. «Бедная Несси!» Ему виделась хрупкая фигурка, укрывшаяся в нежных объятиях сестры, которая, защищая поникшую на ее руках девочку собственным телом, глядела на него Ренвика терпеливо и мужественно. Это видение становилось все ярче, все неотступнее, мучило его. И соблазнительные перспективы будущего, недавно еще всецело заполнявшие его мысли, вдруг утратили свою прелесть, померкла радость предстоящей новой работы в Эдинбурге. Забыта была и прохлада дворцовых садов, и романтический замок, и даже пряная свежесть ветра, которая дует с Келтонских холмов. С хмурым лицом вошел доктор Ренвик к себе в дом и принялся за работу. Теплое апрельское утро перешло за полдень, и полное свежих ароматов и возбуждающих звуков ранней весны осенело город Ливенфорд как благословение. Но для Броуди, шедшего домой обедать, не было ничего благословенного в этом пробуждении природы вокруг него. Полные горечи он не ощущал ласки теплого воздуха, не видел, как наливался соками каждый новый побег. Клумбы нарциссов, кивающих золотистыми головками, застенчивые белые подснежники, пылающие шары крокусов, которыми пестрели полисадники вдоль дороги, оставались незамеченными. Тихие крики грачей, которые носились вокруг своих новых гнезд на высоких деревьях, росших у поворота шумом, раздражавшим слух. Когда он дошел до деревьев и птичий гомон стал слышнее, он метнул наверх злобный взгляд бормоча, вот, раскричаясь, проклятые, прямо в ушах звенит, эх, будь у меня ружье. Вдруг, как будто в ответ на эту угрозу какой-то низколетавший грач пронесся над самой его головой и с насмешливым крак-рау ранил ему каплю на плечо. Лицо Броуди потемнело, как грозовая туча. Даже птицы и те против него, и те его пачкают. Одну минуту казалось, что он готов срубить все деревья, разорить гнезда и убить всех птиц в грачевнике. Но, судорожно скребив губы, он стер грязь с пальто носовым платком и в еще более дурном настроении продолжал путь домой. Несмотря на то, что условия его жизни со времени возвращения Мэри улучшились, внешний вид его мало изменился. Мэри чистила и утюжила его платье, стирала и крахмалила ему белье, начищала башмаки до блеска. Но, так как он теперь напивался каждый вечер, лицо его было еще больше испещрено красными жилками, еще землистие, впадины на щеках обозначили срещи, платье, хотя и приняло более опрятный вид, висела мешком на его исхудавшем теле и казалась на нем таким же неуместным, как новый костюм на огородном пугале. Не сознавая этого, он имел вид человека, сломленного судьбой, и с тех пор, как его бросила Нэнси, опускался все больше и больше. В первое время он упорно твердил себе, что на Нэнси свет клином не сошелся, что есть другие женщины не хуже, а то и лучше ее, что он быстро заменит ее другой, еще более красивой любовницей. Но самолюбие его было глубоко уязвлено, когда он убедился, что он уже слишком стар и непривлекателен для того, чтобы пользоваться успехом у женщин, и теперь, когда прошли для него счастливые дни полного кошелька, слишком беден, чтобы покупать их любовь. К тому же, после первого возмущения и попыток самообмана, он понял, что ему нужна только его Нэнси, что никакая женщина не заменит ее. Она точно околдовала его, она проникла в его кровь, и теперь, в ее отсутствии, он тосковал по ней одной, жаждал ее и знал, что никогда никто, кроме нее, не сможет утолить этой жажды. Он пил, чтобы забыть ее, но забыть не мог. Виски туманила рассудок, глушила острое сознание утраты, но даже и тогда, когда он бывал пьян, в оцепенелом мозгу, вставали мучительные картины, его преследовали образы, нэнси, нэнси, мэта, он видел их всегда вместе в их новой жизни, проклиная себя за эти мысли, видел их счастливыми, забывшими о нем, о прошлом, тяготевшим над ними. Смех нэнси, смех Афродиты звенел в его ушах, и вызван он был не его ласками, а ласками мэта. Смучительной ясностью видел он, как она ласкает сына, так же, как ласкала его, и глаза его невольно смыкались, лицо багровело и принимало беспомощное выражение. В настоящую минуту он, однако, был поглощен другим. Конечно, не обидой, нанесенной ему грачом, эта обида только подбросила лишний уголек в костер его ярости, а гораздо более серьезным оскорблением. Лицо его было менее апатично, чем обыкновенно на людях, движение нервнее, и он с необычной для него быстротой шагал по направлению к дому. Он испытывал острую потребность рассказать кому-нибудь о случившейся с ним сегодня неприятности. И так как Несси была единственным существом, с которым он еще разговаривал более или менее непринужденно, а к тому же дело как раз касалось ее, он спешил ее увидеть. Когда он, отперев входную дверь, вошел в дом, угрюмая сдержанность на минуту ему изменила, и он позвал торопливо Несси, Несси. Он вошел в кухню раньше, чем Несси успела откликнуться на зов и сурово глянул в ее испуганные глаза на повернутом к нему лице. Несси сидела за столом, ложка с супом застыла в ее руке по дороге к рту, и вся ее поза выражала внезапный испуг. — Говорил тебе этот Грирсонов щенок что-нибудь насчет стипендий Летта? Выпалил он свирепо. Ложка с пляском упала обратно в тарелку. Несси нервно затрясла головой и, подумав, что вопрос, слава Богу, не так страшен, как она ожидала, ответила — Нет, папа, во всяком случае ничего особенного не говорил. — Припомни, припомни, настаивал он, подумай хорошенько, что значит ничего особенного. — Видишь ли, папа, голос Несси уже дрожал. Он постоянно говорит что-нибудь нехорошее про нас. Иногда он выкрикивает разные насмешки насчет меня и стипендий Летта. — А говорил он тебе, чтобы ты отказалась от экзамена? Отвечай же! — Он, конечно, хотел бы, чтобы я не держала экзамена, папа, ответила она, поджимая губы. Это я отлично знаю. Он, наверное, думает, что это увеличит его шансы, а у него никаких и нет. Губы Броуди раздвинулись в злобной усмешке, обнажая желтые зубы. — Вот оно что! — воскликнул он. — Я так и думал, так и думал, ну, конечно, я был прав. Он сел за стол и, не обратив никакого внимания на тарелку дымящегося супа, которую Мэри молча поставила перед ним, приблизил свое лицо к самому лицу Несси. — Повтори еще раз, пробурчал он. — Что, папа, да насчет Грирсонова щенка? — Что он не имеет никакой надежды получить стипендию лет-то? — спросила она робко. И, видя, что отец доволен, невольно подлаживаясь под его настроение, негодующе фыркнула. — Нет, конечно, не имеет. И тени надежды. Если бы даже я не держала экзамены, все равно другие учатся не хуже его. Но раз я участвую в этом, он ни за что и не получит. — Ты значит, для него вроде как камень преткновения. — Ну, конечно же, папа. — Вот это здорово, ей-богу, здорово. Бормотал Броуди, глядя на нее расширившимися глазами. — Это мне приятно, приятно слышать. Он помолчал. — Знаешь, что было сегодня, когда я шел себе спокойно домой обедать, как все добрые люди? Ноздри его раздулись, голос перешел в крик. — Иду я домой спокойно и прилично, как вдруг подходит ко мне эта проклятая скотина мэр Грирсон, наш свежеиспеченный замечательный мэр. И как это такого субъекта делают мэром, убей меня, бог не понимаю, подхалимничал до тех пор, пока своего добился. Это позор для города. Вероятно, он воображает, что раз он теперь мэр, ему все можно, потому что он имел наглость обратиться ко мне среди бела дня и предложить мне, чтобы я не посылал тебе держать экзамен на стипендию лета. Он посмотрел на Несси, видимо, ожидая от нее взрыва негодования, и, почувствовав это, она ответила неуверенно. Ему просто завидно, папа, вот и все. Думаешь, я ему не сказал этого прямо в лицо, воскликнул Броуди, сказал, не беспокойся, я ему ответил, что ты всегда побивала его негодного щенка, и опять его победишь, опять, да, опять, он азартно выкрикнул несколько раз это слово. Нет, подумай, какое дьявольское нахариство, пробует очистить дорогу сыну, уговаривая меня оставить тебя в школе еще на год. И когда я бросил ему это прямо в лицо, он имел дерзость круто изменить тон, и начал распинаться насчет того, что он, представитель города, и что его обязанность вмешаться в это дело. Ему, видишь, Лю сообщили, что ты не сможешь учиться дальше, что здоровье у тебя недостаточно крепкое, он защищает не свои, а твои интересы, но я его хорошо отделал. Он сжал кулаки, на мгновение превратившись в прежнего броуди и прокричал, да, отделал его на все корки. Я повторил собственные слова Лори прямо в его хитрую физиономию. Я его заставил замолчать. Он торжествующе захохотал, но через мгновение опять нахмурился и пробурчал. Клянусь Богом, он мне за это заплатит. Да, 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 и за все остальные дерзости, что он наговорил мне. И почему я не свалил его с ног, сам не понимаю. Ну, да ничего, ничего, мы с тобой отплатим ему другим путем. Правда, Нэсси? Правда. Он умильно посмотрел на нее. ты оставишь в дураках этого ублюдка, да, Нэсси? И тогда мы полюбуемся на убитый вид важного папаши. Ты это сделаешь, правда, сделаешь, дочка. Да, папа, ответила она покорно, сделаю, сделаю для тебя. Вот и хорошо, очень хорошо. Он потер узловатые руки со сдержанным воодушевлением. Потом вдруг под влиянием какой-то тайной мысли мрачно насупился и опять, наклонясь близко к лицу, Нэсси воскликнул. Смотри же, победи его. Клянусь, Богом, лучше тебя победить его, потому что, если ты этого не сделаешь, я схвачу тебя за вот эту твою тонкую шейку и за душу. Ты должна получить стипендию или тебе придется плохо. Я получу, папа, получу, заплакала Нэсси. Да, 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 ты это сделаешь иначе, он крикнул дико. Говорю тебе, в этом городе против меня имеется заговор. Все решительно против меня, меня ненавидят за то, что я таков, каков я есть. Мне завидуют, они знают, что я выше их, что если бы я занял подобающее мне положение, я оттирал бы свои грязные сапоги и об их вылащенные рожи. Но да ничего, ничего, он покачал головой в диком порыве. Я еще им покажу, я их заставлю бояться меня. Лето послужит началом, он вставит палки в колеса господину Мэру, а там начнем уже действовать по-настоящему. В эту минуту Мэри, которая все время держалась в глубине кухни с сильным беспокойством, слушая бешеные выкрики отца и наблюдая его обращение с Несси, подошла к столу и умоляюще сказала, ты бы ел суп, покуда он не остыл, папа. Я так старалась, чтобы он был повкуснее. И дай Несси поесть. Ее нужно хорошенько подкормить, раз она так много работает. От этих слов возбуждение Броуди сразу улеглось. Выражение его лица изменилось. Казалось, что-то выглянувшее было наружу опять быстро спряталось в глубину души, и он сердито воскликнул. От тебя кто просит вмешиваться? Почему ты не можешь оставить нас в покое? Когда мне понадобится твой совет, я к тебе обращусь. Он взял ложку и с недовольным видом начал есть суп. Но через минуту, видимо, все еще размышляя о дерзком вмешательстве, Мэри проворчал. Свои замечания насчет Несси изволь держать про себя. Я сам знаю, что ей нужно. Некоторое время все молча ели, но когда принялись за следующее блюдо, Броуди опять обратился к младшей дочери и, поглядывая на нее сбоку, начал тем вкратчивым тоном, который он неизменно принимал, задавая такого рода вопросы, и который, как эти постоянно повторявшиеся вопросы, доводил уже Несси чуть не до истерики. «А каковы сегодня твои успехи? А Несси? Хороши, папа, хвалил кто-нибудь сегодня мою дочку? А? Ну же, ну же, вспомни. Наверное, о тебе что-нибудь договорили? Сегодня ты, наверное, отличилась на уроке французского языка, она отвечала ему механически наобум, не задумываясь, только чтобы избавиться поскорее от этой терзавшей ей нервы необходимостью придумывать все новые приятные отцу ответы на его нелепые настойчивые расспросы, утолять его неутолимую жажду все новых доказательств того, что дочь его является предметом всеобщего внимания. Наконец, удовлетворившись ответами, которые Несси давала, едва сознавая, что говорит, Броуди развалился в своем кресле и, глядя на нее благосклонным взглядом, сказал «Хорошо, хорошо, ты не пострамишь имени Броуди, ты делаешь недурные успехи, девушка, но могла бы добиться еще большего, да, да, большего, большего, ты должна так обеспечить себе стипендию лета, как будто она уже лежит вот здесь на тарелке перед тобой. Ты только подумай, тридцать геней каждый год и это в течение трех лет «Значит, всего девяносто геней, почти сто золотых савренов, перед тобой лежит, как на тарелке сотня золотых савренов и ждет, чтобы ты их взяла. Тебе не придется ни ползти, ни нагибаться за ними, только взять их с тарелки, черт возьми, если ты не протянешь эти маленькие ручки и не возьмешь их, я тебе шею сверну». Он глядел на пустую тарелку, стоявшую перед Нессием, и ему чудились на ней столбики савренов, сверкающих нарядным блеском золота. При нынешних его обстоятельствах сумма эта казалась ему громадной. «Да, да, это большая, большая награда», бормотал он, «и она твоя. Заведущие глаза этого овуха Грирсона прямо лезут на лоб при мысли, что она останется нам. Но я его научу, как оскорблять меня на главной улице города. Я его научу». Он затрясся в приступе короткого неслышного смеха, потом опять посмотрел на Несси, подняв брови, с глупо-хитрым видом и сказал конфиденциальным тоном, «Я сегодня рано приду домой на Несси, и мы примемся за дело в ту же минуту, как кончим ужин. Ни минуты терять не будем, сядем за книги, не успев проглотить последний кусок». Он опять хитро посмотрел на нее, «Ты будешь в гостиной, а я останусь здесь, следить, чтобы ни одна душа тебя не потревожила. Тишина, покой, вот что тебе нужно, и я позабочусь, чтобы они у тебя были, и будет тихо, как в могиле». Ему должно быть понравилось это сравнение, потому что он повторил последние слова звучно и выразительно, потом уже более суровым тоном докончил, «Налегай, налегай, старайся, гни спину, что делаешь, делай как следует, помни, что ты браудей, и стиснув зубы, добивайся победы». Считая, очевидно, свою миссию в данный момент выполненной, довольной собой, он оставил в покое Несси и тяжелым взглядом уперся в лицо старшей дочери, как бы говоря, «Ну-ка, попробуй вмешаться». «Ну, чего, чего, уставилась?» спросил он, подождав минуту, «Разве тебе не сказано держаться в стороне, когда мы с Несси разговариваем? Когда нам понадобится от тебя что-нибудь, мы тебя позовем. Я тебя предупреждал, когда ты опять вошла в мой дом, лапы прочь от Несси, смотри, не забывай этого. Я не желаю, чтобы ее испортили баловством, как испортила мне остальных детей ее глупая мать». Мэри собиралась уже выйти из кухни, зная по опыту, что это лучший способ его утихомирить, как вдруг раздался громкий звонок у входной двери, и она от неожиданности остановилась. все, приходившие к ним в дом, главным образом посыльные из лавок, звонили всегда с черного хода, и звонок у парадной двери был редким событием, настолько необычным теперь, что Броуди насторожился и, прислушившись, приказал дочери, посмотри, кто это там. Мэри выйдев в переднюю отперла дверь и увидела посыльного, который стоял на ступеньках крыльца с небольшим пакетом в руке и, дотронувшись до шапки, сказал вопросительно «Мисс Мэри Броуди». Мэри утвердительно кивнула головой с некоторым беспокойством, глядя на пакет, который ей передавали. По глинцевитой коричневой обертке и красивой розовой тесемке которой он был перевязан. Видно было, что это необычная посылка из лавки, где она заказывала провизию. Изящный пакет явно был того же происхождения, что и другие посылки в такой образцовой упаковке, время от времени приходившей неизвестно от кого весь последний месяц. Но все те посылки приносились утром в один и тот же час, когда она бывала одна дома, поэтому Мэри с неожиданной тревогой задала посыльному странный вопрос. Вы не опоздали? Он смущенно переступил с ноги на ногу и своим видом укрепив Мэри в ее подозрении начал оправдываться. «О, у меня была куча поручений, мисс», сказал он, «а этот пакет прибыл из Глазго, и мне пришлось дожидаться его». Он был явно рад, что Мэри приняла посылку, не броняя его, и без дальнейших разговоров ушел, стуча сапогами, оставив Мэри на пороге с аккуратно перевязанной легкой коробкой, которую она держала так, как будто это был тяжелый груз, причинявший ей большое неудобство. Этими лакомствами, которые ей регулярно присылались неизвестно откуда, но всегда в удобный час и потому втайне от отца, она, не задумываясь, радостно закармливала Несси. И пакет, вероятно, оттуда же. С бьющимся сердцем она осторожно закрыла дверь и, живо сообразив, что делать, скользнула в гостиную, спрятала пакет под диван и вернулась в кухню с робкой надеждой, что отец не спросит, кто приходил. Но она сразу увидела, что надеяться на это нечего, что он с нетерпением ожидает ее, даже сел опять в кресло и теперь смотрит на нее пристально и с любопытством. «Кто это звонил?» И так, как она молчала, повторил настойчиво «Отвечай же!» Чего стоишь как пень? «Кто это был?» «Это только посыльный, папа», ответила она тихо, стараясь не выдать голосом свое беспокойство. «Посыльный?» повторил недоверчиво Броуди. «С парадного хода?» «Господи, до чего мы еще дойдем?» И вскипев от этой неожиданной мысли закричал «Я не намерен терпеть еще и такие оскорбления. Кто его прислал? Скажи мне, кто и я сам пойду туда и все его ясню. Откуда этот посыльный?» «Не знаю», запинаясь вымолвила Мэри. «Не знаешь?» «Нет», повторила она и все еще пытаясь его успокоить поспешно добавила. «Не сердись, папа. Это больше не повторится, не расстраивайся». Он с минуту смотрел на нее уничтожающим взглядом. От него не укрылось ее замешательство, слабо, но отчетливо проступавшее сквозь обычную ясность лица. «Покажи, какие покупки он принес», процедил он наконец сквозь зубы. «Я не видел, чтобы ты принесла сюда что-нибудь?» «Они в гостиной», ответила она тихо, делая движение по направлению к посудной. «Это только один сверток, и ничего там нет интересного для тебя». «Принеси его сюда», настаивал Броуди. «Я желаю видеть этот таинственный исчезнувший сверток». «Ах, папа, неужели ты не веришь мне?» «Неси сюда, пакет, говорят тебе», заревел он, «эли я буду знать, что ты еще ко всему прочему илгунья». Мэри видела, что ослушаться невозможно, нерешительными шагами вышла из кухни и скоро воротилась с пакетом. Броуди. уставился на него изумленный тем, что пакет действительно существует, но еще более удивленный его необычным видом. «Розовая ленточка», пробурчал он, «Ишь, ты как нарядно!» Затем резко изменил тон. «Так ты хочешь меня уверить, что тебе присылают из лавки овсянку в такой упаковке с этими побрякушками?» «Семь минуту, открой коробку!» «Я хочу собственными глазами увидеть, что внутри!» Зная, что противиться бесполезно, Мэри с фатальным спокойствием, ожидая неизбежного, взяла со стола нож, разрезала тесемку и через несколько секунд вынула из ваты, в которую она была уложена, большую сочную кисть черного винограда. Броуди, точно не веря глазам, смотрел пораженный на свисавшую с руки Мэри чудесную гроздь, казавшуюся каким-то экзотическим цветком, расцветшим внезапно в темной кухне. Ягоды все были крупные, крепкие, прекрасной формы, покрытые голубоватым налетом, таким нежным и пленительным, как дымка, в которой встает перед моряком далекий берег. Они заманчиво качались на толстом гладком стебле, распространяя сладкие, напоенные солнцем ароматы, казалось, их сочная и нежная мякоть, готова, прорвав оболочку, брызнуть, расставить на языке смесью чудесных ощущений вкуса и запаха. Черный виноград в такое время года неслыханная роскошь. Откуда это? Крикнул Броуди громко и повелительно. Кто его прислал? Не знаю, папа, ответила Мэри искренне, потому что эти таинственные подарки действительно ни разу не сопровождались запиской, и она могла только догадываться смутно и радостно, что они от Ренвика. Знаешь, знаешь, негодница, зарычал он, иначе ты бы его не спрятала. Глядя на нее со злобным недоумением, он вспомнил вдруг о депутации благочестивых и самоуверенных дам из церковного комитета, явившихся к его жене во время ее болезни с фруктами и вареньем. Наверное, это прислала какая-нибудь из тех поганых слезливых святош. Так мы уже получаем милостыню, пользуемся городской благотворительностью, да? Вот до чего дошло. Ты, наверное, делаешь жалобную мину для того, чтобы они тебя жалели? О, Боже! Да они скоро еще вздумают нам посылать суп и религиозные брошюры! Он грубо вырвал виноград из рук мэри, презрительно повертел его перед глазами и тут только сообразил, что эти изысканные фрукты стоят очень дорого и никакой церковный комитет не мог их послать. Ироническая усмешка медленно поползла по его лицу и он воскликнул «Нет, нет, нет». «О, я догадываюсь, в чем тут дело? Тебе неизвестно, кто их послал. Это что называется от неизвестного благодетеля, о всемогущий Боже! Как ты опять принялась за старое потускуха! Начинаются подношения от любовников! Фу! Меня тошнит от этой мерзости!» Он посмотрел на Мэри с отвращением, но она спокойно и стойко встретила его взгляд, и только бедная Несси проявляла признаки испуга и огорчения, к счастью им, незамеченные. «Но ты их есть не будешь!» закричал он грубо. «Нет, нет! Ни единой ягодки ты не отведаешь! Можешь облизываться на них сколько угодно, но ты их не коснешься! Вот все с ними сделай! Вот!» И произнес все эти слова, он швырнул виноград на пол и яростно наступил на него своим тяжелым башмаком, так что сок брызнул во все стороны, раздавил его в темную массу, которая, как кровь, залила серый линолеум. «Вот тебе вот! Вот как я поступаю! Путь мой горик, но я с него не сверну! Жаль, что я не могу раздавить вот так же, как этот виноград того скота, что послал его! Я бы с удовольствием поступил с ним так, кто бы он ни был, вот теперь тебе придется здесь убрать! Это тебе полезно! Работа отвлечет твои мысли от мужчин! Успокоит твой зуд, шлюха!» Говоря это, он разбрасывал ногой остатки винограда по всей кухне, потом, схватив Мэри за плечи, нагнулся к самому ее лицу и грубо прошепел. «Мне все твои штучки понятны, моя красавица! Не заходи слишком далеко, помни о том, что с тобой уже раз случилось!» Сказав это, он оттолкнул ее от себя с такой силой, что она ударила со стену и, оставшись на месте, с краской унижения на щеках, безмолвно смотрела на отца. Через минуту он повернулся к Нессе и совершенно другим голосом, мягким, умильным, почти заискивающим, который он нарочно сделал таким, чтобы этим контрастом больше уязвить Мэри, сказал, «А ты, доченька, не обращай внимания на то, что тут говорилось, да и на нее тоже. Тебе и совсем даже лучше с ней не разговаривать, разве только, когда тебе что-нибудь понадобится, эти вещи тебя не касаются. Да и пора нам с тобой идти, если не поторопишься, опоздаешь в школу, а это никак нельзя». Он взял Несси за руку и с подчеркнутой ласковостью увел ее из кухни. Уходя в переднюю, Несси успела бросить испуганный и внимательный взгляд на сестру. Когда за обоями захлопнулась дверь на улицу, Мэри тяжело перевела дух. Она откачнулась от стены, к которой толкнул ее отец, и с сожалением глядя на загрязненные разбросанные по полу остатки винограда, которым Несси не придется полакомиться, все же подумала с некоторым облегчением, что произошедшая сейчас неприятная сцена и ее унижение не оттолкнули от нее Несси. Слова, брошенные ей в лицо отцом, обидели ее нестерпимо, вспоминая его несправедливость к ней. Она закусила губу, чтобы удержать горячий поток гневных слез. Не имея никаких доказательств, она чутьем угадывала, что это доктор Ренвик под доброте своей прислал ей виноград, да и все прежние подарки. А теперь и глубокое чувство благодарности к нему, и ее самоотверженная забота о Нессе все было опоганено, затоптано в грязь отцом, так грубо истолковавшим ее поведение. Ей снова дали почувствовать ее положение в глазах света, безжалостно напомнили о пятне, которая, видно, не снимется с нее в этом городе до самой ее смерти. Слегка вздрогнув, она отогнала эти мысли и принялась убирать со стола. Потом снесла тарелки в посудную и медленно начала мыть, перетирать их. Работая, она старалась думать не о себе, а о Нессе и утешала себя мыслью, что Нессе как будто немного окрепла за последнее время, хотя и продолжает заниматься подолгу и через силу, что она ест лучше и ее худые щеки начинают округляться. Мэри готова была вынести что угодно, только бы уберечь Нессе, увидеть ее здоровой, счастливой. Для нее было высшей радостью то, что она могла немного приодеть Нессе из собственных скромных сбережений, которые привезла с собой в Ливенфорд. Ее достала ее, когда приехала. Вытерев и поставив на полку последнюю тарелку, она пришла в кухню с ведром горячей воды и тряпкой опустилась на колени и приняла смыть пол. Занята этим делом, она вдруг представила себе, какое было бы лицо у Ренвика, если бы он мог увидеть ее в эту минуту, увидеть плачевный результат его щедрости. Но при этой мысли она не усмехнула, соснова вздохнула и подумала, что надо будет попросить его прекратить эти великодушные подарки. Со времени ее первого посещения она виделась с ним два раза и с каждым разом все больше понимала, какое горячее участие он принимает в Нессе. Но она почему-то стала бояться свиданий с ним, бояться того непонятного чувства, которое охватывало ее всякий раз, когда она встречала внимательно ласковый взгляд его темных глаз. Внезапно ей пришли на память слова отца и даже наедине с собой она зажмурилась от стыда, с отчаянием, спрашивая себя, какого же рода чувства она питает к этому человеку, который всегда относился к ней так дружески, с такой добротой. Пожалуй, это хорошо, что он скоро уедет из Левенфорда и кончится ее неуверенность и душевное смятение. Однако, когда она подумала о его отъезде, лицо ее почему-то затуманилось, и даже тогда, когда она вымыв пол силок стал учинить одежду, Несси мысли о Ренвике не оставляли ее. Он сказал, что ее жизнь должна вместить целую галерею картин, но в настоящее время ее галерея состояла из одной лишь картины. Его портрета. Кухня раньше такая грязная и запущенная сияла теперь безупречной чистотой, такой же безупречный порядок царил во всем доме. Ее главная работа на сегодняшний день окончена, а между тем она не в состоянии не сесть за книгу, не заняться или развлечься чем-нибудь другим, как он советовал. Она способна только сидеть и думать о нем. Нет, это просто невероятно. Правда, что касается развлечений, возможности у нее были довольно-таки ограниченные, хотя ее возвращение не вызвало никакого волнения на поверхности жизни города. Она все же избегала людей, и в последнее время у нее вошло в привычку выходить из дому только после наступления сумерек. Один-единственный раз отступила она от этого правила, когда ездила в Деррак на могилу, в которой были похоронены вместе Деннис и их ребенок. Тот же самый поезд мчал ее в Деррак, по тем же улицам звучали ее унылые шаги, но на вывеске погребка красовалась уже другая фамилия, а доктор, к которому она обратилась в тот день ее последней печальной поездки в Деррак так же исчез во мраке неведомого послушной зову судьбы. Стоя на коленях у могилы, находившейся на склоне Дерракского холма, Мария не испытывала бурного прилива горя, только тихую печаль, рожденную главным образом мыслями о ребенке, лежавшем здесь так близко и вместе с тем на веки разлученном с нею. Казалось странным, что тельце этого ребенка такое трепетно живое, так энергично шевелившее свое теле, теперь лежит зарытая в земле на веки оторванная от тела матери. Странно было и то, что она, мать, никогда не видела и уже никогда не сможет увидеть своего ребенка. Она лежала еще без сознания в больнице, когда ее мальчик, слишком рано появившийся на свет и простуженный в ту страшную ночь умер, а она не узнала этого и так и не видела его. Несправедливость судьбы к этому ребенку камнем давила душу Мэри в то время, как она поднималась с колен и затем шла с кладбища. Она верила, что наказана по заслугам и покорно приняла наказание, но за что у ее ребенка отнято короткое счастье существования. Садясь в поезд, чтобы ехать обратно в Ливенфорд, она сказала себе, что эта поездка последняя, что больше она никогда не придет на могилу. И когда поезд отошел от станции сквозь туман ее тоски, ей почудилась на перроне призрачная фигура, призрак Денниса, весело, бодро, машущего ей рукой на прощание. Прощание навеки. Но сейчас, когда она сидела за шитьем, в задумчивости поникнув головой, мысли ее были заняты не тем последним прощанием с Деннисом, а предстоящим ей более реальным расставанием. И она, наконец, вынуждена была осознать себя, что ей тяжело думать об отъезде Ренвика. Она ясно понимала, какая пропасть разделяет их пропасть, через которую мостом служила только его великодушие. Она твердила себе, что даже на дружбу его не смеет надеяться, что жаждет только его присутствия где-нибудь вблизи, и значит, ничего недозволенного нет в ее огорчении по поводу его отъезда. Левенфорд опустеет для нее. Она не в состоянии была больше сидеть и шить, глаза не видели стишков, иголка не слушалась пальцев, она плакала, думая о предстоящей разлуке с чувством, которое, увы, не смело даже назвать дружбой. Она встала в волнении, презирая себя, ломая руки от гнева на свою несчастную слабость и, словно ей не хватало воздуха в комнате, вышла, как слепая в садик за домом. Здесь она стала ходить взад и вперед, пытаясь успокоиться. В то время, как она гуляла тут, чувствуя, что спокойствие мало-помалу возвращается к ней, она вдруг заметила, что на кусте сирени, который с тех пор, как она его помнила, никогда не цвел, теперь распускалась одна большая чудесная кисть цветов. С живым интересом она подошла ближе и, осторожно нагнув ветку, на которой зацветала сирень, обхватила и приласкала пальцами зеленый побег. Рассматривая верхушки полураскрывшихся бутонов, она с изумлением убедилась, что это белая сирень. Какая прелесть! Она никогда не подозревала, что это куст белой сирени, и вдруг теперь, как счастливое предзнаменование будущего, это унылое деревце зацвело, и скоро на нем закачаются благоуханные белые цветы и будут всю весну радовать ее взор. Несси тоже будет рада, подумала она, осторожно выпуская из рук ветку и уже в более радужном настроении вошла в дом. День миновал, сумерки упали на землю, наступил и прошел час вечернего чаепития. Несси, как всегда, была водворена с учебниками в гостиную, а Броуди сидел на кухне со своей бутылкой. Снова перемыв посуду и приведя в доме все в порядок, Мэри решила сходить к доктору Ренвику и, возможно, деликатнее объяснить ему, почему она не может впредь принимать подарки, которые он присылает для Несси. Ей легко было уйти из дому незамеченной. По вечерам она могла делать что ей угодно, лишь бы не мешать занятиям Несси в гостиной. Надев шляпку и пальто, она выскользнула из дому по черному ходу, так как отец приказал ей уходить и приходить только этим путем. Вечер был прохладен, ветерок ласкал щеки, невидные во мраке цветы от росы благоухали сильнее, и Мэри быстрыми, легкими шагами пошла по дороге, укрытая темнотой. Она не спрашивала себя, отчего у нее так легко на душе. Трепет наступающей весны волновал ее, радовал, как обрадовала зацветавшая на кусте сирень, и предстоящая встреча с Ренвиком наполняла бессознательным ощущением счастья. Но пока она дошла до Велхолрот, она уже успела смутно разобраться в причинах своего веселого настроения, и под влиянием неожиданно пришедшей мысли невольно замедлила шаги. Ну, какое она имеет право надоедать занятому человеку, которого дожидаются пациенты, который, несомненно, утомлен после целого дня трудной работы. И если это он прислал виноград, какая дерзость с ее стороны отказываться от него. Ее ножом резнула мысль, что цель ее визита к Ренвику только хитрая уловка, подсказанная изворотливым умом предлог увидеться с ним. Оскорбительные слова отца встали в ее память, как приговор, и ей уже казалось ненужным обращение к доктору Ренвику теперь, когда Несси стала поправляться. По какой-то непонятной ассоциации чувств ей вспомнилась другая весна. И она сказала себе, что в ту пору Деннис добивался встреч с нею, преследовал ее своей любовью. Теперь же она мучительно покраснела в темноте. Она хочет навязать свое жалкое общество человеку, который не стремится ее увидеть. Тем временем она дошла уже до дома Ренвика и остановилась на противоположной стороне улицы, грустная, подавленная, глядя на дом, вспоминая его красивое убранство, чудесную картину, которая привела ее в восхищение. Нет, нет, она не войдет. Она только минуту постоит тут, поглядит на окна под покровом ночи, думая о том, кто живет здесь. И в будущем, когда он уедет навсегда из города, она вот так же будет приходить на это место и воображать, что он внутри, в той нарядной комнате. Стоя тут, она услыхала быстрое и неровное цоканье копыт, увидела два желтых огня во мраке, и раньше, чем она успела отойти подальше, двуколка доктора подкатила к дому. Отступив назад в тень, падавшую от стены, Мэри наблюдала веселую суету у подъезда, слышала, как лошадь рыла копытом землю, как брицала сбруя. Потом раздался уверенный голос Ренвика так близко, что Мэри вздрогнула. Он говорил кучеру, сегодня мне больше никуда не придется ехать, Дик, по крайней мере, я на это надеюсь. Покойной ночи, покойной ночи, сэр. А вось, вось, сегодня больше никто не потревожит. Услышала Мэри ответ грумо, и, вскочив опять на козлы, он отъехал к конюшне. Напрягая зрение, Мэри следила, как Ренвик, едва видный в темноте, взошел на крыльцо. Потом, когда распахнулась дверь, его фигура четким силуэтом встала на фоне яркого света, падавшего изнутри, и она ясно увидела его. на мгновение он обернулся и вгляделся в темноту, устремив глаза прямо по направлению к Мэри. Она знала, что ее не видно, но вся задрожала, словно боясь, что он ее заметит, подойдет и спросит, зачем она стоит здесь в такой час и подсматривает за ним. Но он не воротился, в последний раз вгляделся в ночь и вошел в дом, закрыв дверь, оставив Мэри теперь в полной темноте. С минуту она стояла неподвижно, изнемогая от волнения, а затем пошла домой крадущейся походкой сутуля, с как будто озарившей ее догадкой, тяжестью позора легла ей на плечи. Она знала теперь, что она, Мэри Броуди, отверженная, утратившая чистоту, мать мертвого ребенка без имени снова любит, но нелюбима. В воскресенье после обеда полагалось предаваться отдыху, и хотя Броуди в этот день вставал поздно, а обедал не раньше двух, он свято соблюдал традицию, и праздные часы от тех до пяти заставали его неизменно лежащим без пиджака на диване, но не в гостиной, а в кухне. Гостиная была теперь предоставлена Нессе для занятий, которые и в дни отдыха продолжались так же усиленно, как и в будни. Броуди видел геройское самопожертвование в том, что он ради Несси перенес свой отдых на менее почетное место. В это воскресенье жаркое июльское солнце разморило его и нагнало дремоту. Убедившись, что младшая дочь села за книги, внушительно напомнив ей о близости великого дня экзамена, в который был назначен на следующей неделе, он улегся в кухне с видом человека, заслужившего отдых. Жужжение мухи на окне скоро убаюкало его. Как он только что внушал Несси, наступал последний круг скачек. И в то время, как он храпел в приятном сознании, что, уступив Несси гостиную, он со своей стороны сделал все для обеспечения ей успеха, Несси лихорадочно принялась в последний раз перечитывать третью книгу Эвклида. Лицо ее пылало от жары в гостиной, а жужжение мух, под которое так сладко уснул Броуди, раздражало и отвлекало от работы. Она никогда не была особенно сильна в геометрии, и теперь, когда до экзаменов оставалось всего несколько дней, неуверенность в своих знаниях по этому предмету пугала и мучила ее так, что она решила еще раз бегло просмотреть всю третью книгу. Наморщив лоб и шевеля губами, она зубрила восьмую теорему, но как не старалась сосредоточиться. Слова прыгали по странице, чертежи расплывались, линии принимали странные причудливые формы, немного напоминаю эти фантастические образы, что являлись ей в последнее время в беспокойном сне и мучили ее по ночам. отношение оси угла к перпендикуляру равно коэффициенту. Нет, нет, что она болтает, ведь это же совершенная бессмыслица. Надо внимательнее учить, иначе стипендия, которая уже все равно, что у нее в кармане, ускользнет от нее, шмуднет прочь, как белая мышка, быстро съев все золотые саверены, словно это сыр. Вот какая жара, как болит голова. По английскому языку она подготовлена отлично, по латыни прекрасно, по французскому тоже хорошо, об алгебре и говорить нечего. Да, она способна, это все говорят, и, конечно, те, кто экзаменует на стипендию, увидят это при первом же взгляде на нее. Когда она горда и уверенно шла в школу в дни экзаменов, ей всегда казалось, что люди шепчут друг другу, это Несси Броуди, первая ученица в классе. Она и этот экзамен конечно выдержит лучше всех. Это так же верно, как то, что ее имя Броуди. Может, и профессора в университете нагнуться друг к другу и скажут то же самое. Во всяком случае, они это скажут после того, как просмотрят ее работу. Так должно быть непременно, иначе отец потребует от них ответа. Да, да, да. Если они не признают ее и не выдвинут ее на первое место, он стукнет их головами друг о дружку, так что головы защелкают, как кокосовые орехи. Мэтт обещал привезти их ей, когда уезжал в Индию, и она мечтала еще о попугаях, обезьянке. Но Мэтт почему-то забыл об этом. А теперь, когда он уехал с этой гадкой женщиной, он никогда уже не вспомнит о своей сестренке Несси. Женился он на Нэнси или нет? А все равно, Нэнси дурная женщина, даже если Мэтт и надел ей кольцо на палец. Она совсем не то, что Мэри, которая так добра и ласкова к ней. А между тем, Мэри не замужем. И все же почему-то у нее был ребенок, который умер, и о котором никто никогда не вспоминает. Мэри и сама никогда о нем не говорит. Но лицо у нее такое грустное, как будто что-то лежит у нее на сердце, и она не может о нем забыть. Мэри постоянно заботится о ней, приносит ей суп, яйца, молоко, обнимает ее и все уговаривает не заниматься так много. Мэри хочет, чтобы она получила стипендию, но хочет этого только для того, чтобы отец не притеснял ее. Мэри, ее хорошая Мэри заплачет, если Несси не дадут стипендии. Нет-нет, ей не придется плакать. Если Несси провалится, она никогда не скажет об этом Мэри. Вот замечательно придумано, пройдут годы, а она Несси никому и словом об этом не обмолвится. Господи, что за мысли ей приходят сегодня в голову? Провала быть не должно. Если она не окажется на первом месте во главе класса, как всегда говорил отец, ей придется за это расплатиться. Я сверну твою тонкую шею, если ты дашь кому-нибудь опередить себя после того, как я столько с тобой возился. Вот что он всегда долбит ей в уши между нежностями и похвалами. А руки у него такие большие. Ось угла к перпендикуляру нет правой это верх несправедливости, что она должна сидеть и зубрить в такой жаркий день, да еще воскресенье, когда ей следовало бы пойти на воскресное чтение Библии в белом платье с розовым поясом, который ей сшила мама. Но платье уже износилось. Она из него выросла, она теперь уже совсем взрослая. Мама любила посылать ее в воскресную школу умытую в лайковых перчатках. Теперь она никуда не ходит. Все работает, так усердно работает. Да, папа, я стараюсь вовсю. Что делаешь, делай как следует. А мама всегда наказывала им угождать отцу. Теперь мама умерла. У них нет матери, а у Мэри нет ребенка. Мама и ребенок Мэри оба сидят теперь в облаках, машут ей и поют Несси, Броди, получат стипендию. Ей хотелось пропеть, это тоже во весь голос, но что-то сжимало горло, мешало ей. В последнее время она начинала терять веру в себя. Нет, 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 получить стипендию лет-то великое дело для девочки, да еще девочки, которая носит имя Броди. Великое дело, но и трудное же. Она раньше была уверена в успехе, так уверена, словно груда золотых геней уже лежала перед ней, и все могли это видеть и удивляться ей. Но теперь тайное жуткое сомнение закралось ей в душу. Об этом никто не знал и никто не узнает. Вот единственное, что утешало Несси. Да, папа, у меня все идет великолепно, лучше быть не может. Этот грешен не имеет никаких шансов на успех. Я стою у него на дороге, лет-то уже у меня в кармане. Отцу нравилось, когда она так говорила, он потирал руки и одобрительно улыбался ей, а ей было приятно, что она угодила ему. Она будет скрывать от него свои сомнения, так старательно и ловко, что он никогда их не заметит. Она знает, как надо поступать, она ведь умница. Так Несси разбиралась в собственной душе, восторгаясь собой, поздравляя сама себя. Ей казалось, что она видит, как текут ее мысли с чудесной плавностью, как они несутся подобно сверкающим шумящим волнам ослепительного света. Но вот она внезапно встрепенулась, глаза утратили рассеянное выражение, а лицо безмятежное спокойствие, и, потирая лоб рукой, она посмотрела на часы. Господи, о чем я только думаю, задремала я, что ли? Целый час прошел, а я ничего не повторила. Пробормотала она с конфужина, и, покачав головой, недовольная своей слабостью и потерей драгоценного часа, она только что опять принялась за эвклида, как дверь тихонько отварилась, и в комнату вошла ее сестра. Вот тебе стакан молока, дорогая, шепнула Мэри на цыпочках, подходя к столу. Отец спит? Я и подумала, что могу заглянуть к тебе. Молоко холодное, прихолодное. Я целый час держала кувшин под краном. Несси взяла стакан из рук сестры и с рассеянным видом начала пить. И вправду холодное, сказала она через минуту. Ой, оно такое вкусное, как мороженое в жаркий день. Как душно сегодня Мэри, да? Мэри легонько прижала ладонь к щеке сестры. У тебя горит лицо, сказала она. Не хочешь ли погулять полчаса со мной на воздухе? А если он проснется и увидит, что я ушла? возразила Несси, бросив на нее быстрый взгляд. Ты знаешь, что тебе достанется больше, чем мне. Нет, 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 я останусь тут. Нет, молока уже стало не так жарко. И потом, я должна до пятницы повторить всю эту книгу? А как твоя голова? спросила Мэри после некоторого умолчания, во время которого она с беспокойством наблюдала за сестрой. Да все так же. Она не болит, да как-то немеет. Может быть, положить тебе опять компресс из холодной воды с уксусом? Нет, не надо, Мэри. Компресс мало помогает. После будущей субботы, когда я выдержу экзамен, мне сразу станет лучше. Это единственное, что может меня вылечить. А может быть, тебе чего-нибудь еще хочется? Ну, скажи, я принесу. Нет, ничего не хочется. Ты такая добрая, Мэри. Просто удивительно, до чего ты добра ко мне. А ведь и тебе много приходится терпеть. Ну, как бы я жила без тебя? Ничего особенного я не делаю, для тебя возразила Мэри грустно. Хотелось бы делать гораздо больше. Если бы я могла помешать тебе экзаменоваться на стипендию, но это невозможно. Не говори так, не говори так, торопливо перебила Несси. Ты знаешь, что я должна непременно ее получить. Я только об этом и думаю вот уже полгода, и если бы мне пришлось теперь отказаться от нее, у меня бы разбилось сердце, я должна ее получить. А тебе в самом деле хочется продолжать учение в университете, спросила Мэри с сомнением. Ты только подумай, подумай, сколько я занималась, ответила Несси с волнением, как меня заставляли работать, неужели же все это пропадет напрасно. Я надеюсь, что нет, я так теперь втянулась, что если бы и захотела, не могу остановиться. Иногда у меня такое чувство, как будто что-то меня держит крепко и тащит вперед. Мэри видя нервное состояние сестры и пытаясь ее успокоить, сказала ласково, ну, теперь же все скоро кончится, Несси, не думай об этом, передохни денек-другой, не переутомляясь. Ну, как ты можешь говорить такие вещи? С раздражением воскликнула Несси, ты знаешь, что мне все нужно повторить, знаешь, как это важно, эта третья книга еще плохо укладывается у меня в голове, я должна, ну, надо вколотить ее туда, как гвоздь, чтобы она там осталась и не выскочила. Меня ведь могут на экзамене спросить как раз из этой книги, а ты говоришь, чтобы я не занималась. Ну, тише, тише, родная, не волнуйся, умоляла Мэри. Ну, как тут не волноваться, горячего с Несси? Я сижу и выматываю себе мозги над книгами, а ты воображаешь, что мне достаточно прогуляться в университет и попросить, чтобы мне дали лето, а потом принести ее домой в кулаке, как шоколадку. Нет, это не так просто, уверяю тебя. Да полно же, Несси, деточка, успокойся, уговаривала ее Мэри. Не сердись. Я ничего подобного не думала. Нет, думала, думала, все так думают, думают, что если я способная, так мне все легко дается. Они не знают, сколько труда я потратила на эту подготовку, сколько меня заставляли работать. Это может с ума свести. Ну, знаю, знаю, Несси, сказала Мэри тихо, гладя ее по голове. Все знаю, как ты трудилась, как тебе не давали вздохнуть. Не расстраивайся. Ты просто устала и от того боишься. Ведь ты всегда так верила в успех. Да и что за беда, если тебе не достанется эта злосчастная стипендия? Не все ли равно? Но Несси была так взвинчена, что никакие уговоры на нее не действовали, и она разразилась слезами. Тебе все равно, истерически всхлипывала она. Каково это мне слышать, когда я всю душу вложила в то, чтобы получить ее и называть сотню золотых саверенов злосчастной стипендией, это хоть кого расстроит. Разве ты не знаешь, что отец делает со мной, если я провалюсь? Ведь он меня убьет. Ничего он тебе не сделает, Несси, возразила Мэри твердо. Теперь я здесь, и тебе бояться нечего. Я буду подлить тебя, когда мы узнаем результат, и если он попробует хоть пальцем тебя тронуть, тем хуже для него. Что ты можешь сделать? Сказала Несси сквозь слезы. Ты говоришь так, как будто тебе важнее дать отпор отцу, чем мне получить лето. Мэри ничего не отвечала на эти недобрые слова. Утешала Несси, лаская ее, пока, наконец, рыдания девочки не утихли, и она, утерев глаза, сказала неожиданно, спокойно. Господи, каких только глупостей мы с тобой не наговорили. Но, разумеется, я получу стипендию. И дело с концом. Вот и отлично, дорогая. Обрадовалась Мэри, видя, что сестра немного успокоилась. Я знаю, что ты ее получишь. Как сегодня идет работа? Великолепно. Ответила Несси несколько сдержанно, с натянутым видом, странно противоречившим ее словам. На всех порах. Не знаю, что это на меня нашло, только что ты забудешь то, что я тебе говорила. Да, Мэри? Продолжала она настойчиво. Ни слова об этом никому. Не хочу, чтобы папа знал, что я так глупо себя вела. Я так уверена в том, что получу стипендию, как в том, что выпила вот это. И она залпом допила остававшееся в стакане молоко. Ну, ты же знаешь, что я ничего никому не скажу, ответила Мэри, растерянно глядя на сестру, с некоторым удивлением, наблюдая эту внезапную перемену настроения. Действительно ли Несси верила в свой успех? Или она только старалась скрыть тайный страх провала? С тоскливой тревогой, думая об этом, Мэри медленно сказала. Ты сообщишь результат мне раньше, чем отцу, да, Несси? Обещай, что скажешь мне первое, как только узнаешь. Ну, разумеется, уверила ее Несси все тем же тоном, но отвела глаза и сделала вид, что смотрит в окно. Но нам объявят не раньше, чем через две недели после экзамена. Так ты обещаешь, настаивала Мэри, мы с тобой вместе распечатаем извещение, да? Да, да, запальчиво крикнула Несси, ведь я же тебе это давным-давно сказала. Можешь даже сама его распечатать, мне все равно, я обещала и сдержу слово. Ты бы вместо того, чтобы твердить одно и то же, лучше ушла и дала мне заниматься. Мэри с новым беспокойством поглядела на сестру. Уж очень непохожа была эта притворная самоуверенность и раздражительный тон на обычную простодушную кротость и ласковость Несси. Но она решила, что Несси просто возбуждена близостью экзаменов и сказала мягко, уйду, уйду, не буду тебе мешать. Ну, прошу тебя, детка, не переутомляйся, я беспокоюсь за тебя. Взяв со стола пустой стакан и, отступая к двери, она добавила просительно. А может быть, ты бы все-таки вышла со мной на несколько минут? Я иду прогуляться. Нет, нет. Несси сердит и затрясла головой. И не подумаю, буду заниматься, и ничего мне не сделается. Затем она улыбнула с Мэри с забавной снисходительностью. Это она-то, которая минуту назад так горько рыдала, которая неизменно выказывала полную покорность сестре. Иди гуляй, добавила она. А мне надо наедине подумать кое о чем. Над Эвклидом? Подозрительно спросила Мэри с порога. Да, над Эвклидом, подхватила Несси с отрывистым смехом. Ну, ступай, ступай, и не мешай мне. Мэри вышла, прикрыв дверь, и так как в кухню, когда там отдыхал отец, ей входить воспрещалось, она медленно направилась к себе в спальню, все еще держа в руке пустой стакан. Она смотрела на него, пытаясь утешиться мыслью, что в последнее время Несси окружена заботами, что она лучше питается, но, несмотря на эти успокоительные мысли, она вздыхала, из головы у нее не выходил неожиданный взрыв гнева со стороны Несси, лишнее доказательство той душевной неуравновешенности, которая тревожила ее в сестре с самого дня приезда. Надевая шляпу и перчатки, чтобы выйти на обычную прогулку, она говорила себе, что надо будет эту неделю, решающую неделю перед экзаменом, внимательнее наблюдать за Несси. Воздух был тих и зноен, улица пуста. Вот почему Мэри по воскресеньям всегда выходила в этот послеобеденный час, а не вечером, когда та же улица кишела гулящими парочками. К тому же, так как в это время отец спал, она была спокойна, зная, что Несси на час-другой избавлена от его навязчивого внимания, и эта уверенность давала ей ощущение свободы, которое она теперь так редко испытывала. Она пошла вверх по улице и на этот раз выбрала левый поворот, который вел прямо к далеким Винтонским холмам, казавшимися еще более далекими от радужной дымки, зноя почти совсем закрывавший их. Такая же дымка нависла над дорогой и при малейшем движении воздуха поднималась, как мираж, создавая иллюзию, будто вдали на дороге лежат озера. Но никаких озер не было. Повсюду лежала лишь сухая пыль, которая скоро покрыла башмаки Мэри белой тонкой пудрой и при каждом шаге легкими хлопьями садилась ей на платье. День был прекрасный, земля купалась в жарком солнечном свете, но для прогулки час был неподходящий, и скоро капризный локон, никогда не слушавшийся головной щетки, намок, и свесился Мэри на лоб. Она пошла медленнее, чувствуя, что устала. А вместе с усталостью пришло опять воспоминание о странном поведении Несси. Жара показалась ей невыносимой, и она решила идти домой, как вдруг заметила кабриолет, быстро мчавший своей навстречу. Она сразу узнала и экипаж, и того, кто сидел в нем, и в трепетном смущении хотела было свернуть с дороги и скрыться, но медлила, остановилась в нерешимости, оглядываясь, словно ища, где спрятаться. Затем, увидев, должно быть, что бежать поздно, опустила голову и торопливо пошла навстречу экипажу. По дороге она старалась сделать равнодушное лицо, надеясь, что ей удастся пройти мимо незамеченной, но к ее великому смущению она, не глядя, услышала, что скрип приближавшихся колес постепенно затих, экипаж остановился перед ней и голос Ренвика произнес «Добрый день, мисс Броуди». Мэри не решалась поднять голову, боясь, что лицо выдаст ее смятение. И подумав с болью, что теперь она уже для него не Мэри и даже не мисс Мэри, а мисс Броуди, запинаясь, пробормотала «Здравствуйте!» «Сегодня чудесная погода», воскликнул весело доктор, «но слишком жарко, чтобы гулять пешком. Это все равно, что переходить с Сахару». Значит, он заметил и разгоряченное лицо, и пыль на башмаках. У нее, наверное, вид растрепанной и неопрятной бродяги. «Мне бы для приличия следовало сказать, что наша встреча случайна, продолжал доктор, но это не так. Я ехал сюда, потому что мне известно, что вы по воскресеньям здесь гуляете. Я хотел расспросить вас относительно Несси, как ей радостны были бы его слова, если бы не эта последняя все объясняющая фраза, стоя растерянно с опущенной головой. Она понимала, что надо сказать что-нибудь в ответ, иначе он сочтет ее дурочкой или чудачкой или теми другим вместе. И, сделав над собой большое усилие, она медленно подняла глаза, встретила его взгляд, заметила мгновенно, несмотря на все свое замешательство, как четко выделяется на фоне неба его смуглое живое лицо и неунятно прошептала. «Я не могла вам рассказать о Нессе. Я давно вас не встречала, слишком давно, слишком давно, и по вашей вине. Я вас не видел несколько недель, я уже думал, что вы опять сбежали из Ливенфорда, не простясь со мной. Нет, я теперь останусь здесь навсегда», возразила она медленно. «Это вы скоро распроститесь с нами». Его лицо слегка омрачилось. «Да, осталось только две недели. Время летит стрелой». Он вздохнул. «Странно, теперь, когда мой отъезд уже близок, я начинаю терять интерес к тому новому, что ждет меня. Вначале я был так рад, а теперь вижу, что этот старый город крепко привязал меня к себе. «У вас, наверное, здесь так много друзей?» «Вот именно, у меня здесь есть друзья». Он машинально играл хлыстом, глаза его смотрели, не видя на шевелившиеся уши лошади. Затем он серьезно взглянул на Мэри. «Если вы свободны, то не покатаетесь ли со мной, мисс Броуди?» «Я вас, быть может, больше не увижу, а хотелось бы поговорить кое о чем». «Согласны?» «Разумеется, я и хотел съехать». Отец будет отдыхать до пяти, и более подходящий час трудно было выбрать, тем не менее она колебалась. «Я не одета для катания, и мне надо быть дома к пяти, и потом ну, значит, едем», ответил Ренвик с улыбкой, протягивая ей руку. «У вас впереди добрых полтора часа, а что касается вашего туалета, так он еще чересчур хорош для моей старой двуколки». Не успела Мэри опомниться, рядом с ним, так близко рядом, на красном плюшевом сиденье. Доктор застегнул легкий фартук экипажа, защищавший от пыли, тронул кнутом лошадь, и они помчались вперед. В этом движении было что-то захватывающее. Ветер, поднимаемый им в неподвижном воздухе, обивал щеки Мэри небо больше не пылало, а тихо светилось, пыль не досаждала, она была просто мягким порошком, облегчавшим век лошади, и после утомительной ходьбы Мэри была рада посидеть молча, глядя на мелькавшие мимо поля. Слишком смущенная близостью Ренвика, чтобы глядеть на него, она уголком глаза видела гладкую мягкую кожу его перчаток, посеребренную сброю лошади, монограмму на фартуке, все щегольские детали этой старой двуколки, как он назвал свой экипаж, и снова, как тогда у него в доме, она остро почувствовала разницу между его и своей жизнью. Пускай в прошлом он знал борьбу с нуждой, теперь ему не приходилось дрожать над каждым фартингом, донашивать платье, пока оно не расползется по швам, заглушать в себе всякую потребность развлечений, выходивших за пределы строжайшей экономии, но она подавила это ощущение, отогнала мысли, обожидавшие ее разлуки, и, решив не портить себе этот единственный час редкого развлечения, отдалась неиспытанному блаженству. Ренвик, в свою очередь, смотрел на ее чистый профиль, слабый румянец, выступивший на щеках, наблюдал ее необычное оживление со странным удовлетворением, с гораздо более острой радостью, чем Мэри, мелькавшая мимо картины. Ему вдруг страшно захотелось заставить ее повернуться к нему так, чтобы он мог заглянуть ей в глаза. И он прервал молчание, сказав, «Вы не жалеете, что поехали со мной?» Но Мэри по-прежнему не смотрела на него, и только губы ее дрогнули слабой улыбкой. «Я рада, что поехала. Все так чудесно. Я не привыкла к этому, и буду потом часто вспоминать». «Мы еще успеем доехать до берега ухо», ответил он весело. «Если Тим прибавит шагу, то успеем даже напиться чаю». Мэри пришла в восторг от такой перспективы, и, обратив внимание на лоснившую со спину Тима, обличавшую хороший уход, подумала, что он будет мчать их достаточно быстро, чтобы выиграть время для чаепития, но не настолько быстро, чтобы довезти ее домой раньше времени. «Тим», повторила она обеспечена, «какое славное имя для лошади». «И лошадь славная», отозвался Ренвик, и уже громче обратился к лошади, «не правда ли Тиме?» «Тим доставил уши, и, словно довольный этой похвалой, внес немного больше прыти в свою размеренную рысь». «Ну, видите», продолжал Ренвик, одобрительно посмотрев на улыбнувшуюся Мэри, «он понимает, что я о нем говорю, и стараюсь не ударить в грязь лицом». «Вот старый лицемер, он еще больше разленится в Эдинбурге, слишком много овса и мало работы». «Так вы берете его с собой?» «Да». «Ну, продать Тиме у меня бы духу не хватило». «Таков уж я». Он помолчал, потом продолжал, словно размышляя вслух. «Может быть, это и нелепо, но когда я полюблю что-нибудь, картину, книгу, лошадь, что бы то ни было, я не могу расстаться с ним. Уж когда люблю, так люблю. Я упрям и подхожу ко всему со своей собственной меркой. Пусть какой-нибудь критик хоть двадцать раз твердит мне, что картина хороша, а если она мне не нравится, я ее не повешу у себя. Я покупаю картину только в том случае, если она завладевает мною. И тогда я уже не могу с ней расстаться. У вас в столовой чудная картина, вставила Мэри, глядя прямо перед собой. Да, и я рад, что она вам тоже понравилась. Она меня утешает в одиночестве. Я купил ее в институте, впрочем, она не мне одному понравилась, добавил он с усмешкой. Критики тоже ее одобрили. Разговор о картине напомнил Мэри цель ее первого посещения Ренвика и, предупреждая его вопрос относительно Несси, она сказала, «Я так вам благодарна за все, что вы сделали для Несси. Вы более чем добры к нам обеим». Она так и не рассказала ему до сих пор об участи винограда, и он продолжал посылать подарки к счастью, больше не попадавшиеся на глаза Броуди. «Мне хотелось немного помочь вам», ответил он, «А как чувствует себя Несси?» «Здоровье ее как будто лучше. В голосе Мэри звучала все же легкая тревога, но у нее так часто меняется настроение, ее волнует близость экзамена, он будет в субботу, я делаю, что могу, я знаю, знаю, но если она выдержала все это время и не заболела, значит, с ней все благополучно. Ради нее надеюсь, что она получит эту стипендию». Он долго молчал, потом заметил серьезным тоном, «Вам лучше быть подли нее в то время, когда будет объявлен результат. Если я понадоблюсь, сразу же обратитесь ко мне». Мэри была уверена, что к тому времени, когда станет известен результат экзамена, доктора уже не будет в Ливенфорде. Но подумав, что он и так достаточно для нее сделал, она ничего не сказала и сидела молча, погруженная в свои мысли. Так он думает, что с Несси все будет благополучно. Что же, она Мэри постарается, чтобы так и было, она будет следить за сестрой, беречь ее, в случае неудачи защитить от гнева отца. Ее вывел из задумчивости голос Ренвика. А здесь, оказывается, расширили дорогу. Проехать будет совсем легко, и здесь прохладнее. Мэри подняла глаза и обомлела. Ренвик отклонился в сторону от большой дороги, и, не подозревая об этом, вез ее теперь по той самой тропе через еловую рощу, где она заблудилась в ночь грозы. С застывшим лицом смотрела она на деревья, снова окружавшие ее. Теперь они не качались под натиском урагана, не падали с оглушительным треском, вырванные с корнем, а стояли тихо, мирно, в ясном спокойствии. Лучи яркого солнца пробивали смеж темных ветвей угрюмых елей, делая их менее угрюмыми, инкрустируя золотом колючие ветви, рисуя на прямых сухих стволах нарядный узор измерцающего света и тени. Проезжая через этот лес теперь в безопасности в удобном экипаже, Мэри содрогнулась, вспоминая, как истерзанная беременная пробиралась здесь ощупью во мраке, спотыкаясь, падая, как проколола руку острым суком, как ее преследовали бредовые видения и голоса. Никто не видел ее, не слышал ее зова, слеза задрожала на ее ресницы, но крепко вонзив пальцы в длинный рубец на ладони, словно для того, чтобы это напоминание о ее мужестве в ту ночь придало ей силы, она не позволила слезе скатиться и обратила взгляд на долину, открывшуюся внизу, когда они выехали из леса. А вот и ферма, куда она добралась тогда. На ярко-зеленом фоне сочного луга виднелся дом, а неподалеку от него низенький сарай, приютивший ее измученное тело. Белые стены прикрыты сверху желтой соломенной крышей, из единственной трубы поднимается дым, и длинной тонкой голубой лентой тянется к небу. Мэри с усилием отвела глаза и, пытаясь овладеть собой, сидела очень прямо в напряженной позе, глядя вперед, а уши Тима качались и расплывались перед ее помутившимся взором. Ренвик вероятно инстинктивно почувствовал, что молчание Мэри вызвано каким-то внезапным приливом печали и долго не говорил ничего. Только когда они перебрались через вершину Мерчингского холма и перед ними внизу открылась спокойная сверкающая гладь лоха, он сказал тихо, смотрите, какая красота, покой. Картина действительно была чудесная. Озеро, отражая густую слепительную лазурь безоблачного неба, лежало холодное, неподвижное, как полоса девственного льда, и от краев его уходили вверх крутые, одетые густым лесом склоны холмов, тянувшихся, до зубчатой цепи гор вдали. Тихую гладь озера разрывал лишь в одном месте ряд островков, драгоценным изумрудным ожерельем, лежавших на груди лоха, зеленых, лесистых, как и его берега, и отражавшихся в воде, как в зеркале, так отчетливо, что глаз не мог бы отличить островка от его отражения. на ближайшем к ним берегу раскинулась черевушка. Домики ее группами белели на фоне яркой зелени, синевой воды и неба. Ренвик указал на нее кнутом. А вот и Меркинч, значит, будет чай, Мэри. Надеюсь, красоты природы не лишили вас аппетита. ее прекрасное лицо, тихое, как гладь этого озера, просветлела при словах доктора, и она улыбнулась со слабым отблеском прежней радости. Он назвал ее Мэри. Дорогой, вьющейся по склону холма, они спустились в Меркинч, и Ренвик, с пренебрежением миновав маленький непривлекательный трактир при въезде в деревню, подъехал к крайнему коттеджу в конце улицы окаймлявшей берег Лоха. С многозначительным взглядом в сторону Мэри он выскочил из экипажа и постучал в дверь. Коттедж своим видом не нарушал общей гармонии. Его белые стены были обрызганы ярким золотом настурций. Зеленая крылечка у вида как беседка красными розами, его садик благоухал резидой, таким Мэри когда-то рисовала себе коттедж в гаршейке. И дверь открыла маленькая сгорбленная женщина, которая всплеснула руками и радостно воскликнула «Доктор, вы ли это? Глазам не верю. Ну, конечно, это я, Джанет», сказал Ренвик ей в тон. «Я и со мной дама, и оба мы умираем с голоду после долгой прогулки. Если вы не угостите нас чаем с лепешками собственного изготовления и вареньем, и маслом, и бог знает чем еще, мы немедленно исчезнем и никогда больше не приедем к вам». «Ничего подобного вы не сделаете», энергично возразила Джанет. «Не пройдет и пяти минут, как вам подадут такой чай, какого вы во всем Меркинче не найдете. А можно нам пить его в саду, Джанет? «Ну, разумеется, можно, доктор, где хотите, хоть на крыше моего коттеджа. Спасибо, лучше уж в саду», сказал со смехом Ренвик. «Пожалуйста, Джанет, велите вашему парнишке присмотреть за Тимом и крикните нам, когда все будет готово, мы погуляем на берегу». «Ладно, ладно, доктор, все будет сделано», с готовностью отозвалась Джанет. Когда она ушла, доктор подошел к Мэри. «Походим?» спросил он. И когда она молча кивнула, он помог ей выйти из экипажа, говоря, «Джанет заставит нас ждать не больше пяти минут, но вам не мешает пока размять ноги. Они, наверное, у вас затекли от долгого сидения». Как эта женщина обрадовалась ему, думала Мэри, и все, кто его знает, всегда рады услужить ему. Думая об этом, пока они шли по гальке, покрывавшей берег, она промолвила, «Вы с Джанет? Видно, старая знакомая?» У нее глаза чуть не вылезли на лоб от радости, когда она вас увидела. «Ну, я когда-то немного помог ее сыну в Ливенфорде», ответил он небрежно. «Она славная старушка, но болтлива, как сорока». Он скосил глаза на Мэри и прибавил. «Впрочем, она печет замечательные лепешки, а это главное. нас есть ровно семь штук». «А почему непременно семь?» «Ну, это счастливое число». «И как раз подходящая порция для здоровой и проголодавшейся молодой девицы». Он критически посмотрел на нее. «Жаль, что я не смогу последить за вашим питанием и с Мэри. В этой легкой впалости щек есть своя грустная красота, но она в то же время означает, что вы отказываете себе в масле и молоке. Готов биться об заклад, что вы отдаете Несси, все то, что я посылаю вам». Мэри вспыхнула. «Нет, правда, нет. Вы так добры к нам». Он со страданием покачал головой. «Когда вы, наконец, вспомните о себе, Мэри?» «Мне больно думать, что будет с вами, когда я уеду». «Вам нужен кто-нибудь, кто строго следил бы за вами и заставлял бы вас беречь себя. вы будете мне писать и сообщать, как ведете себя здесь без меня?» «Да». Медленно ответила Мэри и казалось, что на нее слегка повеяло холодом от воды, у которой они стояли. «Я буду вам писать, когда вы уедете». «Ну, вот и прекрасно». «Весело», сказал Ренвик. «Я это считаю твердым обещанием с вашей стороны». Они стояли рядом, любое с мирным спокойствием, открывшиеся перед ними картины, которая оказалась Мэри такой далекой от ее горестного существования в родном доме, так высоко стоящей над ее жизнью. Побежденная и точно освобожденная этой красотой, она не в силах была больше подавлять в себе любовь к человеку, стоявшему рядом с ней. Ее влекло к нему чувство более глубокое и волнующее, чем то, что она уже испытала когда-то. Она жаждала доказать ему свою преданность, свое поклонение, но это было невозможно. Надо было стоять спокойно рядом с ним, несмотря на то, что сердце ее билось так, словно хотело выскочить из груди. Слабое журчание лоха, едва-едва плескавшегося о берег, одно только нарушало тишину. Он шептал ей в уши, кто она такая. Она, Мэри Броуди, мать внебрачного ребенка, бесконечно повторял слово, которым заклеймил ее отец, когда выгонял из дому в ту грозовую ночь. «О, я слышу натреснутый колокольчик, Джанет», сказал наконец Ренвик. «Вы готовы приступить к лепешкам?» Она кивнула головой, не отвечая, так как что-то сжимало ее горло, и когда доктор легонько взял ее за локоть, чтобы помочь пройти по усыпанному галькой берегу, это прикосновение было нестерпимее всех страданий, какие она когда-либо испытывала. «Все готово, все готово», кричала Джанет, суетясь вокруг как бешеная, «стол и стулья уже в саду, как вы приказали, лепешки свежие сегодня утром пекла». «Чудесно, чудесно», одобрил Ренвик, придвигая стул Мэри и садясь на свое место. Хотя тон его давал понять Джанет, что она здесь больше не нужна, старая женщина не уходила и с восхищением осмотрев Мэри, минуту заметила выражение лица Ренвика и с трудом удержав готовый сорваться с языка поток слов, пошла к дому. Когда она ушла, покачивая головой и бормоча что-то себе под нос, Мэри и Ренвик почувствовали легкое стеснение. Чай был превосходен, в саду прохладно, пряно благоухало резида, а им обоим было как-то не по себе. Дженет старая болтунья, сказал Ренвик с искусственной небрежностью. Если бы я позволил, она бы нас совсем оглушила. После этого замечания он погрузился в неловкое молчание, а Мэри вдруг вспомнился тот единственный в ее жизни случай, когда она вот так же сидела за столом наедине с мужчиной. это было в крикливо нарядном кафе Бертурелли, она ела мороженое, а Деннис жал ей ногу под столом и чаровал ее живостью и блеском речей. Как не похож на ту обстановку этот тенистый деревенский сад, наполненный ароматом сотни цветов. Как не похож на Денниса, ее нынешний спутник, который не болтает о заманчивых поездках за границу и даже, увы, не ласкает под столом ее ногу. Как раз в эту минуту он укоризненно покачал головой. В конце концов, вы съели только две. Проворчал он, трагически глядя на нее, и добавил с расстановкой, а я сказал семь, семь. Они такие громадные, оправдывалась Мэри. А вы такая маленькая, но вы бы стали больше, если бы слушались меня. Я всегда вас слушала сом паренец, помните? Да. Он сделал паузу. Тогда слушались. Он опять стал молчалив, вспоминая, какой он впервые увидел ее. с закрытыми глазами, безжизненную, бледную, сломленную, вырванную с корнем лилию. Но наконец он взглянул на часы, затем хмуро на Мэри. О, к сожалению, время-то бежит. Ну что ж, едем обратно. Да, сказала Мэри жалобно. Если вы думаете, что пора. Они встали и молча покинули сладостное уединение этого сада, как будто созданного, чтобы укрывать пылких любовников. Усадив Мэри в экипаж, доктор вернулся на крыльцо, чтобы расплатиться с Дженет. Не надо мне ваших денег, доктор, наговорила Дженет своим протяжным голосом, напоминавшим звуки волынки. Мне одно только удовольствие угостить вас и эту милую барышню. Возьмите Дженет, иначе я рассержусь. Она почуяла перемену в его настроении и, взяв деньги, шепнула смиренно. Уж не оплошала ли я в чем? Простите старуху, если так. Или, может, лепешка меня угодила? Все было отлично, Дженет, великолепно. успокоил он ее, садясь в экипаж. До свидания. Все еще недоумевая, она помахала им рукой на прощание, и, когда они скрылись за поворотом, опять покачала головой и, бормоча, что-то вошла в дом. На обратном пути Ренвик и Мэри разговаривали мало. Задав ей какой-нибудь вопрос, удобно ли ей, не прикрыть ли ей ноги, довольна ли она прогулкой, не пустить ли Тиму быстрее, Ренвик опять погружался в молчание, которое становилось все более гнетущим по мере того, как они подъезжали ближе к Ливенфорду. Домашний очаг уже снова протягивал навстречу Мэри свои щупальцы, готовые сомкнуться вокруг нее. Там отец с опухшими от сна глазами, пересохшей глоткой, встанет угрюмой, немедленно потребует ужин, там Несси нуждается в сочувствии и утешении, там обступят ее сразу бесчисленные заботы и обязанности. Эта короткая и нежданная передышка от печальной жизни близилась к концу, и хоть она и была сплошным наслаждением, сердце Мэри мучительно болело от мысли, что это, вероятно, почти, наверное, последняя ее встреча с Ренвиком. Они были уже почти у самых ворот, и, остановив лошадь на некотором расстоянии от дома, Ренвик сказал каким-то странным голосом, «Ну вот мы и приехали. Как скоро это кончилось, правда? Да, очень скоро». Какая хат откликнулась Мэри, вставая и выходя из кабриолета. «Мы бы могли подольше оставаться в Меркинча, сказал он натянуто, потом помолчав, «Может быть, я вас не увижу больше? На всякий случай простимся». Они обменялись долгим взглядом. В глазах Мэри светилась мольба. Ренвик снял перчатку и протянул ей руку, сказав ненатуральным голосом «Прощайте». Она механически подала ему свою, и ощутив пожатие его сильных прохладных пальцев, которые ей так нравились, которые когда-то умели успокаивать боль в ее истерзанном теле и никогда больше его не коснуться. Пальцев, которые она обожала, она вдруг потеряла власть над собой и, зарыдав, прижала с горячими губами к его руке, страстно целуя ее, потом бросила сбежать от него и вошла в дом. Одно мгновение Ренвик смотрел на свою руку, словно не веря глазам, потом поднял голову и, глядя вслед исчезавшей в фигуре Мэри, сделал движение, как бы собираясь выскочить из экипажа и бежать за ней, но не сделал этого и снова долго со странным выражением посмотрел на свою руку, уныло покачал головой, надев перчатку, медленно поехал прочь. Принеси еще каши для сестры, крикнул Броуди громко обращаясь к Мэри, что ты ей дала порцию, которая ей в глазу не поместится, как она будет работать на пустой желудок да еще в такой день, как сегодня. Не надо, папа, робко запротестовала Несси. Это я просила Мэри не давать мне много, она мне приготовила яйцо, меня сегодня тошнит от одного вида каши. Молчи, молчи, дочка, ты не понимаешь, что для тебя полезно, возразил Броуди. Счастье, что у тебя такой отец, который о тебе заботится и следит, чтобы ты ела то, что здорово. Налегай, налегай на кашу, от нее твои кости обрастут мясом, и ты наберешься сил для того, что тебе предстоит. Говоря это, он очень довольный собой, откинулся на спинку стула, наблюдая, как его младшая дочь пыталась дрожащей рукой через силу запихать еще несколько ложек каши между судорожно сжимавшихся губ. Он не понимал, что ей от волнения претит еда, и что гораздо лучше сегодня оставить ее в покое. Он был в приподнятом настроении по случаю великого дня, дня состязания на стипендию лета, и даже не пошел в контору в обычный час, остался дома, чтобы поддержать, ободрить Несси своим присутствием. Ну, что я был бы за человек, если бы не проводил дочь в такой день, когда ее ждет лета, размышлял он. Нет, он не такой человек. Он не забывал свои задачи все эти томительные месяцы, да, да, не забывал и следил, чтобы дочь выполняла свой долг. Так зорко следил, что теперь было бы глупо испортить суп, пожалев щепотку соли. Нет, он не пойдет сегодня утром на службу, он пропустит, пожалуй, весь день. По такому случаю можно и прогулять день, ведь это праздник. Он не жалел сил, чтобы ее подготовить, и, честное слово, сумеет им насладиться. При этой мысли он слегка усмехнулся и по-прежнему с удовлетворением созерцая Несси воскликнул. О, так, хорошо, хорошо, молочи, наешь, ешь, ешь, торопиться некуда, твой отец с тобой. Не довольный ли папа? Рискнула вступиться Мэри, умоляющими глазами, смотря на отца. Может быть, ей сегодня от волнения не хочется есть. Я сейчас дам ей яйцо. Налегай, Несси, налегай, протянул Броуди, не обращая никакого внимания на слова Мэри. Я знаю, знаю, что тебе полезно. Ты бы тут умерла с голоду, если бы не я. Не такой у тебя отец, чтобы позволить тебе сидеть три часа на экзамене с пустым желудком. Нет, нет, нет. Он чувствовал себя в своей стихии, он пожинал плоды своих забот о Несси, забыты были все превратности судьбы, утихла на время острая боль воспоминаний о Несси, и, растянув рот в широкую язвительную усмешку, он воскликнул. А мне сейчас пришло в голову, что этот олух Грильса тоже, быть может, сидит за столом, смотрит, как его хинок, напевает брюхо и думает, что ему делать. А ей, богу, приятная мысль. В улыбке его проступила горечь. Мэр города, шутка сказать, достойный представитель Левенфорда. Пари, держу, что сегодня он имеет довольно-таки жалкий и встревожный вид. Он на минуту остановился и увидев, что Несси благополучно одолела кашу и пьет разболтанное в молоке яйцо, крикнул резко, словно горечь разбуженной мыслью, а Грирсоне не вполне его оставила. Несси, Несси, заешь хоть лепешки с маслом, это пойло, если тебе уж так хочется его пить. Он бросил сердитый взгляд на Мэри и прибавил. От такой кормежки не растолстешь. Потом опять обратился к Несси тоном увещевания. Не мигай так глазами, девушка. Можно подумать, что тебе предстоит сегодня, бог знает, какое страшное дело, а не пустяковая письменная работа. Ведь все у тебя в голове и тебе остается только взять перо и написать все. Чего тут волноваться и отказываться от такой хорошей питательной каши, а? Он самодовольно обозрел с изного глубокую мудрость своих рассуждений и вдруг разозленный нелепым, по его мнению, волнением, Несси резко спросил ее в упор. Какого черта ты трусишь? Или ты не моя дочь? Что во всем этом страшного, что так боятся? Несси подумала о высоком экзаменационном зале, в котором заскрепит два десятка перьев, азартно состязающихся между собой, представила себе безмолвную черную фигуру экзаменатора, сидящего на кафедре, как строгие всесильные судья. Увидела себя самая, маленькую, незначительную, согнувшуюся фигурку, пишущую с лихорадочной быстротой, но, пряча глаза, сказала поспешно, я ничего не боюсь с папом. Может быть, меня немножко беспокоит поездка, а лет-то я совсем не думаю. Они могли бы уже заранее объявить результат, а чтобы остальным не надо было и трудиться ехать на экзамен. Он опять широко улыбнулся ей и воскликнул. Вот это лучше! Теперь я узнаю свою дочь. Недаром же я тебя столько времени тренировал. Теперь, когда я тебя выпущу на круг, ты помчишься как стрела, он остановился довольно этим сравнением, и оно смутно напомнило ему те дни, когда он в таком же веселом возбуждении, как сейчас, отправлялся на выставку скота. Я тебя сегодня вроде как на выставку веду, Несси, да, и горжусь с тобой. Я заранее знаю, что ты вернешься с красным билетиком на шее. Моя дочь Несси Броуди, отчье имя сегодня будет у всех на устах. Мы взбудоражим весь город, клялюсь Богом. Теперь они, встречая меня, будут глядеть на меня совсем другими глазами, мы им покажем. Он любовно, почти с восторгом посмотрел на Несси и сказал, помолчав, господи боже мой. Я просто поражаюсь, как посмотрю на эту головку, да подумаю, сколько в ней учености. Тут и латыни, и французский язык, и математика, и бог знает что еще. И вся та она не больше моего кулака. Да, правильно говорит пословица, что мал золотник да дорог, не в величине дела, а в качестве. Большое удовлетворение для человека видеть, что его способности проявляются в дочери и дать ей возможность показать себя. Когда я был в твоем возрасте, у меня такой возможности не было. Он вздохнул из сочувствия к себе самому. Нет, нет, а между тем я бы далеко пошел, если бы мне ее дали. Но мне пришлось идти в люди и самому прокладывать себе дорогу. В те времена не было никаких стипендий, а были бы так, я бы себя показал. Он поднял глаза на дочь и воскликнул уже другим веселым тоном. Но с тобой будет иначе, Несси. Тебе дорога будет укатана, об этом позабочусь я. Увидишь, что я сделаю для тебя, когда ты получишь лето. Я, я буду подгонять тебя. И ты пойдешь так далеко, как только можно. Он стукнул кулаком по столу и победоносно глядя на Несси докончил. Разве ты недовольна тем, что я делал для тебя? Да, папа, сказала тихо Несси. Я, я очень довольна всем. Ну, еще бы, еще бы, ни один человек в Ливенфорде не сделал бы для своего ребенка того, что сделал я для тебя. Смотри же, не забывай этого. Когда вернешься домой со стипендией, не возгордись. Помни, кому ты этим обязана. Она боязливо покосилась на него и сказала тихо, «Уж не думаешь ли ты, папа, что я принесу ее сегодня домой? Немало времени пройдет раньше, чем будет объявлен результат. Не меньше двух недель». Лицо Броуди выразило неудовольствие, как будто Несси внезапно испортила ему всю радость. «Опять ты за старое? Что означает вся эта болтовня о результатах? Думаешь, я ожидаю, что ты принесешь деньги домой в мешке? Я знаю, что они придут в свое время, и я за ними не гонюсь, но что-то мне кажется, что ты начинаешь бояться, как бы они не ускользнули у тебя из рук». «Вовсе нет, папа», поспешно возразила Несси. «Я об этом и не думаю, я только боялась, как бы ты не подумал, что мне уже сегодня будет, наверное, все известно». «Наверное!» повторил он медленно и с ударением. «Так значит, ты еще не уверена?» «Да, да, да», вскричала она твердо, уверенно, «я сама не знаю, что говорю, это отволнение перед поездкой в университет». «Не распускайся, не распускайся», сказал он предостерегающе, «помни, тебе шестнадцать лет, и если ты сейчас не научишься владеть собой, так уж никогда не сумеешь. Не теряй головы, вот что я тебе скажу. Взяла ты с собой то, что нужно, перо, и перочистку, и резинку, и все прочее». «Да, я получу все, что нужно на месте», кротко объяснила Несси. «Для нас там все приготовлено». «О, вот как, ну что ж, это хорошо, это хорошо, у тебя не будет отговорки, что ты забыл взять ездом у перо». Он посмотрел на часы. «Ну, время, время, идти на вокзал, ты поел как следует». Несси опять затошнила от волнения, но она прошептала «Да, папа». Он встал и направился к подставке с трубками самодовольно заметив. «Ну так, я свое дело сделал». Когда он повернулся к ним спиной, Мэри шагнула к сестре и сказала в полголоса почти на ухо Несси. «Я провожу тебя на станцию Несси, чтобы тебе было веселее. Усажу в вагон, я не буду тебе надоедать разговором». «Что такое?» крикнул Броуди, обернувшись с молниеносной быстротой. Он к несчастью слышал ее слова. «Ты пойдешь на вокзалах, вот как, очень любезно с твоей стороны. Ты уже опять стуешься, куда тебя не просят. Сделай то, сделай это. Начинаются телячьи нежности, точь-в-точь, как бывала твоя мать. Разве Несси не может пройти несколько шагов одна, ты должна ее вести на веревочке». Его насмешливое шырканье перешло в рычание. «Говорил я тебе или нет, чтобы ты оставила мою Несси в покое? Никуда ты не пойдешь». «И ничего для нее не сделаешь, она пойдет одна». Он повернулся к Несси. «Ты ведь не хочешь, чтобы она тебе надоедала, правда, дочка?» Опустил глаза, Несси пробормотал запинаясь. «Нет, папа, раз ты не велишь». Броуди опять посмотрел на Мэри, злобно вызывающе. «Слышишь, ты не нужна, не умешивайся не в свое дело. Все, что нужно, сделаю я сам. Я сам сегодня принесу ей ее вещи. Эй, Несси, где твоя шляпа, пальто? Я сам провожу тебя из дому». Он весь преисполнен был сознанием этой чести, которую оказывает дочери». Несси молча указала на диван, где вычищенная и выутюженная лежала ее старенькая синяя шерстяная жакетка, которую она носила постоянно, единственная, которая у нее осталась, и соломенная шляпка, щеголявшая теперь новой шелковой лентой, купленной Мэри и нашитой ее же прилежными руками. Броуди поднял жакетку и шляпу, подал их Несси и так далеко простер свою любезность, что даже помог ей надеть жакетку. Несси стояла готовая к путешествию, такая маленькая и невыразимо трогательная. Он похлопал ее по плечу и объявил с такой важностью, как будто одел ее всю собственными руками. «Ну вот, теперь можно и в путь. Ты понимаешь, какая это честь, что я ради тебя не пошел сегодня на службу. Ну, пойдем, пойдем, я тебя провожу до дверей!» Но Несси, видимо, уходить не хотелось. Она стояла, отвернув от него голову и смотрела в любящие темные глаза Мэри. Нижняя губа у нее немного опустилась, худые пальцы переплелись и нервно дрожали. Ее чистая кожа, с которой снова исчез, появившийся был румянец, была бледна до прозрачности и, казалось, туго обтягивала миниатюрное личико. Бледность эта подчеркивала с золотом тонких волос, сегодня не заплетенных косой, свободно падавших на плечи. Она стояла неподвижно, сознавая, что настал тот великий момент, к которому она стремилась, но ей не хочется встретить его лицом к лицу. Затем, словно забыв вдруг о присутствии отца, она подошла к Мэри и шепнула ей тихо, почти неслышно. «Мне не хочется идти, Мэри. Мне опять что-то сжимает голову как обручем. Лучше бы мне остаться дома». Но тут же, не успев перевести дух, словно не сознавая, что произнесла только что эти слова, воскликнула громко. «Я готова, папа. У меня все в полном порядке, я готова идти». Он внимательно посмотрел на нее, потом медленно отвел глаза. «Ну, так идем, идем. Да смотри у меня. О чем это ты шепталась с ней? Ну, довольно копаться, иначе опоздаешь на поезд». «Не опоздаю, папа», сказала она поспешно и отошла от Мэри, не взглянув на нее, словно и не слышав последнего ободряющего шепота сестры обещания встретить ее на вокзале, когда она вернется. «Нет, нет, нет, не для того я работала целых шесть месяцев. Как ты можешь думать это?» Она откинула назад узкие плечи и, показывая свою готовность, торопливо пробежала мимо отца в переднюю, подошла к двери на улицу и широко ее распахнула. «Я ухожу, папа», крикнула она громко и добавила, подражая ему, «А буду дома, когда приду». «Да погоди, погоди ты минутку!» крикнул он, нахмурившись и, тяжело ступая, двинулся вслед за ней. «Ведь я же сказал, что провожу тебя до дверей, но он сказал или нет, что это на тебя нашло, чего ты вдруг помчалась?» Он вгляделся из-под косматых бровей в лицо Несси, затем, убедившись, что глаза ее весело блестят, воскликнул, «Вот, мужчина, мужчина, вижу, что тебе не терпится поскорее попасть на экзамен, я тебя настроил как следует, теперь ты обязательно победишь». Он хлопнул в ладоши, как делают, вспугивая птиц, «Ну, теперь беги, беги, хорошенько насоли, Гриша, ну!» «Можешь на меня положиться», ответила она ему бойко, «Я так насолю, что он станет совсем просоленный». «Ай, да умница!» воскликнул он с восторгом, провожая ее глазами, пока она выходила за ворота и шла по улице. Настя ни разу не оглянулась. Стоя у дверей и следя за ее легкой фигуркой, исчезавшей вдали, Броуди ощутил мощный прилив былой гордости. «Ну, и молочи, но же у него дочка, умницы каких мало, остра как иголка, и эта иголка проколет Грифсона как большой пузырь, так что из него выйдет весь воздух, как из лопнувшей волынки. А всем этим Несси обязаны ему отцу. Он хорошо вытренировал ее, она рвется, как борзая на привязи, и вот сейчас ушла с огнем в глазах, которая его разогрела, все от того, что он Броуди воспитывал ее строго, вдохнул в нее честь того огня, который горел в нем самому, наполнил ее решимостью к победе, а он налегай, налегай, Несси, было его боевым кличем, и он дал более чем блестящие результаты. Она выйдет из школы со стипендией лета и опередит на сто мили этого Грифсона, а Грифсон может быть даже окажется на последнем месте. Злоусмехаясь при этой утешительной мысли, он медленно повернулся, жадно втянул в себя чистый утренний воздух и, довольный тем, что он сегодня свободен, поднялся по ступеням и вошел в дом. В передней он стоял бесцелево, одушевление его несколько выдохлось. Было только одиннадцать часов, впереди целый свободный день, он не знал, чем ему заняться. Постояв с минуту, вошел в кухню и, опустившись в свое кресло, сидел, искосо наблюдая за Мэри, которая суетилась на кухне. Она не сделала никакого замечания по поводу того, что он не пошел на службу и, как всегда, сдержанная, тихая, продолжала выполнять свои утренние обязанности. Но сегодня в озерах ее глаз залег еще больший мрак и мрачная тень окружала их. Ее манера держать себе ничем не выдавала ее тайных мыслей. Броуди открыл был рот, чтобы заговорить с ней, сделать что-нибудь язвительное замечание насчет того, что она неровня Несси, приправив его колким намеком на ее прошлое, но не сказал ничего, зная, что все его слова будут встречены тем же непроницаемым молчанием. Нет, он не будет говорить с ней. Пускай себе злится и молчит сколько ей угодно, он знает, что скрывается за этим притворным равнодушием. Она добивается привязанности Несси, вмешивается где только может, она стоит у него на дороге и с кожи лезет, чтобы при каждом удобном случае ловко мешать его целям, ничего-ничего, подождем. Если только она хоть раз открыто выступит против него, этот день будет для нее роковым. Незаметно наблюдая за плавными грациозными движениями дочери, он по ассоциации внезапно вспомнил о другой женщине, о женщине, которую он любил так же сильно, как ненавидел эту Анненси, последней разбудившей в нем страсти, даже душу, даже мечты. Но он крепко стиснул зубы и отогнал ее навязчивый образ, не желая, чтобы что-либо омрачило сегодняшний триумф. Он хотел думать только о Несси, о Несси, его утешении, которая сейчас сидит в поезде, повторяя мысли на те уроки, которые он заставлял ее так усердно заучивать, или, быть может, думая о последнем его напутствии. Он всегда предчувствовал, что этот день будет великим днем в его жизни, и теперь не хотел поддаваться гнетущим мыслям, решил поддерживать в себе то бодрое настроение, с которым стал сегодня утром. Надо выпить стаканчик, только чтобы немножечко встряхнуться. С заблестевшими глазами он встал со своего места и отошел к буфету, отпер маленькое отделение слева, вынул заветную черную фляжку и стакан, всегда теперь стоявший рядом с ней на готове. Со стаканом в одной руке и бутылкой в другой он вернулся на место, налил себе виски, выпил, смакуя каждый глоток, держа его некоторое время на языке. Первая утренняя порция всегда доставляла ему больше наслаждения, чем все остальные. И сейчас она так приятно согрела ему глотку, что он не мог не выпить поскорее вторую. Первый стакан за себя, второй в честь Несси. Сейчас она уже не в поезде. Если послушалась его указания, она, несомненно, это сделала. Вышла в портике, она, вероятно, взбирается уже по крутому склону Джильморского холма к серому зданию университета, стоящему на его вершине. Это величественное здание, пропитанное дыханием науки подходящее место для испытаний на стипендию Летта, достойное того, чтобы в его стенах родилась слава Несси Броуди. До профессоров уже, может быть, дошла молва о ее способностях, так как вести о выдающихся учениках, всегда распространяются хотя бы и косвенным путем в преподавательских кругах. А если и нет, Несси носит имя, которое они сразу отметят, которое послужит ей паспортом здесь и повсюду, где бы она не ощутилась. Он выпил за университет, опять за Несси и, наконец, за фамилию Броуди. Вот теперь у него стало веселее на душе. Сегодня виски производило на него иное действие, чем обычно, когда оно только глушило мрачное уныние. Сегодня к нему возвратилась веселость прежних дней, дней, когда он был на вершине благополучия. Он это чувствовал, возбуждение его все росло, и он уже мысленно искал ему выхода. Невообразимая скука для веселого человека сидеть под хмурым взглядом всегда печальной дочери. Решив, что надо поискать развлечений вне дома, он подумал было, не пойти ли ему в контору, разумеется, не для того, чтобы работать, а так, неофициально, чтобы поболтать с этими двумя молокососами в его отделе и дать лишний щелчок в противный нос выскочке Блеру. Но по субботам в конторе работали полдня, так что они скоро уже кончат и уйдут домой. Кроме того, он чувствовал, что такое событие надо отпраздновать более подобающим образом не в обстановке его ежедневной работы. Поэтому он без сожаления отверг первоначальную идею, и скоро она окончательно исчезла из его головы. Он потопил ее в новой порции горной росы. Роса, роса на траве, зеленой траве, на лужайке для игры в шары. Ага, вот идея! Кто посмеет сказать, что знаменитая смесь китчера, которую он всегда предпочитал другим напиткам, не вдохновляет на удачные мысли, а? Лицо его просветлело, когда он вспомнил, что летний турнир Ливенфордского крикетного клуба назначен сегодня на Велхоллском лугу, и он широко улыбнулся при мысли, что там будут все видные люди города, обязательно будут, начиная от маленького Джонни Пакстона и кончаясь с самим господином мэром Гришеном, а черт возьми! Пробормотал он, шлепнув себя поляшки совершенно так, как когда-то, вот это мысль! Я вижу там всех сразу, ткну им в нос стипендию, лета, покажу, что мне они ничуть не страшны, давно пора мне опять напомнить о себе людям, слишком долго я откладывал это, он для полноты удовольствия выпил еще стакан, затем, повысив голос, крикнул Мэри в посудную, эй, ты там, поторопись с обедом, мне он нужен поскорее, я ухожу и сперва должен поесть, но смотри, чтобы это была настоящая еда, а не такие помои, как те, которыми ты утром поила Несси. Твой обед готов, папа, отвечала Мэри спокойно, ты можешь хоть сейчас сесть обедать, если хочешь. Хочу, давай скорее, вместо того, чтобы стоять и пялить на меня глаза. Мэри быстро накрыла на стол, подала обед. Но хотя он пришелся Броуди по вкусу и, несомненно, был бесконечно лучше, чем обеды, которые готовила ему Нэнси, Мэри не услышала от него ни похвалы, ни благодарности. Впрочем, он отдал честь всему, что она приготовила и с аппетитом, вызванным виски, жадно жевал, занятый планами на сегодняшний день и размышлениями о Несси. Сейчас она уже, наверное, на экзамене сидит, быстро списывая страницу за страницей, тогда как другие, а в особенности ее на игре, сон, грызут деревянные кончики своих перьев и завистливо посматривают на нее. Потом он представил себе, как она, исписав одну тетрадку, встает с места и с пылающим от гордости лицом подходит к кафедре, чтобы попросить у экзаменатора вторую. Она уже окончила одну тетрадку. Первая из всех Несси Броуди и его дочь, а этот Олух Грирсон еще и половины не написал. Он тихонько хихикнул от удовольствия, что у него такая дочка, что Грирсон пострамлял ею и с еще большим аппетитом принялся за еду. До конца обеда мысли вытекли главным образом в этом направлении. А окончив, он встал и опять принялся за виски, опустошив бутылку на радостях, что Несси, наверное, потребуется не две, а три тетради, чтобы показать профессорам свои обширные знания. Было все еще слишком рано идти в Вайхолл, так как он хотел подождать, пока там соберутся все видные люди города, к тому же он чувствовал, что еще не дошел до того беззаботно восторженного состояния духа, которое необходимо было для задуманного выступления. Но когда в бутылке не осталось ни капли горной росы, он решил пуститься в путь и посидеть часок в Вайхоллском погребке, который находился по соседству с площадкой для игр. Таким образом, он вышел из дому и зашагал по улице уже не с тем сосредоточенно угрюмым лицом и невидящим взглядом, с каким теперь всегда проходил по городу, а воодушевленной уверенностью в успехе дочери, развязно, небрежно, словно приглашая всех смотреть на себя. Вначале он встречал мало прохожих, но когда переходил вокзальную улицу, он заметил на противоположном тротуаре полное собственного достоинства фигуру доктора Лори, который на этот раз не ехал а шел пешком. Броуди тотчас перешел улицу и поздоровался с ним. «Добрый день, доктор Лори!» крикнул он приветливо. В прежние времена он называл его просто Лори и в его обращении любезности небывалой следа. «Рад видеть вас!» «Здравствуйте!» ответил тот, подумав о своем неоплаченном счете и вкладывая в свое приветствие всю ту небольшую дозу сухости, на какую был способен. «Очень кстати, что мы сегодня встретились, очень кстати, знаете, что происходит в эту самую минуту?» Лори с некоторой опаской посмотрел на него и осторожно сказал «Нет, пока мы с вами тут беседуем, майонез в университете получают стипендию лета!» воскликнул Броуди. «Вот и оправдываются ваши слова! Помните, вы сказали мне, что такая голова, как у нее, бывает одна на тысячу?» «Как же, как же, важно, подхватил Лори уже несколько дружелюбнее. «Очень приятно это слышать, получать лета!» «Это все-таки поддержка, все-таки некоторый доход, не правда ли?» Он искоса поглядел на собеседника, рассчитывая, что тот поймет намек, затем вдруг уставился ему прямо в лицо и воскликнул «Получает, вы сказали? То есть ей уже присудили стипендию лета?» «Ну, все равно, что присудили», ответил самодовольно Броуди. «Она как раз сейчас экзаменуется, сию минуту. Я сегодня не пошел на службу, чтобы снарядить ее туда в самом лучшем виде. Она ушла с таким блеском в глазах, который обещает победу. Она заполнит три тетрадки раньше, чем сдать работу». Вот как снова уронил Лори и, как-то странно посмотрев на Броуди, незаметно отступил назад, говоря, «Ну, мне надо идти в важный консилиум, а моя лошадь, как назло, потеряла подкован по дороге. Я опаздываю». «Не уходите, не уходите еще, доктор!» запротестовал Броуди, крепко беря за пуговицу смущенного Лори. «Я еще не рассказал вам и половины всего о моей дочке. Я ее не на шутку люблю, честное слово, по-своему люблю, да. Я много потрудился над ней за последние полгода. «Пустите меня, пожалуйста, мистер Броуди», воскликнул Лори, пытаясь освободиться. «Мы с Несси немало насиделись по ночам», продолжал внушительно Броуди. «Пришло своему поработать, но, клянусь, это стоило того». «Послушайте, сэр», крикнул Лори визгливым негодующим голосом, вырвавшись наконец и оглядываясь, чтобы убедиться, не видел ли кто, как с ним фамильярничает субъект такого разбойничьего вида. «Вы себе слишком много позволяете, я этого не люблю, прошу вас впредь так со мной не обращаться». И, бросив последний оскорбленный взгляд на Броуди, надул щеки и торопливо покатил дальше. Броуди с некоторым удивлением смотрел ему вслед. Он не находил в своем поведении ничего такого, что могло вызвать возмущение доктора Лори. Наконец, покачав головой, он продолжал путь и без дальнейших приключений добрался до надежной гавани Велхоллского погребка. Здесь его не знали, и он до трех часов сидел молча, все время наполняя желудок виски, а воображение картинами успехов дочери. В три часа он поднялся, надел шапку, решительно сжал губы и, пошатываясь, вышел на воздух. До Велхоллского луга было рукой подать. Он дошел до него и ни разу не споткнулся. Вскоре оказался на огороженной площадке. Гладкий четырехугольник луга ярко зеленел на солнце, испещренный лишь темными фигурами игроков, расплывчато мелькавшими перед глазами Броуди. Что это за игра для взрослых людей? Подумал он презрительно. Катают несколько шаров по земле, как компания глупых ребятишек. Взяли бы ружье лошадь, как делал он когда-то в молодости, если уж хочется позабавиться и размяться. Глаза его, не задерживаясь на зелени лужайки, торопливо отыскали небольшую группу людей, сидевших на веранде павильона в дальнем конце площадки. Он усмехнулся с царкастическим удовлетворением, увидев, что, как он и предвидел, все они собрались и здесь, от простака Джона Пакстона до его светлости господина мэра. Он весь подобрался и медленно направился к ним. Сначала его не заметили, так как все их внимание было обращено на происходившую перед ними игру. Но вдруг Пакстон поднял глаза, увидел его и ахнул от удивления. Вот чудеса-то! Посмотрите, кто идет! Восклицание Пакстона сразу возбудило всеобщее внимание, и, следуя за его удивленным взглядом, все посмотрели на несуразную важно шествующую фигуру. Посыпались восклицания. Господи, помилуй, да это Броуди. Я его не видел уже много месяцев. А важности, важности сколько? О, точно какой-нибудь лорд. Ого, вот и наш пьяный герцог собственной персоны. А посмотрите на его физиономию платья. А его здорово шатает. Когда Броуди подошел близко, все замолчали, устремив глаза на лужайку, делая вид, что не замечают его. Но Броуди, ничуть этим не смущенный, остановился перед ними, слегка покачиваясь, обводя всех насмешливым взглядом. Ох, как мы поглощены наблюдением за шариками, фыркнул он. «Какое занимательное время препровождения! Мы скоро начнем увлекаться игрой в мячик, как глупые девчонки!» Он сделал паузу и солидно осведомился. «Кто же выиграл, мэр?» «Не скажете ли вы мне?» «А?» «Вы высокий представитель города». «Игра не кончена», ответил Грифсон после минутного колебания и все еще не глядя на него. Злоба, которую он некогда питал к Броуди, испарилась с тех пор, как тот дошел до такого жалкого состояния. Кроме того, ведь он, Грифсон, был теперь мэром. «Никто еще не выиграл», добавил он мягче. «Эта игра еще никем, никем не выиграна», повторил Броуди. «Так, так, так, очень сожалею, но я могу вам сообщить о другой игре, которая уже выиграна». Он сверкающими глазами оглядел всех и, выведенный из себя их явным безучастием закричал. «Я говорю о стипендию лета. Может быть, вы полагаете, что и то состязание не кончено, как эта дурацкая игра в шары. Но я вам говорю, что оно окончено и победа моя. Победила моя Несси». «Тише, Броуди, тише!» воскликнул Гордон, сидевший прямо против него. «Вы мне мешаете следить за игрой. Сядьте или отойдите в сторону и не орите прямо в уши». «Я захочу, там и буду стоять». «Ну-ка сдвиньте меня с места, если можете», возразил Броуди с опасными нотками в голосе. Затем протянул насмешливо «Кто вы такой, чтобы командовать тут? Вы только отставной мэр. Вы больше не повелитель на вашем месте теперь наш дорогой друг Грирсон. И с ним я желаю говорить». Он устремил иронический взгляд на Грирсона и обратился к нему. «Вы слышали, что я сказал Олетта о мэр? Что это вы так вздрогнули? Ух, я и забыл, что ваш многообещающий сын тоже претендует на нее. Сын мэра Грирсона также экзаменуется на стипендию. Боже, боже. Да она, наверное, все равно, что у него в кармане. Я этого никогда не говорил. Возразил Грирсон невольно задетый заживое. Пускай себе мальчик попытает счастье, хотя он, конечно, не нуждается в деньгах, чтобы продолжать учение. Броуди даже зубами скрипнул при этом метком намеки и яростно напряг мозг, чтобы придумать уничтожающий ответ, но, как всегда, при пикировке с Грирсоном не мог найти подходящих выражений. Сознание, что он, только что сохранявший столь высокомерное равнодушие, единым словом сбит с позиции бесила его. Чувствуя к тому же, что он не произвел на них того впечатления, какое ему хотелось, он дал волю гневу и закричал, а для чего же вы меня просили не пускать дочек заминоваться, если не для того, чтобы ваш щенок получил стипендию? Отвечаете вы, жалкая свинья! Вы меня остановили на площади и просили не посылать Несси на экзамен. Тише, тише, не орите у меня над ухом. Холодно обрезал его Грирсон. От вас так и разит спиртом. Я уже вам говорил, что просто пожалел вашу Несси. Один человек, который в этом деле понимает, просил меня переговорить с вами. Я теперь жалею, что послушался его. «Вэлгун!» зарычал Броуди. «Проклятый и сладкоречивый обманщик!» «Если вы пришли сюда, чтобы затеять со мной ссору, вам это не удастся», возразил Грирсон. «Никакого обмана тут нет и никакого секрета тоже. Теперь, когда ваша дочь экзаменуется, я могу рассказать вам, что поговорить с вами меня просил доктор Ренвик». «Ренвик?» недоверчиво скликнул Броуди. Он остановился, осененный внезапной догадкой и выпалил. «Теперь я все понимаю. Это вы его на меня натравили. Он с вами заодно меня преследовал. Он ненавидит меня так же, как все вы!» Он как слепой взмахнул рукой. «Я знаю, все вы завистники против меня, но мне на это наплевать. Победа будет за мной, я вас всех еще буду топтать ногами, да? Есть ли у кого из вас дочь, которая способна добиться стипендии лета? Отвечайте мне!» «Получит ваша дочь стипендию или нет, нам-то какое до этого дело, черт возьми!» крикнул кто-то. «Получит и на здоровье!» «Мне решительно все равно, кому эта стипендия достанется!» Броуди уставился на говорившего. «Вам все равно!» повторил он с расстановкой. «Врете! Вам не все равно! Вы лопнете от злости, когда Броуди получит лето!» «Ступайте-ка вы домой, ради Бога!» сказал Гордон тихо. «Вы вне себя и несете чепуху!» «Вы сами не понимаете, что говорите!» «Пойду когда захочу!» промямлил Броуди. Пьяное возбуждение внезапно его покинуло. Ярость утихла, его больше не подмывало кинуться на Грирсона и разорвать того начасти, и, видя на лицах окружающих только без участия или отвращения, он проникся глубокой жалостью к самому себе. Он спрашивал себя, возможно ли, что это те самые люди, которыми он верховодил когда-то, которым внушал почтительный страх. Они его никогда не любили, но он держал их в узде силой своей воли. А теперь они ускользнули из-под его власти. Его сочувствие к себе самому возросло до таких размеров, что почти готово было излиться в слезах. Я вижу, вижу, в чем тут дело, мрачно пробормотал он, обращаясь ко всем вместе. Вы воображаете, что я человек конченый, да? Теперь я уже для вас недостаточно хорош. Господи, если бы это не было так смешно, я готов был бы заплакать, подумать только, что такие, как вы, сидят здесь и смеют смотреть сверху вниз на меня, меня, человека такого высокого рода, что предки мои не захотели бы обосы ноги обтереть. Он по очереди оглядел всех, тщетно ища поощрения хоть какого-нибудь признака, что слова его произвели впечатление, но все же продолжал медленно, подавленно, неубедительным тоном. Не воображайте, что со мной кончено. нет, я опять начинаю идти в гору. Настоящего человека не сломишь, не сломите вы меня, как не старайтесь, подождите, подождите, увидите, чего добьется майонезе. Это вам покажет, из какого теста сделаны броуди. Вот за этим-то я и пришел сюда. я вас и знать не хочу, я хочу только сказать вам, что Несси Броуди получит лето, что это сделал я, и больше мне ничего не нужно. Он обвел всех хмурым взглядом, и так, как все молчали, и ему самому тоже нечего было больше сказать, он отступил. Сделав несколько шагов, остановился, обернулся, открыл было рот. Но слов не было, и он наконец поник головой, отвернулся и побрел прочь. Ему дали уйти, не послав вслед за ним ни единого слова. Уйдя слуга и шагая по дороге в горьких мыслях о нанесенном его гордости ударе, он неожиданно заметил вдали обеих дочерей, шедших со станции. В каком-то тупом замешательстве он вгляделся в них, в Несси и Мэри Броуди своих детей, словно необычная встреча на людях с ними обеими смутила его, но сразу же сообразил, что Несси возвращается с экзамена, что Мэри ослушалась его и встретила сестру на вокзале. Ничего, ничего, с Мэри он расправится потом, а сейчас он жаждал узнать, как прошел экзамен, жаждал утолить больно задетой тщеславией известием об успехе Несси. И, торопливо зашагав вперед, встретился с ними посреди улицы. Жадно пожирая глазами утомленное личико младшей дочери, он воскликнул, но как дела, Несси? Скорее говори, все благополучно. Да, прошептала она, все благополучно. Сколько тетрадей ты написала? Две или три? Сколько тетрадей? откликнулась она слабым эхом. Только одну тетрадку, папа. Только одну тетрадку? И это за все время, что ты там просидела? Он в удивлении воззрился на нее. Потом лицо его приняло жесткое выражение, и он спросил резко. Ну, что же ты молчишь, как немая? Не видишь, что я хочу знать все насчет стипендий. Все, в последний раз спрашиваю скажешь ты наконец как выдержала экзамен? Она сделала над собой громадное усилие, посмотрела на отца умоляющими глазами и с вымученной улыбкой на бледных губах воскликнула великолепно, папа, мои дела великолепны, лучше нельзя. Он пытливо вглядывался в ее лицо, вспоминая, как вызывающий хвалился только что ее успехом и, наконец, произнес медленно, странно сдавленным голосом «Надеюсь, что это так? Надеюсь, потому что если нет, то, видеть Бог, тебе плохо придется». Прошла неделя после экзамена. Наступила суббота. В одиннадцатом часу утра Несси Броуди стояла у окна гостиной, глядя на дорогу в нетерпеливом ожидании в тайном волнении, от которого глаза ее ширились и ярко блестели на маленьком личике, словно высматривая появление на пустой улице чего-то необычайного, потрясающего. Сознание, что она одна в комнате и никто за ней не наблюдает, способствовало свободному, не сдержанному проявлению на ее лице тех чувств, которые она старательно скрывала всю прошедшую тревожную неделю. Всю эту неделю отец был невыносим, переходя от нежности к угрожающему тону, пугавшему Несси до ужаса. Но она все покожно переносила, утешаясь сознанием, что ее тактика гораздо умнее и гораздо тоньше, чем ее шумное хвастовство и угрозы. Несси верила, что стипендию отдадут ей и эту неделю после экзамена ее уверенность росла с каждым днем. Не может быть, чтобы все ее труды, вынужденная зубрежка, все эти долгие часы терпеливого сидения в холодной гостиной остались невознагражденными. Несмотря на то чувство недовольства своей работой, с которым она вышла из университета после экзамена, уверенность к ней возвратилась, она считала, что стипендия уже, как выражался отец, у нее в кармане. Но все же оставалась еще возможность, слабая и нелогичная возможность, провала. Это было немыслимо, невозможно, но на всякий случай Несси с инстинктивной хитростью приняла предосторожности. Оба, и отец, и Мэри, были уверены, что результат экзаменов будет объявлен не раньше, чем через неделю. Так она сказала им, и они ей поверили. Но она-то знала отлично, что извещение придет сегодня утром. Его она ожидала сейчас, потому что утреннюю почту из Глазго приносили всегда в 11 часов, а в университете ей сказали, что о результатах испытаний каждому из экзаменовавшихся будет отправлена почта и извещение в пятницу вечером. Несси хитро усмехнулась при мысли о том, как ловко она всех обманула. Это была блестящая идея и смелая, вроде того, неожиданного письма к Мэри и она ее сумела осуществить. Отец так подгонял, так угнетал ее подготовкой к этому экзамену, что ей нужно было теперь выиграть время, свободно вздохнуть, подумать обо всем на досуге. И вот ей это удалось. У нее будет впереди целая неделя, раньше, чем он грозно потребует доказательств ее успеха. Да-да, целая неделя на то, чтобы поразмыслить и придумать, как ей спасти садкары в случае провала. Но она, конечно, не провалилась, она победила, и ей, наверное, не придется употребить каждую минуту в этой драгоценной неделе на придумывание предосторожности против гнева отца. Вся неделя будет для нее неделей тайной радости. Она будет хранить свой секрет до тех пор, пока, наконец, не выдержав, неожиданно с торжеством прокричит его в ошеломленные уши отца и Мэри. Они ничего не будут знать, пока она Несси им не скажет. Никто не узнает, даже Мэри, которая так добра к ней и так любит ее. Пожалуй, Мэри следовало бы рассказать, «Нет, нет, нет, это испортило бы всю затею. Когда придет время, Мэри узнает первое, а пока надо все хранить в тайне. Ни один человек не должен смотреть из-за ее плеча, когда она будет открывать извещение. Она хочет в эту минуту быть одна, укрытая от взглядов, которые могут заметить, как дрожатые руки, как сверкают глаза». Глядя в окно, она вдруг встрепенулась, различив в конце улицы фигуру человека в синем, почтальона, который, обходя дома в обычном порядке, мог дойти до их дома не раньше, чем через полчаса. Через полчаса она получит письмо, и значит, надо, чтобы она была одна, чтобы ей никто не помешал. С трудом оторвала она глаза от фигуры вдали, невольно, почти машинально повернулась и пошла к дверям. Лицо ее изменило выражение, стало непроницаемым, потом медленно нахмурилась. Эта напускная мрачность еще усилилась, когда она вошла в кухню и, подойдя к Мэри, сказала устало, сжимая лоб руками, «Опять у меня это головная боль, Мэри. И сегодня хуже, чем всегда». Мэри с состраданием посмотрела на сестру «Бедняжечка ты моя, как мне тебя жалко, а я уже думала, что ты избавилась от нее навсегда». «Нет, она опять вернулась». «Мне так больно». «Дай мне поскорее порошок». Из-под руки, которой она заслонила глаза, Несси наблюдала, как Мэри подошла к белой коробочке, всегда стоявшей на камине, как она открыла ее. И, увидев, что коробка пуста, соболезнующе воскликнула «О, ни одного порошка не осталось! Какая досада!» А я была уверена, что есть еще один или два. Ни одного. Это ужасно, я не могу обойтись без них. Голова у меня готова треснуть от боли. Мне нужно сейчас же принять порошок». Мэри озабоченно смотрела на опущенную голову сестры и затем сказала «Чем же тебе помочь? Ну, хочешь компресс из холодной воды с уксусом? Я же тебе говорил, что он мне не помогает», сердит и настаивала Несси. «Тебе придется сходить за порошками. Иди, иди, сижу минуту». Лицо Мэри выразило смутное подозрение и она сказала, помолчав «Я сейчас не могу уйти из дома, дорогая. Мне надо готовить обед. Приляг, я тебе потру лоб. Ступай за порошками», закричала Несси. «Неужели ты не можешь сделать для меня такой пустяк? А еще твердишь всегда, что на все для меня готово. Боль не пройдет, пока я не приму порошка. Ты же знаешь, что только это мне помогает». После минутного колебания, во время которого она огорченно глядела на Несси, Мэри медленно взяла затесемки своего фартука и еще медленнее развязала их. «Ну, хорошо, хорошо, дорогая, я не могу видеть, как ты мучаешься, схожу, схожу и попрошу, чтобы их сразу при мне приготовили». И уже выходя, прибавила успокоительно, «Я в одну минуту слетаю. Полежи, полежи, пока я вернусь». Несси послушно легла на диван, говоря себе с внутренним удовлетворением, что эта минута продолжится целый час. И она успеет получить письмо и прийти в себя раньше, чем Мэри доберется до города, дождется, пока в аптеке приготовит лекарство и вернется домой. Услышав, как за сестрой захлопнулась наружная дверь, она слабо усмехнулась. Эта улыбка опять разбила сдержанность, лицо ее опять приняло хитрое выражение, и она, вскочив, помчалась в гостиную. Да, вот Мэри идет по дороге, спешит, бедненькая, за порошками, не зная, что в доме имеется еще целых два спрятанных ею Несси в ящик комода. Вот она проходит мимо почтальона, не заметив, что он направляется к ней. А между тем, у него сегодня есть в сумке кое-что такое, что принесет Несси большее облегчение, чем все порошки, которые может прописать Лори. О, как он ползет! Это Дэн, старший из двух почтальонов, разносящих почту в их участке, тот самый, который, бывало, приносил письма от Мэтта и вручал их с многозначительной миной, восклицая, судя по всему, очень важное. Но ни одно письмо от Мэтта не было так важно, как то, которого она ожидает. «Ну, почему же, почему же, Дэн не торопится?» Стоя у окна, она смутно почувствовала, что уже стояла раз в таком же вот волнении и ожидании у этого самого окна в гостиной, и без всякого усилия памяти сразу припомнила, что это было в день, когда мама получила телеграмму, так ее расстроившую. Вспомнила, с каким трепетом радостного возбуждения держала она в руках оранжевую бумажку, и как ловко она потом маневрировала, чтобы убедиться, что бабушка ничего не заметила. Теперь она не боялась бабушки, уже полуслепой, почти совершенно глухой и выходившей из своей комнаты только, когда ее звали обедать или ужинать. Дэн подходил все ближе, неторопливо переходя то на одну сторону улицы, то на другую, прихрамывая, как будто у него были мозоли на всех пальцах и неся свою тяжелую сумку на согнутой спине, как носильщик. Как он ползет, как он ползет. Но странное дело, сейчас Нессе уже не так страстно хотелось, чтобы он поторопился. Наоборот, она хотела бы чтобы он оставил ее письмо напоследок. Сегодня, кажется, все решительно на их улице получили письмо. И все, как ей хотелось раньше, чем она. Интересно, получил ли уже извещение Джон Грирсон? Вот будет ему удовольствие. она бы дорого дала, чтобы увидеть его вытянутую физиономию, когда он вскроет конверт. А ей что-то сейчас уж совсем не хочется получить письмо. она и так знает, что стипендия досталась ей, и не стоит возиться, вскрывая конверт, чтобы в этом убедиться. некоторые конверты так трудно вскрывать. Но вот Дэн действительно подошел к их дому, и Несси все задрожало. Ловя открытым ртом воздух, следила она, как Дэн проходил мимо калитки с беспечным видом, словно зная, что для Броуди писем быть не может. Но затем он вдруг остановился, повернул назад, и сердце Несси сильно подскочило, подкатилось к самому горлу. Целая вечность прошла раньше, чем раздался звонок у дверей, но в конце концов он прозвенел, и Несси волей-неволей пришлось оторваться от окна и пойти в переднюю не так стремительно, как она когда-то подпрыгивая бежала за телеграммой, а медленно со странным ощущением отрешенности от всего. Она как будто все еще стояла у окна и видела, как ее собственное тело медленно выходит из комнаты. Письмо в длинном, твердом, внушительном на вид конверте с голубой печатью на обороте было уже у Дэна в руках, и глаза Несси приковались к нему. Она стояла в дверях, не видя улыбки, сморщившие рожеватую в синих венах щеку Дэна и обнажившие его желтые табака зубы, почти не видя из самого старика почтальона, только смутно слыша слова, которых она ожидала. Под письмо сразу видно, что оно важное. Письмо было уже у нее в руках, ее пальцы, казалось, ощущали сквозь конверт толстую шершавую бумагу, глаза уже видели ее собственное имя, написанное тонким почерком в самой середине белого листка. Она не помнила, сколько времени созерцало это имя, но когда она подняла глаза, Дэна уже не было. Она и не поблагодарила его, ни слова ему не сказала. Взглянув на пустынную улицу, она почувствовала глухое раскаяние в своей невежливости, сказала себе, что загладит ее каким-нибудь образом в другой раз извиниться перед Дэном или подарит ему табаку на Рождество, а сейчас, сейчас надо вскрыть конверт, который он ей вручил. Закрыв дверь, она повернулась и, решив, что ей незачем возвращаться в постовую гостиную, бесшумно прошла через переднюю в пустую кухню. Здесь она немедленно освободилась от письма, положив его на стол. Потом воротилась к двери, убедилась, что она плотно затворена, подошла и к двери в посудную, осмотрела ее таким же порядком и, наконец, видимо, убедившись окончательно в том, что она одна, подошла опять к столу и села. Все произошло так, как она хотела. Случилось именно так, как она мудро предвидела. Теперь она в одиночестве, скрыта от посторонних глаз. Делать ей больше нечего, ждать нечего, остается только открыть письмо. Она опять посмотрела на него, но не тем неподвижным взглядом, как тогда, когда брала его от Дэна, а с все растущим нервным возбуждением. Губы вдруг онемели, во рту пересохло, она дрожала всем телом. Она видела не этот длинный белый конверт, а себя самое, вечно согнутую над книгой, в школе, дома, в экзаменационном зале университета, и всегда над ней склонялась массивная фигура отца, отбрасывавшая на нее и вокруг нее вечную тень. Письмо казалось, как зеркало, отражало ее лицо, и это лицо говорило ей, что все, ради чего она трудилась, ради чего ее заставляли трудиться, вся цель ее жизни лежит здесь на столе, вся она в нескольких словах на листке бумаги, который скрыт в этом конверте. На конверте стояло ее имя, и то же имя должно оказаться на этом скрытом внутри листке, иначе пропало даром все, что она делала, пропала вся жизнь, она знала, что внутри ее имя единственное имя, которое всегда упоминалось в школе с одной только похвалой, имя победительницы, получившей стипендию лета, и все же ей было страшно заглянуть в конверт. Но это же просто смешно, чего ей бояться собственного имени, которое, как всегда, справедливо подчеркивал отец, было именем почтенным, благородным, которым она имела право гордиться, она Несси Броуди, обладательница стипендии, все это предусмотрено много месяцев тому назад, все решено между нею и отцом, господи, ведь она умница, самая способная девочка в Ливенхорде, первая девочка, получившая стипендию лета, гордость семьи Броуди, как во сне рука ее протянулась к письму, как глупо, что ее пальцы дрожат, разрывая твердый конверт, и какие они худые, эти пальцы, она не хотела, чтобы они открыли конверт, а они это сделали, даже и в эту минуту они дрожат, сжимая листок, нет, нет, должна же она посмотреть на свое имя, имя Несси Броуди, уж, конечно, ничего в этом нет, неприятного увидеть на минутку свое собственное имя, временно стало, сердце ее внезапно забилось в нестерпимом, безумном волнении, она развернула листок и взглянула, имя, которое встретило ее меркнущий взор, не было ее именем, то было имя Грирсона, Джон Грирсон, получил стипендию Лепта, а на секунду смотрела на бумагу, не понимая, затем глаза ее наполнились ужасом, ужас, этот трос расширял ей зрачки до тех пор, пока слова не слились, исчезли совсем, она сидела неподвижно, оцепенев, едва дыша, все еще сжимая в руке извещения, и в уши ей вливался поток слов, произносимых рычащим голосом отца, она была одна в комнате, он за милю отсюда в конторе, но силой расстроенного воображения она отчетливо видела его перед собой, слышала его голос, так Грирсон победил, ты допустила, чтобы этот выскочка опередил тебя, пускай бы хоть это был кто-нибудь другой, но Грирсон, Грирсон, сын этой мерзкой свиньи, после того, как я всем твердил, что ты ее получишь, это черт знает, что такое, слышишь, черт знает, что такое, ты безголовая идиотка, это после того, как я столько возился с тобой, заставлял работать, боже, я этого не перенесу, я сверну твою тонкую шею, Несси глубже забилась в кресло, словно пытаясь спрятаться от невидимо присутствующего здесь отца, в глазах ее по-прежнему застыл ужас, как будто отец наступал на нее, протянув свои громадные руки, она не двинулась с места, даже губы не шевельнулись, но услышала свой жалобный крик, я сделала все, что могла, папа, я ничего больше не могла, не трогай меня, папа, все, что могла, шепел он, но этого было недостаточно, чтобы одолеть Грифсона, а еще клялась, что лет-то у нее в кармане, я оттать, оттать, опозорен, на этот раз благодаря тебе, я с тобой рассчитаюсь за это, говорил я, что тебе плохо придется, если провалишься, нет, 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 папа, шептала она, я не думала, я не думала, что провалюсь, больше этого не будет, обещаю тебе, ты ведь знаешь, что я всегда была впереди всего класса, я всегда была твоей дочкой, Несси, ты не обидишь такую маленькую, как я, я в другой раз выдержу экзамен лучше, никакого другого раза не будет, заорол он, я задушу тебя за то, что ты сделала мне, он бросился на нее, и, зная, что он сейчас убьет ее, она вскрикнула, закрыв глаза в безумном, невероятном испуге, но вдруг тот обруч, что сжимал ей мозг последний утомительный месяц из угрежки, лопнул, и она ощутила чудесный покой и тишину, голову перестало давить, исчезли тиски, сжимавшие ее, исчез страх, она была свободна, она открыла глаза, увидела, что отца здесь больше нет, и улыбнулась, беспечная, насмешливая улыбка, игравшая в ее подвижных чертах, подобно солнечным зайчикам, и незаметно перешедшая в веселый смех, смех был негромкий, но судорожный, слезы потекли по ее щекам, и все ее худенькое тело тряслось, так она смеялась долго, потом веселость исчезла так же быстро, как пришла, слезы сразу высохли, лицо ее приняло хитрое выражение, Несси не раздумывала больше, как давеча в гостиной, теперь какая-то сила внутри ясно указывала ей путь, думать было не нужно, сжав губы в прямую линию, она осторожна, как какую-нибудь драгоценность, положила на стол письмо, которое все время держала в руках, и, встав с кресла, водила взглядом по комнате, вертя головой, как заводная кукла, когда она перестала ее вертеть, по лицу пробежала улыбка, и шепнув самой себе тихонько, ободряюще, что делаешь, делай как следует, милая Несси, она повернулась на цыпочках и вышла из кухни, все с той же преувеличенной и безмолвной осторожностью она поднялась по лестнице, постояла, прислушиваясь на площадке, затем, успокоенная мелкими шажками, пошла к себе в комнату, здесь она без колебаний подошла к умывальнику, налила в таз холодной воды из кувшина, старательно умыла лицо и руки, умывшись, вытерлась, натерев до блеска полотенцем свое бледное личико, затем, сняв старенькое серое платье из грубой шерсти, вынула из шкафа кашемировая свой лучший наряд, но и он ее, видимо, не вполне удовлетворил, так как она покачала головой и пробормотала, это недостаточно красиво, Несси, милочка, для такого случая нужно бы что-нибудь получше, получше, все же она надела его все с той же неторопливой уверенностью движений, и лицо ее просветлело, когда она подняла руки к волосам, расплела косы и несколькими быстрыми движениями щетки расчесала их время от времени, шепча одобрительно, мои чудные волосы, мои красивые, красивые волосы, наконец, довольная тем, что расчесала до блеска массу тонких золотых волос, постояла перед зеркалом, оглядывая себя с рассеянной загадочной улыбкой, достала свое единственное украшение, нитку коралловых бус, подаренную когда-то матерью, чтобы загладить промах забывчивого Мэтта. Хотела было надеть их на шею, но вдруг отдернула руку, в которой держала бусы, они будут колоть, прошептала она и осторожно положила их на стол. Не теряя больше времени, она тихо вышла из комнаты, сошла вниз, и в передней надела свою жакетку и соломенную шляпку с красивой новой шелковой лентой, купленной и нашитой Мэри. Теперь она была готова к выходу, одета точно так, как в день экзамена. Но она не вышла из дому, а крадучись, скользнула обратно в кухню. Здесь она стала действовать быстрее, ухватившись за спинку одного из тяжелых деревянных стульев, она передвинула его на середину кухни, потом притащила к стулу книги, лежавшие на шкафу, сложив их аккуратной и устойчивой кучкой, на которую полюбовалась с довольным видом и поправила ее легкими и точными прикосновениями пальцев, доведя до полной симметрии. Вот это аккуратно сделано, моя милая, пробормотала она удовлетворенно. Из тебя бы вышла отличная хозяйка. Говоря это, она стала пятиться назад, все еще любуя своей работой, но когда дошла так до двери, повернулась и шмыгнула в посудную. Здесь, нагнувшись, порылась в бельевой корзине, стоявшей у окна, выпрямилась с радостным восклицанием и воротилась в кухню, неся что-то в руке. Это был обрывок тонкой веревки, на которой развешивали белье. Теперь движение ее стали еще торопливее. Проворные пальцы лихорадочно делали что-то с концом веревки. Она вскочила на стул и, стоя на книгах, привязала другой конец к железному крюку на потолке. Потом, не сходя со стула, взяла со стола письмо и приколола его себе на грудь бормоча. Первая премия на выставке на Се. Как жаль, что это не красный ярлычок. Наконец она осторожно просунула голову в петлю, завязанную ею, стараясь не сдвинуть шляпы, заботливо выпростала свои распущенные косы из петли и плотно надела ее на шею. Все было готово. Она стояла весело, балансируя на баррикаде книг, как ребенок на построенном им из песка замке. Взгляд ее, жадно устремленный в окно, пытался проникнуть сквозь листву сиреневого куста. В то время, как глаза ее искали далекое небо, заслоненное кустом, ее нога, упиравшаяся в спинку стула, оттолкнула его, и она повисла. Крюк в потолке бешено завертелся в балке, куда он был вбит, но балка крепко держала его. Веревка натянулась, но не порвалась. Несси висела, дергаясь, как марионетка и тело ее, казалось, вытягивается, отчаянно тянется одной болтающейся в воздухе ногой, стремясь достигнуть пола, но не достигая его на один единственный дюйм. Шляпка нелепо съехала на лоб, лицо постепенно темнело по мере того, как веревка врезалась в тонкую белую шею. Глаза, такие ласковые, всегда умоляющие, голубые, как незабудки, затуманились болью и легким удивлением. Потом медленно начали стекленеть. Ее губы вздулись, полеловили и раскрылись, челюсть отвисла, тонкая струйка пены тихо потекла по подбородку. Она качалась взад и вперед, качалась в комнате, безмолвие которой нарушал только слабый шелест листьев сирени за окном. Но вот наконец тело в последний раз слабо вздрогнуло и замерло неподвижно. в доме царило безмолвие. Безмолвие смерти. Но после долгой тишины кто-то задвигался наверху и медленно, часто останавливаясь, стал сходить по лестнице. Наконец дверь в кухню отворилась и вошла старая бабушка. Приближался час еды и бабушку привлекло в кухню желание поджарить себе гринки помягче. Она ковыляла вперед, опустив голову, ничего не замечая, пока не наткнулась на тело Несси. О, худая ты забрела, пробормотала она и отступила, ошеломленно, глядя полуслепыми глазами нависевшее тело, которое от толчка опять пришло в движение и тихо качнулось на нее. Лицо старухи подозрительно сморщилось. Она вгляделась и вдруг раскрыла рот. Когда же тело мертвой девочки снова коснулось ее, она шарахнулась назад и завизжала. Боже, боже, милосердный, что это? Она новый крик разограл воздух с бессвязным воскресанием. Она повернулась, поскорее выбралась из кухни, распахнув Настя, ж дверь на улицу бросилась, бежать, спотыкаясь вон наиздому. Она пробежала так через двор на улицу и готова бежать дальше. Столкнулась вдруг с Мэри, почти упала ей на руки. Мэри вгляделась в нее с некоторым испугом и воскликнула. Что случилось, бабушка? Вы заболели? Старуха уставилась на нее, лицо ее дергалось, впалый рот судорожно гримасничал, язык не слушался. Что такое с вами, бабушка, повторила Мэри в удивлении. Вы нездоровы. Там, там, бормотала старуха, как безумная, указывая, негнущийся рукой на дом. Там, Несси, Несси, там, она повесилась в кухне. Мэри быстрым, как молния, взглядом посмотрела на дом, увидела открытую дверь. С криком ужаса бросилась она мимо старухи, все еще держа в руке белую коробочку с порошками от головной боли. Взбежала по ступеням, промчалась через переднюю на кухню. Боже! Вскрикнула она Мэри Несси. Она уронила коробочку с порошками, рывком выдвинула ящик кухонного шкафа, схватив нож изо всех сил, ударила им по натянутой веревке. Веревка в ту же секунду разорвалась и еще теплое тело Несси беззвучно свалилась на Мэри и соскользнула на пол. Господи! Крикнула Мэри снова. Спаси ее, спаси ее для меня. Мы с ней одни на свете, не дай ей умереть. Обхватив руками мертвую сестру, она уложила ее на пол и, упав на колени дрожащими руками, принялась распутывать в пившуюся в распухшую шею, пока, наконец, не развязала петлю. Она колотила Несси по рукам, терла ей лоб, испуская бессвязные крики, заглушенные рыданиями. Скажи мне хоть слово, Несси, хоть слово, я люблю тебя, родная моя сестренка, не покидай, не покидай меня! Но никакого ответа не было из этих раскрытых безжизненных губ. И в муке отчаяния Мэри вскочила на ноги и бросилась она увидела мальчика на велосипеде, ехавшего мимо. Стойте, стойте, закричала она неистово, размахивая руками, и когда он подъехал к ней, удивленный, она прижала руки к груди и прокричала, задыхаясь, поезжайте за доктором, за доктором Ренвиком, скорее, скорее, сестра моя больна, скорее, скорее! Подогнав его последним криком, она побежала обратно в дом, налила воды и опять, став на колени, подняла Несси, обняв ее за плечи, смочила ей распухшие губы, пыталась влить ей воду в рот, потом, подложив подвалившуюся назад голову подушку, брызнула водой в потемневшее лицо, бормоча разбитым голосом, ну, скажи же мне хоть что-нибудь, Несси, я хочу, чтобы ты была жива, хочу, чтобы ты была жива, я бы никогда тебя не покинула, но зачем же, зачем же ты меня услала? Смочив Несси лицо и не зная, что еще можно сделать, она стояла на коленях над распростертым наполутелом, слезы текли по ее лицу, она ломала руки как безумные, за все еще открытой дверью послышались торопливые шаги и в кухню вошел Ренвик, сперва он не заметил тело Несси, заслоненного, стоявшей на коленях Мэри и, видя только последнее, остановился громко, отвлекая ее, «Мэри, что случилось?» наступив шаг вперед и опустив глаза, он увидел на полу Несси и вмиг стал на колени рядом с Мэри. Руки его быстро задвигались по мертвому телу, а Мэри смотрела на него безмолвно, с мукой, во взгляде. Через минуту доктор поднял глаза и, глядя на нее через труп сестры, сказал медленно, «Встаньте, Мэри, встаньте, дайте мне положить ее на диван». Теперь она по его голосу поняла, что Несси мертва, и пока он поднимал тело на диван, она встала, губы ее дергались, сердце билось так, что, казалось, оно разорвет грудь. «Я, я виновата», прошептала она обрывающимся голосом, «Я вышла, чтобы принести ей порошки». Ренвик повернулся к ней от дивана и нежно посмотрел на нее. «Вы ни в чем не виноваты, Мэри. Вы все для нее сделали, что могли. Зачем? Зачем она это сделала?» Растонала она. «Я так ее любила, я хотела ее уберечь». «Я знаю, знаю». «Бедная девочка, должно быть, сошла с ума». «Сказал он грустно». бедный запуганный ребенок. «Я бы для нее на все пошла», прошептала Мэри. «Я бы за нее жизнь отдала». он смотрел на нее, на это бледное лицо, убитое горем, думая о ее прошлом, о ее новом несчастье, о серой безнадежности ее будущего, и, глядя в глаза полные слез, чувствовал, как поднимается в нем всепоглощающая волна нежности. подобно источнику, много лет скрытому глубоко под землей и внезапно хлынувшему на поверхность, чувство это затопило его бурным потоком, сердце его болело за Мэрии, охваченное внезапным сознанием, что он не может больше ее оставить. Он подошел к ней, говоря тихим голосом, Мэрии, Мэрии, не плачьте, дорогая, я люблю вас. Она посмотрела на него сквозь слезы, как слепая. Он подошел еще ближе, и в тот же миг она очутилась в его объятиях. Я не оставлю тебя здесь, дорогая, не оставлю, шептал он, ты пойдешь со мной? Я хочу, чтобы ты была моей женой. Он утешал ее, рыдавшую у него на груди, говоря ей о том, что полюбил ее должно быть с того часа, когда впервые увидел, но сам не знал это до сих пор. Вдруг в кухне раздался громкий голос, собрушившийся на них с невероятной, свирепой силой. «Проклятие! Это еще что значит в моем доме?» Это был Броуди. Стоя на пороге и не видя дивана заслоненного створкой открытой двери, он смотрел на Ренвика, обнимавшего Мэри, и глаза его от бешенства и изумления готовы были выскочить из орбит. «Ах, так вот, кто твой любовник!» крикнул он грубо, входя в кухню. «Вот откуда тот роскошный черный виноград! Клянусь, Богом, мне не приходило в голову, что твой любовник этот, господин!» При этих словах Мэри дрогнула и хотела отойти от Ренвика, но он удержал ее и, продолжая обнимать одной рукой, пристально посмотрел на Броуди. «Нечего, нечего бросать на меня величественные взгляды!» проворчал Броуди с коротким злобным смехом. «Вы мне глаза не замажете! Теперь вы у меня в руках! Один из столпов общества в нашем городе приходит к человеку в дом и превращает его в публичный дом!» В ответ Ренвик сурово выпрямился, медленно поднял руку и указал на диван. «Вы перед лицом смерти!» сказал он. Глаза Броуди невольно опустились под его холодным взглядом. «Шалели вы, что ли? Все вы здесь шальные!» пробурчал он, но повернулся туда, куда указывал палец Ренвика и, увидев тело, Несси вздрогнул, шагнул вперед. «Что? Что это?» дико закричал он. «Несси!» Ренвик увлек Мэрик к дверям и, прижимая ее к себе, остановился и сказал сурово, «Несси повесилась, потому что она не получила стипендии, и вы виновник ее смерти!» Затем он увел Мэри из кухни и они вместе вышли на улицу. Роуди не слышал, как они уходили, ошеломленный последними словами Ренвика и странной неподвижностью лежавшего перед ним тела. Он пробормотал, «Они хотят меня запугать, запугать, проснись, Несси, проснись, это твой отец говорит с тобой. Да ну же, доченька, вставай, вставай!» Нерешительно протянув руку, чтобы разбудить Несси, он заметил бумагу на ее груди. Схватив ее, оторвал от плача, к которому она была приколота, и трясущийся рукой поднес к глазам. «Грирсон!» прошептал он с давленным голосом. «Грирсон получил ее!» «Она провалилась!» Бумага упала из рук, и взгляд его невольно остановился на шее Несси, окруженной багровым рубцом. Но и теперь еще он не верил. Он опять дотронулся до ее неподвижного тела, и лицо его стало таким же багровым, как рубец на белой коже мертвой. «Боже!» «Боже!» пробормотал он, «Она!» «Она повесилась!» Он прикрыл глаза руками, словно не в силах вынести это зрелище. «Боже!» «Она!» И потом, задыхая славя ртом воздух, «Я любил, любил мою Несси!» Тяжелый стон вырвался из его груди. Качаясь, как пьяный, он слепо пятился от мертвого тела и, не сознавая ничего, упал на стул. Взрыв рыданий без слез потряс его, разрывая грудь острой болью. Опустив голову на руки, он сидел так, одержимый одной мучительной мыслью, сквозь которую пробивались однако и другие бесконечный поток образов, скользивших мимо центральной фигуры его мертвой дочери, как процессия призраков вокруг трупа на катафалке. Он видел сына и Нэнси вместе под ярким солнцем, видел поникшую фигуру и робко склоненную на бок голову жены, насмешливое лицо Грирсона, издевающегося над его горем, Ренвика, обнимавшего Мэри, смелого молодого Фойля, давшего ему когда-то отпор у него в конторе, видел раболепного Перри, Блера, Пакстона, Гордона, даже Дрона, все они безмолвно проходили перед его закрытыми глазами, отвернувшись от него, осуждая его и грустно смотрели на тело его Нэсси, лежавшее на катафалке. Не в силах больше терпеть пытку этих видений он поднял голову, отнял от глаз руки и искоса поглядел на диван. Сразу же ему бросилась в глаза худенькая рука мертвой, свисавшая с края дивана, вялая, неподвижная, восковые пальцы, маленькая ладонь. С содроганием поднял он глаза выше и как слепой посмотрел в окно. В это время дверь медленно отворилась и в кухню вошла его мать. Ее недавний ужас уже испарился из-за дыхлевшей памяти и все печальное событие затерялось в дебрях слабоумного мозга. Доковыляв до своего обычного места она села против сына. Ее полуслепые глаза искали его глаз. Она старалась угадать его настроение. Наконец, приняв его молчание за хороший знак, она прошамкала «Пожалуй, пойду поджарю себе кусочек мягкой булки». И встала, не помня ничего, кроме собственных нужд, и поплелась в посудную, потом, воротившись, села у камина и приняла сжарить принесенный ей ломтик булки. «Я смогу макать его в суп», бормотала она про себя, жуя губами, «тогда мне легче будет съесть его». Потом, снова бросив взгляд на сына через разделявший их камин, она, наконец, заметила его странный вид. Голова ее встревоженно затряслась, и она воскликнула. «Ты не сердишься на меня, Джеймс? Нет, я только поджарю себе славные мягкие ломтик булки. Ты знаешь, как я люблю гринки. Я и тебе приготовлю, если хочешь». И она захихикала, робко заискивающий бессмысленным старческим смехом, который нарушил жуткое безмолвие в комнате. Но сын не отвечал, и по-прежнему, как окаменелый смотрел в окно, за которым теплый летний ветер шлестел в редкой листве кустов, окаймлявших сад. Ветер усилился. Он поиграл ветками смородиных кустов, поднялся выше, нежной лаской коснулся листьев трех высоких тихих серебристых берез, осыпая их мерцанием света и тени. Потом, неожиданно налетев на дом, точно набрался от него холода и поскорее умчался назад к прекрасным холмам Уинтона. Конец озвученной книги Запись запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых Читал Николай Козей Звукорежиссер Татьяна Власюк Киев 1989 Год Звукорежиссер Звукорежиссер Звукорежиссер